21 декабря 2013 года Эфиопский календарь или 30 декабря 2020 года по европейскому календарю Во имя Отца, Сына и Святого Духа и Единого Бога, Аминь Слава имени Троицы Авраама Слава моей Матери и Деви Марии Хвала имени Архангелов Да будут почтены имена наших замученных отцов и матерей Хвала именам наших святых отцов, мучеников, матерей, отцов Аминь Аминь Эфиопия – страна, где открывается и восхваляется слава Троицы Эфиопия – это наследие Девы Марии Эфиопия – свет миру Эфиопия – властительница мира Кому всем потомкам Адама Девятое сообщение от Эфиопии Мировое светлое правительство Во имя Отца, Сына и Святого Духа и Единого Бога, Аминь Как поживаешь, семья Божья те, кто собрался под Эфиопией, светом мира, добросовестное консультирование, ассоциация священной чаши, а те, кто раскаивается, понимая и верив к его сообщения, и те, кто раскаялся и сохранил себя от нечистоты мира сего, и зарегистрированные, и незарегистрированные, честные, нежные, слава всемогущему Богу за то, что Он позволил нам достичь этого сезона. Всем потомкам Адама С уважением прочтите это Девятое послание всему человечеству Может быть, даже в конце времен Бог даст вам сердце, кто знает, кроме Него, доброго понимания. Аминь Псалом 97 говорит Господь царствует, да возрадуется земля, да возрадуется этому множество островов Вокруг Него облака и тьма, праведность и суд, обиталище престола Его Перед Ним идет огонь и сжигает врагов вокруг Его молнии освещали мир, земля видела и дрожала Холмы таяли, как воск, от лица господа, от лица господа всей земли Небеса провозглашают Его праведность, и все люди видят Его славу Будь прокляты все служащие суканам, хвастающиеся долз, поклоняйтесь Ему, все Боги Все он услышал и обрадовался, и дочери луды радовались судам Твоим, Господи Ибо Ты, Господь, высоко над всей землей, Ты превыше всех богов Вы, любящие господа, ненавидите зло, Он хранит душа своих святых, Он избавляет их от руки нечестивых Свет сеется праведным и радость праведным сердцем Радуйтесь, праведники, о Господе, и воздаи благодарность за память о Его святости Псалом 94, с 1 по 16 говорит Господи Боже, кому принадлежит месть, о Боже, кому принадлежит месть, явись Возвысь, судья земли, воздай награду гордым Господи, доколе нечестивые, доколе восторжествуют нечестивые Как долго они будут говорить грубые вещи И все труженики беззакония хвастаются Они сокрушают твой народ, о Луарди, и сокрушают твое наследие Они убивают вдову и пришельца и убивают сироту Но они говорят, не увидит Господь, и весь бог Якова не посмотрит на это Понимаете, жестокие среди народа, глупые Когда же вы будете мудрыми? Насадивший уханье слышит ли? Тот, кто пронзил глаз, не увидит ли? Наказывающий язычников не исправит ли? Разве не познает обучающий человека? Господь знает человеческие мысли, что они свята Благословен человек, которого ты наказываешь, Господи И учишь его закону твоему, дабы ты успокоил его одни бедствий Доколе не будет вырта яма для нечестивых Ибо Господь не оставит народа своего и не оставит наследия своего Но суд возвратится к правде, и все правое сердцем последует за ним Кто восстанет за меня против злодеев? Или кто за меня встанет против делающих беззаконие? Правые двойные английские кавычки Псалом 79 говорит О Боже, язычники вошли в удел Твоё, Твой святой храм осквернили Вы превратили Иерусалим в груды-груды Они отдали трупы рабов Твоих пищу птицам небесным, плоти Того Твоего, зверям земным Кровь свою пролили они, как вода, вокруг Иерусалима, и хранить их было некому Мы стали упреком для наших ближних, презрением и насмешкой для окружающих нас Как долго, Господь? Будешь ли ты сердиться навсегда? Будет ли Твоя ревность гореть огнем? Изли гнев Твой на язычников, которые не познали Тебя, и на царство, которые не призывали имя Твое Ибо они пожрали Якова и опустошили жилища Его О, не вспоминай о прежних беззакониях против нас, пусть Твоя нежная милость скоро предотвратит нас, ибо мы очень унижены Помоги нам, Боже нашего спасения, во славу имени Твоего, и избавь нас и очисти грехи наши ради имени Твоего Для чего язычникам говорить, где их сбойх? Да станет он среди язычников известным в наших глазах отмщением за пролитую кровь рабовь Твоих Пусть вздох узника предстанет перед Тобой, по величине силы Твоей хранишланга, назначенного на смерть, и семикратно воздай ближним нашим в недры их поношения, которым они поносили Тебя, Господи И мы, народ Твой, и овцы пастбища Твоих будем вечно благодарить Тебя, воздать хвалу Тебе всем поколениям Как вы уже слышали в трех словах всемогущего Бога, все слова говорят нам, что Бог восстановит справедливость для своего народа и что Он не потерпит криков осуждения своего народа Примечание, Бог есть истина, и поэтому праведность и суд – основание Его престола Ни в коем случае, Божье основание – праведный суд Перед Ним идет огонь, да Всемогущий Бог – это огонь всепоглощающий Все, кто противостоит Троице, будут поглощены огнем Молния придаст яркости миру, и они увидят следующее действие, сияющее, как солнце Кто отстаивает истину Бога? Да, мало кто будет спорить об истине всемогущего Бога Послание Эфиопия свет миру в первую очередь предназначалось для передачи истины Так продолжается пятнадцать лет По словам всемогущего Бога выше, обратите внимание на значение каждого слова Что значит вошли в наследство Товое? Вы это ясно видите Сегодня вы не должны сомневаться, что в Эфиопию вторглись глобальные войны дьявола Чью повестку дня преследует наш лидер сегодня Да, они, исполнители глобальной кампании дьявола Британское разведывательное управление, агентство США разведки в Объединенных Арабских Эмиратах Саудовские спецслужбы Зачем они деньги выливают? Почему их шпионы ходят утром и ночью? Фактически, вы видели, как многие динаминации в Эфиопии были исстреблены и изгнаны Российские силы тигрейцев разгоняли, преследовали и преследовали Эфиопию в течение 29 лет Нынешнее правительство, вышедшее из его чрева, это змея, изменившая свой внешний вид Это хорошо показано восьмом сообщении Правительство усиливает скоординированную кампанию НФОТ по разрушению нашей церкви ТПЛФ его отца, он во многом разрушил нашу церковь, монастыри, прадедов Сегодняшнее правительство изменило свое лицо на новое и соответствует британским и американским планам Это правительство Абия Ахмеда, церковь рухнула с тех пор, как пришла к власти, он был сожжен Все его члены ведут войну и геноции против общины Амбхара, которая приняла эту веру не только с точки зрения планирования и стратегии, но и перед лицом открытого антисемитизма Этот режим был основан народом Рома Не все Ромы люди, но большая часть восточной и западной частей Рома Он основан на ересе и исламе За два с половиной года он поглотил большое количество людей Он долго к этому готовился и к этому стремился Даже если это будет желание Тем не менее, он разрушил наследие Бога Мы видели это в словах всемогущего Бога, который он показал нам, сжег и разрушив церковь Поэтому призываю всех читателей понять, что суждение очень трудное По этой причине я поместил слова всемогущего Бога на входной двери перед тем, как перейти к основному посланию Произошедшая чистка беспрецедентна в истории человечества Это доказывает, насколько силен и неудержим гнев Бога После этого видения вы найдете в Откровении Анна, главы 16, 18, 19, когда слово выражено, он представляет собой поток гнева Он также показывает его вес Я призываю вас понять, что цель – исполнить слова всемогущего Бога, упомянутые в Откровении от Иоанна 20 Основное содержание и цель сообщения Сообщение вышло, как и в предыдущих посланиях, он не только передается рабом всемогущего Бога, скорее, это ясно доказывает, что это послание мирового светлого правительства Эфиопия Он подтверждает серьезность послания и его исполнение в могучей воле Троицы Сообщение касается многих вещей Это показывает правду и суждение, исполнение В нем описывается вчерашний искренний приговор Троицы и то, что было сделано и будет сделано в процессе Он также описывает очищения и действия, которых никогда не было в истории человечества Самый сложный из всех, он содержит мощные исполнительные решения Это время беспрецедентных потрясений Точку запятой решающие значения имеют строгие команды Это откровение того, что еще не было открыто, что держалось в секрете Противоречия между верующими и неверующими, то последствия как нечестивые слуги дьявола будут четко определены Божественной властью о Троице, это прямое повеление, правило и повеление о рабов и слуг всемогущего Бога Это сообщение о неотложных и мощных командах Очень важно, чтобы все потомки Адама прочитали и послушали Все потомки Адама, где бы они ни жили, будут судимы Троицей Так что слушай Старый змей, дракон, лжепророк, правительство, организация, религиозные учреждения, современные политические картежники, богатые люди, которые все поклоняются дьяволу, получили ли они свой знак или нет, и которые продали свою душу заради их плоти и будут включены в праведный суд Слышат они это или нет, наша миссия, выразить это Сообщать плохие новости плохому человеку, для того, кто благословлен, это только для того, чтобы выразить благую весть И по сей день, всем потомкам Адама было отправлено как минимум 7 сообщений С 2011 года по эфиопскому календарю, в основном на ТЛ Играм Ченнел, канал, запущенный нашим сыном Бруком, называется Откровение Атеана 20 На этой странице эфиопский свет мира постоянно пытается достичь всех потомков Адама посланиями, заявлениями, учениями, советами и командами Он был переведен на разные языки семьями Бога при полной поддержке нашего Спасителя Иисуса Христа и Девы Марии, и стал доступен всему человечеству Согласно посланию и решению всемогущего Бога, мы не должны были видеть сегодня даже ваш знак Однако мы были в ярости от того, что вы все еще живы со своим высокомерием, своими прошлыми преступлениями и отступничеством, своим гомосексуализмом и прелюбодеянием, своей высокомерной и необузданной греховностью в мировой истории Нам было жаль нашего Бога, Троица Авраама и терпения Девы Марии, мы спорили, но мы люди, и наше терпение равно человеческому Но терпение Господа нашего Спасителя непостижимо Вот почему вы все еще здесь Но теперь у вас больше нет времени использовать терпение всемогущего Бога и Девы Этого не может быть Это сообщение предназначено только для объявления о вашем достижении По всей день за терпение приходится расплачиваться Поскольку чаша полна, вы будете присутствовать на последнем пиршестве смерти Всем потомкам Адама полезно читать и слушать ее Потому что были объявлены и его жизнь, и его прощание, это также помогает понять баланс справедливости Прочитай внимательно Существует также краткое описание личностей избранных служителей Бога и Девы Марии Это согласно Божественному повелению Троицы через пятнадцать лет Для того, кто дойдет до воскресения, поздравляю Ибо тщеславные люди этого мира, богаты грехом, верны к дьяволу, злым поколением Это новости об их смерти и уничтожении Это сэта закончилось Беги! Говоря это, звук уже слышал, сильный гром, сошел с престола Троица, творец всего творения, с небес Да, позвольте мне повторять вас снова и снова, ваш окончательный приказ пришел Послушайте потомков Адама Слушать! Твое могущественное разрушение постигло меня в конце века, и он пришел погубить тебя и заставить умолять о смерти Слова всемогущего Бога говорят нам И я услышал из храма громкий голос, говорящий семья ангелам, и детей вылейте чашу гнева Божьего на землю Первый пошел и вылил чашу свою на землю, и на людей, имевших начертания звери, и на тех, кто поклонялся его образу, выплыл злобонная мучительная рана Когда это произойдет, отступничество, католицизм, ислам, синтаизм, буддизм, индуизм, помазание, пробуждение судьбы и д Все, кто поклоняется Богу и поклоняются зверю, будут избиты кем-либо, кроме эфиопской православной церкви Рана настолько сильна, что не может быть заживлена И второй ангел вылил чашу свою в море, и он стал, как кровь мертвого человека, и каждая живая душа умерла в море Примечание Если этот взрыв уничтожит всю морскую жизнь, вся рыба, составляющая 50% пищи человека, будет уничтожена И это превращается в неприятный запах, и все море становится источником плохих болезней И третий ангел вылил чашу свою на реки и источники вод, и они стали кровью И я слышал, как ангел вод сказал, ты праведник, Господи, который есть и был, и будет, потому что ты так судил Ибо они пролили кровь святых и пророков, и ты дал им пить кровь, ибо они достойны И я услышал, как другой из жертвенника сказал, так, Господь Бог всемогущий Верны и праведны суды твои Запятая когда мы понимаем значение этого, если бы реки и источники на земле были кровью Это было бы похоже на народ Египта, умирающий от жажды Если все люди потеряют воду, этого не продержится и неделя Море не пьет, потому что оно соленное И четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дана ему в силу сжигать людей огнем И опалялись люди сильным зноем и хулили имя Бога, которая имеет власть над всеми язвами И не раскаивались, чтобы воздать ему славу Запятая посему, боли и всех ран и жажды воды, огненный и пылающий огонь пойдет на всех нечестивых Когда он ищет смерти, а смерть прячется, с этим он начал оскорблять Бога Как его отец, дьявол Пятый ангел вылил чашу свою на седло звери, и его царство было полно тьмы И они грызли свои языки от боли, и хулили Бога Небесного за свои боли и свои язвы И не раскаялись в своих делах Запятая это действие пришел перед из вас, жжение и жгучая рана Жжение, горящий огонь, скрежет зубов, неудержимая смерть, вот что с тобой будет И шестой ангел вылил чашу свою великую реку Ефрат, и вода в нем исохла, чтобы приготовить путь царям восточным И я видел трех нечистых духов, подобных жабам, вышедших и спасти дракона, и спасти зверя из уст лжепророка Ибо они духи бесовские, творящие чудеса, которые выходят к царям земли и всего мира, чтобы собрать их на битву в тот великий день всемогущего Бога Вот, я пришел как вор Блажен тот, кто наблюдает и хранит свои одежды, чтобы он не пошел нагим, и они не увидели позора его И он собрал их на место, называемое на еврейском языке Армагейден Запятая это тот, что вас ждет, это будет война, которая охватит весь мир и захватит большую часть населения мира И седьмой ангел вылил чашу свою в воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос говорящий, свершилось И были голоса, громы и молния, и произошло сильное землетрясение, какого не было с тех пор, как на земле были люди, такое сильное землетрясение, и такое сильное И великий город разделился на три части, и города народов пали, и явился Вавилон великий в память перед Богом, чтобы дать ему чашу с вином ярости гнева его И все острова убежали, и гор не нашлось И упал на людей великий град с неба, каждый камень величиной стал ант, и люди хулили Бога из-за язвы града, ибо язва его была чрезвычайно велика Мы уже посмотрели слова Откровения Иоанна, глава 16 Как вы, возможно, слышали от Всевышнего, апостола Иоанн, которого любил и почитал наш Господь и Спаситель, был твердым видением всемогущего Бога на острове Патмос Как я уже объяснял вам раньше в нашем уроке, всемогущий Бог всегда не делает ничего, не предупредив, чтобы его любимых слуг, что он намерен делать В результате он заверил своего возлюбленного апостола Иоанна в будущем всего в мире Вот Господь, наш Спаситель, подтверждающий слово, в сопровождении Архангела, исполняющего слово Послушайте, все вы, потомки Адама, ибо чаша полна Троица Авраама, которую вы презирали, отвергали и за которую боролись, пришла, чтобы включить вас в свой приговор Слушайте меня, мой народ Все, что вы видели до сих пор, это было психологическое наказание, может быть, тебя пытались вернуть Этого не могло быть Вы пошли от плохого к худшему Из-за вашей гордости и отступничества все наши усилия найти способ спастись для вас были напрасны Вы толкнули его своей разрушительной силой Ты даже не дал маленькую цену за протянутую руку Мерсии Вы не покаялись в том возрасте, который вам был дан, но вы уповали на старого змея и сделали лжепророка своим Богом Вы радовались предательству Вы растоптали за Господа и нашего Спасителя Иисуса Христа терпение с высокомерием и отступничество Если вас не тревожат беспорядки и голод, болезни и войны, геноцид и геноцид, расовые и религиозные войны, стихийные бедствия, землетрясения и собрания Творца Если вы презираете все патриархальные наказания и говорите, что не знаете вашу божественность вообще, вы враг Бога Что произойдет, если вы будете поклоняться дьяволу? Что ожидать? Вам было дано много времени, но вы использовали его для поклонения дьяволу? Своим худшим отступничеством вы навлекли на себя необратимый гнев всемогущего Бога Вот голос твоего исполнения от престола всемогущего Бога Закончилось Семь ангелов бросились на землю, чтобы извлечь ашу гнева Где же тогда спрятаться? Мы взывали к вам, чтобы вы не упали из этой плечи и не исчезли вместе со своей расой Этого не могло быть Я, тщеславный, верный слуга Троицы, за пятнадцать лет все закончил Я не хотел снова пытаться связаться с тобой, но потому что это был сильный приказ Троицы О любви моего отца к заповедям его отца, ради моей матери Девы Марии, я вам скажу, что вам печально Послушайте, это конец Слушать У тебя есть время только послушать и попрощаться У тебя больше нет времени Закончилось Кто поклоняется зверю? Вы должны это четко знать Подавляющее большинство христиан затрудняются понять пророческое слово откровения Это потому, что мы не просим всемогущего Бога прочитать значение видения под руководством Святого Духа Многие так называемые современные ученые руководствуются своими дьявольскими очками и интерпретируют это как дурную идею Здесь, в нашей стране, чтобы смело посеять семена сомнений, они выпустили книгу, которая тяготит умы людей Они сделали это, это было сделано для того, чтобы противоречить тому, что было заявлено в календаре Эфиопии над 2004 год Эфиопии, свет мира номер пять Потому что я точно знаю, что это за писателя Мы увидим результаты, поскольку их суждение было выполнено Вернемся к нашей основной мысли, кто поклоняется зверю и принимает начертания То, что мы описываем в первом ряду, еретики, затем их мать, католичка, после этого ислам является основным Такие религии, как Азия, Китай, Таиланд, Корея, Вьетнам, Камбоджа, Монголия и другие части мира Такие как синтоистский буддизм, буддизм, индия, индуизм, сикхизм, составляют около 90% населения мира Помимо этого, есть те, кому поклоняются разные боги, а есть те, кто атеисты Кто не узнает начертания зверей и не поклоняется ему Да понятно Истинно православные верующие Тевахеда, те, кто поклоняются троицей в истинной духе Крестились за сорок дней и получили славу троицы Те, кто не исповедуют язычество в своей вере Те, кто сохраняют свою веру Кто ходят в святости перед всемогущим Богом и Девой Марией Это единственные, кто не поклонялся зверю и не принял знак Это факт Кого же тогда нужно спасти? Кто переживет воскресенье? Я повторяю, он приступит Кто не поклоняется зверю, не принимает его начертания и не поклоняется ему Сообщите нам, что поклонение богатству, знаниям и силе Это не ее форма поклонения зверю Примечание, сегодня, в настоящее время Кто основные представители или командные пункты звери? Упомянем их в их стране Великобритания, США, Китай, Франция, Германия, Израиль, Саудовская Аравия, Турция, Иран, Корея, Корея, Австралия, Бразилия, Индия, Испания, Канада, Южная Африка, Япония, Италия и другие меньшие страны И они, служат дьяволу как исполнитель команд и помощник Вавилон, Америка, воплощение зверя, он основан на слезах и крови бедных Хорошо известно, что Британия колонизировала половину мира И, проводя эту экспансию, они вырезали ее жителей И в их руках были миллионы невинных кровей Британские, французские, португальские, испанские, итальянские и немецкие инженеры Главные инженеры кровопролителей на этой земле В Азии, России и Корее, Японии, Корее и другие сыграли важную роль в казне зверя Сегодня, они обновили свое поклонение и идут по тому же пути Нет правительства или людей, которые не поклоняются зверю и не несут его печать Начиная с правителей нашей страны, великие и малые страны Все правители и их прелюбодеяния поклоняются зверю и несут знак Рядом с еретиками и католиками, которые поклоняются зверю и имеют начертание следующее Ислам, эта вера является полностью ложным мифом, взятым из древней книги Змеи и Дьявола, книги Тьмы Эта вера уничтожала всех на протяжении более 1400 лет и уводила их из образа жизни Эта вера, пролившая кровь истинных пророков и праведников, православная вера Тиваэда Эта вера не имеет ничего общего с реальностью, он полный мифов и притч Он возник в том месте, которое мы сейчас называем Саудовской Равией Сегодня более миллиарда мусульман находятся в столице, Мекки, приветствуют царство дьявола Они кланяются В результате они поклонились зверю и получили знак Среди мусульман есть высказывания или пророчества, особенно в районе Мекки, где живут мусульмане Он таков, в будущем в Эфиопию поднимется лысый царь Этот человек уничтожит ислам, а также его столицу Мекку Только несколько человек выживут, а не верят, что остальное будет потеряно Это утверждение хорошо известно старшим мусульманам Молодой ислам не обращает на это особого внимания, но это правда Могут быть краткие люди, которых Бог любит в любое время И для одного краткого исламского человека, возможно, Бог открыл ему Тем не менее, они обязательно погибнут, потому что ислам пролил столько крови Они будут смятены Царь, который будет править в Эфиопии, император Теодрос Понимать это Время стекло, он подошел к их двери Он уничтожит их Надежный и любимый всемогущего Бога С полным силой всемогущего Бога Никакая земная сила не может противостоять ей Верный слуга Троицы Ибо это истинно открывалось в Эфиопии В свете мировых посланий на протяжении 15 лет Этот мир и его обитатели никогда этого не примут Для этого поколения это то же самое, что пьете алоэ Чтобы получить правду Не принимайте это, вы получите его Пока умираете Послания Эфиопии Свет миру распространяются среди всех потомков Адама в течение 15 лет Что делают для поколения, которое закрыло ухо для его послания Ислам, один из инструментов дьявола, известны своим высокомерием, отступничеством и разрушением Когда им советуют, они не слушают Они полны ненависти и презрения Они не считают людьми тех, кто не исповедует ислам Им была дана величайшая возможность покаяться, но они не воспользовались ею Следовательно, согласно этому посланию, чаша, которую они получат, будет подобна еретикам Пусть до вас дойдет эта плохая новость Больше никаких шансов, ты похоронил это со своей гордостью Нет ни одной части мира без ислама, есть повсюду в мире Их больше полутора миллиардов Как я упоминал выше, все казни семи ангелов также предназначены для мусульман Потому что они поклонялись и приняли начертания прежнего змея, дракона и уже пророка Верование Кита и подобное верование, даосизм, конфуцианство, буддизм, синтаизм полностью отрицает Троицу Они поклоняются идолам, философия и драконам Это верования, которые наиболее ясно показывают, что те, кто поклоняются старому змею, дракону, лже-пророку, держали этот знак Они также отмечают свой год, называя его, год собаки, год крысы, год дракона, год обезьяны и год дракона Эта вера выходит за пределы Китая и проникла во Вьетнам, Таиланд, Непал, Камбоджу, Корею и Японию Они долгое время проливали кровь невинных на своей земле, чтобы утвердиться Следовательно, они включены в правосудие всемогущего Бога Их нужно уничтожить и уничтожить Их население составляет 1,8 миллиарда человек Индия, индуизм является основной религией Индии и охватывает 80% населения Индии 14% исповедуют ислам Выжившие после этого, она придерживается сикхизма и многих других фрагментированных языческих религий В этой стране были набожные последователи православной церкви Сегодня их практически нет Эти убеждения сына дьявола разрушили Тиваэда Индия пролила много невинной крови Это страна с населением 3 миллиарда человек Они открыто поклонились зверю и до сих пор стоят так Все они будут смятены и уничтожены Типы убеждений, которые ему перечислили выше, если перечислять их в цифрах Ересь, протестанты, католицизм и другие христианские верования 2,2 миллиарда Синтаизм, буддизм, даосизм, конфуцианство Всего около 2 миллиардов Индуизм, сикхизм и другие 1,3 миллиарда Православные, только по именам Почти полмиллиарда Православные верующие Тивахеда Они достигают 100 миллионов Атоисты, неверующие, традиционные верующие По оценкам, 1 миллиард В итоге, есть около 7,5 миллиарда людей за пределами православной Туахеду Итак, все, кроме ортодоксального Тиваэда Они поклонялись, поклонялись, взяли начертания и заработали деньги звери Старого змея, древнего дракона, лжепророка В этой коллекции, за то, что они не покаялись На них падут все язвы, описанные в 16 главе Откровения Они будут сметены земли великому гневе Троицы Всего в мире около 205 стран Все они основаны на убеждениях, перечисленных нами выше Согласно выявленному и определенному суждению Стои на своем уделе, согласно приговору и повелению Данным Троицы, они скоро будут уничтожены божественным гневом О чем говорится в 18 главе Откровения Иоанна? Слово всемогущего Бога говорит И после этого я увидел другого ангела Сходящего с неба, имеющего великую силу И земля светилась его славой И он сильно закричал сильным голосом Сказав, пал, пал Вавилон Великий И сделался жилищем бесов Пристанищем всякого нечистого духа И клеткой всякой нечистой и ненавистной птицы Ибо все народы напились вина гнева блуды ее И цари земли блуды действовали с нею И земные кутцы разбогатели от изобилия ее деликатесов Кавычка Разве никто не знает Америку? Никто Все ее знают Младенец из бутилочки с молоком Тоже знает ее Если кто-нибудь, кого Америка не сделала Если кто-нибудь, кто ничего не стал гомосексуалистом Из-за США Если кто-нибудь, что не заказывал США Если кто-нибудь, кто осмелится ослушаться Америки Если страна или организация, которые Америка не заказывает Мы видели и слышали все ее восстание Прошло пятнадцать лет с момента вынесения приговора Разве равные британцы, французы, китайцы, иранцы, турки, саудиты не являются врагами Бога, которые являются вернейшими слугами дьявола? Да, они Откровение Иоанна, глава девятнадцать, слово всемогущего Бога также говорят нам об этом И после сего я услышал громкий голос многих людей на небе, говорящий, Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу Богу нашему, ибо верны и праведны суды его, ибо он судил великую блудницу, которая развратила землю своим блудом, и отомстила за кровь рабов своих в ее руке И снова они сказали, Аллилуйя И ее дым поднимался во веки веков И двадцать четыре старца и четыре животного поля поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, Аминь, Аллилуйя И от престола раздался голос, говорящий, Хвалите Бога нашего, все рабы его и боящиеся его, малые и великие И я слышал как бы голос великого народа и как голос вот многих и как голос сильных громов, говорящий, Аллилуйя Ибо Господь Бог всемогущий царствует Возрадуйтесь и возрадуйтесь и воздадим ему честь, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя И дано было ей одеться весом чистой и белой, ибо весом есть правда святых И он сказал мне, напиши, блаженно званая на брачную вечерю Агнца И он говорит мне, это истинные слова Бога Откровение Иоанна, глава 19, с 1 по 9 Моя семья, Божья семья Да, Божья семья Светлые семьи эфиопского мира И все вы, у кого была возможность услышать это послание и всем предыдущих посланий Пусть Бог даст вам разум понять этот великий секрет Божьей истины Вы никогда не узнаете, пока Бог не просветит ваш разум Ибо нет потомка Адама, которого не обманул старый змей, лжепророк древности Некоторые из вас, возлюбленные, избранные Богом те, кто, пережил великую скорбь вам, нужно утешиться Потому что сегодня будет твой день Ваш свет будет сиять, ваша усталость будет видна, ваше время будет снято, и наш спаситель Иисус должен вознаградить вас Так что слава Богу А вы, нечестивые, поклонники старого змея, верные поклонники лжепророка и поклонники дракона Говорите, горе себе Куда ты сбежишь? День не пройдет Минута не будет долгой Тебе не сбежать Америка Англия Франция Китай Россия Индия Израиль Пакистан Северная Корея Иран Ядерные держатели Чертовы палаты Вы пролили всю эту кровь бедных, как поток воды И вы готовы пролить еще одну великую кровь Тебе не сбежать Ты, проливший кровь невинных забывшего змея Презирающий твоего создателя Не покаявшийся Все вы, включая ваших собственных сообщников правительства, чума будут падать на вас, пока вы не будете уничтожены с лица земли Суд Вавилона явился в первом послании ввести 15 лет назад Произойдет это сегодня Это правда Слова всемогущего Бога, описанные в Откровении Анна, главы 16, 18 и 19, являются волей и действиями Бога Которые должны быть выполнены Кого по плоти называют Израилем? Что это значит? Почему они называются? Если мы не можем этого понять, мы не можем понять волю Бога, исполнение ее идеи и почему Те, кого по плоти называют Израилем, это земля, которую мы видим сегодня В ее прошлой истории Бог учил все человечество, что мы не должны поклоняться другим Богам, кроме Него, что мы должны бояться Его и поклоняться Ему Это страна, где люди были посажены для этой цели всемогущим Богом Скрытые истории рассказывают нам, что это был народ, который Бог насадил до создания Израилей, законом, написанном в их сердцах и в их разуме Эти люди жили и поклонялись Ему, всемогущему Богу Еще была великая страна, которая правила землей Как указано в восьмом сообщении, в мире было не менее 150 королевств, они доверяли и поклонялись Богу, называя Его Эль, расширяя свою империю Они были самым прославленным из всех царств мира В Афиопы Например, император Синдикалма был императором в 4500 году до н.э. Император Синдикалма завоевал всю Африку, включая Дальний Восток, Азию и часть Европы Он правил не менее чем 150 королевствами Как описано в предыдущем сообщении 8, странице 25 и 26 В то время всемогущий Бог открывал им очень мало Эта маленькая вспышка света поразила наших предков И они очень много работали и изо всех сил пытались найти Бога Они не видели Бога, и Бог не открыл им тайну Но они полюбили Его и в очень маленьким откровением Они верили и доверяли Ему Они доверяли Ему в страхе и любви Они отстаивали справедливость и хорошее управление При всем этом всемогущий Бог любил и уважал их Император Синдикалма находился у власти более 400 лет Его сын, император Афилос, расширил свою империю воли Бога больше, чем его отец И он уважал и любил всемогущего Бога, которого он называл Эль Он стал отцом мира, провившим 450 лет Когда все это будет сделано, не было страны под названием Израиль Во время создания Израиля было время, когда человечество превратилось в законовыми в закон писанный Когда Моисею было велено освободить народ Израиля из египетского рабства Это было в память об обещании Бога их правцу Аврааму Бог ясно излагает свою заповедь, чтобы принести пользу человечеству И в соответствии со способностями людей принимать и нести его славу Он выбрал Израиль для большой чести Как вы можете ясно видеть из их истории, он с огромной силой чудесным образом назвал народ Израиля моим народом И приказал Фараону освободить мой народ и служить мне Однако Фараон, отказавшийся повиноваться, наложил ужасную чуму на свой народ Утопив его в море и насильственно освободив израильтян Израильтяне были очень упрямы С самого начала только их дети могли достичь обетованного места Потому что они отвергли Бога, поклонялись идолам и злили его на протяжении всего пути Но они упали в пустыне и остались Мой народ Когда вы думаете об израильтянах, вы видите, что весь Ветхий Завет От Библии, от Бытия до Евангелия Наполнен взлетами и падениями в жизни народа Израиля В этой жизни не настолько, насколько любит Бог Они провели величайшие испытания временем, дерзнув, отрицая и создавая идолов Хотя всемогущий Бог воспитал самых любимых и верных пророков Они не использовали их, народы использовали их лучше, чем они сами Мы должны понимать, что высказывания пророка не почитают в его собственной стране И исходят от этих извращенных израильтян Бог сожалел, что назвал их Моим народом И Он призвал Моисея на Гурсины и выразил свой гнев на их непослушание Когда Он дал ему десять заповедей Хотя Моисей пробыл там сорок дней Когда Моисей не являлся израильтянам сорок дней Израильтяне быстро отрицали это Они сделали идолов и поклонялись им Они желали Египта Именно в это время, что Бог сказал Моисею И сказал Господь Моисею Я вижу народ сей, и вот, это жестоковы люди Итак оставь меня, да воспламенится гнев мой На воспламенится генстых, и истреблю их И произведу от тебя народ Ибо Моисей был сострадателен Он сказал Богу, для чего египтянам говорить и говорить За злон вывел их, чтобы убить их в горах Истребить их с лица земли Отвернись от ярости твоей гневоси И покайся в этом зле против народа твоего Просили всемогущего Бога Это убеждает нас в том, что народ Израиля Не поверил Всевышнему Они думали только о своей плоти Согласно Божьему слову В то время мы дионите не были их лёпами До этого их любили много лет История показала, что на протяжении тысяч лет Они любили Бога и доверяли Ему всем своим сердцем Поскольку они скорее искали Его всем своим сердцем и душой Бог по-прежнему любит эфиопский народ Особенно тех, кто твёрд в православной вере Поскольку ваши отцы любили вас за вашу веру Он поклялся и побещал воздать вам славу Ваших отцов со многими благословениями и любовью сегодня Я сказал вам эту правду в семи и посланиях подряд 15 лет назад Как мне было велено? Почему по плоти они названы Израилем? Почему они не верили в воскресенье? Ответ близок Во время милости, в любимое время Господь и наш Спаситель Иисус Христос пришёл к своему народу Израилей Когда Он пришёл, чтобы спасти человечество от рабства дьявлу, как Он обещал Они Его не приняли Они ждали, когда весь мир будет свергнут Его военной силой Тот, кто родился в сарае, не был для них мужчиной Они передали Его на смерть Они распяли Его и убили Они не верили в Него, хотя Он победил смерть Они преследовали и убивали Его учеников Потому что их расчёт был их плотью Поэтому они были названы Израилем по плоти Их достоинство и любовь от Бога перекочавали в Эфиопию Ковчег Сиона переместился в Эфиопию Потому что слава Израиля досталась верным Эфиопам Израиль по плоти по-прежнему объединён с Вавилоном, Америкой И старый змей, древний дракон и поклонник лжепророка Это те, кого вы ясно видите в отступничестве сегодня Это те, кого называют Израилем по плоти Почему Эфиопов называют Израилем по душе? Как мы видели выше, всемогущий Бог любил Эфиопов за их верность До того, как был написан Писанный Закон Бог дал им самое славное царство на земле И они жили с честью Они доверяли Ему тысячи лет Они приняли Евангелие с любовью, веря в Его Слово, не видя Его Даже сегодня, в горниле скорби Они подтверждают Ветхий Завет из Нового Завета И продолжают твёрдо держаться единой веры в Бога В это время милосердие, во течение 700 лет старый змей, дракон, лжепророк, ведёт компанию по уничтожению Эфиопия, которая не отказалась от своей религии Тивахеда Он продолжает это делать и сегодня Весь мир поклонялся старому змею, дракону, лжепророку, и он получил свой знак Только православная церковь Сиваеда и её верующие не поклонились дьяволу Мой народ, 700 лет, это не 7 дней, месяцев или лет Значит, 7 поколений назад Наши предки были замечательными Сегодня, в каком аспекте мира вы видите за Господа и нашего Спасителя Иисуса Христа, Богоматери, святых мучеников, Архангела и прославляется и хвалил? Это не ебздела в другом мире Ночью, литургии, гимн, завет, праздники из месяца в месяц Люди, которые две трети года постятся Люди, которые боятся Бога и раскоеваются, исповедуя свои грехи перед Его слугами Где люди, которые вместе кормятся и позволили царствовать любви Их называют голодными людьми номер один в мире Они до сих пор живут, будучи побежденными и преследуемыми врагом Самый ненавистный народ во всех странах из-за того, что ее веры любит Бог Это народ Эфиопия, который придерживался его ортодоксальной веры Тевахеда Израиль душой или Эфиопия, все они или ее враги Великобритания, США, Франция, Китай, Германия, вся Европа, Азия, Австралия, Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет, Канада, Израиль Латинская Америка и остальной мир являются ее врагами номер один Почему это случилось? Да, потому что православная церковь Сиваеда укрепила свою веру Это люди Амхара, которые приняли эту веру, и сегодня их убивают, преследуют и убивают в их собственной стране Нет смысла повторять это снова, потому что вы это смотрите И друзья, и враги должны осознавать, что это была плата за их веру Мой народ, мы, Эфиопы, так называемый Израиль под душе, самый любимый народ Роица и Дева Мария, это верные дети Бога, которые поклоняются православной вере Тивахеда и поклоняются ей правдиво и духовно Зная весь мир, это правда Знаете сегодня, что вы, потомки Адама, весь человеческий род, прежде чем сказать, что я не слышал и не понимал Послушайте меня, прежде чем говорить, мои правители обманули меня, и мои динаминации уничтожили меня Вы сделали дьявола своим королем Вы поклонялись древнему змею так же, как дуракону, вы уповали на лжепророка, вы поклонялись ему, вы унаследовали его начертания и унаследовали его от своих предков Это правда Если посчитать количество людей, принявших возлюбленную Богом веру, то православная Тиваеда, собравшаяся повсюду, менее 50 миллионов Вы заставили 7,5 миллиарда человек, которые покрывают всю землю, поклоняться дьяволу, и сделали дьявола своими деньгами Это правда Вот и все Не время винить Настал час суда Вам суждено получить плату за ваши грехи, как за пролитую кровь вашим отступничеством и гордостью Выявлены ваши тысячи лет насилия Израиль душой или Эфиопия, то, кого вы презирали, православную веру Тиваеда, ее флаг, зеленый, желтый, красный, любил и помнил всемогущий Бог, вас отдали в плен в Эфиопию Но сначала вы будете раздавлены, потому что это ваш суд Вы будете зажарены в печи смерти Это правда Ближе к концу страницы он объявляет о вашем завершении всего, с чем вы сталкиваетесь Итак, все из вас обратят на это внимание Эфиопов нелегко назвать Израилем в душе Они пожертвовали многими своими людьми Они укрепили свою веру и своим поведением завоевали любовь всемогущего Бога Они верны, в отличие от Израиля, который прошел, как тень Они устают из-за Его имени, потому что они любили Его и слушались Его Он выбрал их, полюбил, одобрил и почитал Он любил их, потому что они жили по Его воле, давая начало дням Его милости Продолжая пребывать в духе, слыша и веря слову веры Чтобы стать все более и более чистыми патриотическими героями Веруя в нашего Спасителя Иисуса Христа, в огненной печи 700 лет великой скарбы и гонений Претерпел все страдания и жил практически верой Таким образом, Бог, Создатель всего сущего, одобрил Тевахеда, Эфиоп, Эфиопство, символ Завета Мноя Зеленый, желтый и красный флаг, православных верующих Тевахеда, проливших свою кровь Он избрал их, насадил в первом воскресенье и утешил их для своего будущего воскресенья Я рассказал вам мир, я указал вам в своем первом сообщении Вы не слышали, вы не обратили внимания на сообщение Ты презирал это, ты все тот же сегодня, прошло 15 лет, выпей это, потому что это правда, даже если тебе сегодня это горько Ибо слово всемогущего Бога не напрасно Вот правда, мой народ, Божий народ Как я объяснил вам выше, правда пришла Пришло время Богу подтвердить свое обещание, которое Он обещал много веков назад Тот, кто простирал синиц перед старым змеем, драконом, лжепророком, ересью, католицизмом, исламом, расизмом, ересью, синтаизмом, даосизмом, конфуцианством, индуизмом, сикхизмом, идолопоклонством, колдовством, звездными счетчиками, помазанием, благодатью, драмосексуализмом, супружеской измена И все те, кто утверждает, что они образованные, те, кто поклоняется вашим знаниям, вашим документам, вашему богатству, всем вашим действиям и вашему доверию, находятся на пути дьявола Когда вы слышите это, когда вас упрекают, стойте в своем отступничестве, как вы раскаиваетесь Вы продолжали жить в своей вине и в своем худшем грехе Вы отреклись от нашего спасителя Иисуса Христа, который умер за ваши грехи, который простер руку и призвал вас из любви Вместо этого вы поклоняетесь старому змею, дракону и уже пророку Итак, Бог, разгневанный на тебя, пришел сжечь тебя в печи Позвольте мне напомнить вам, что говорилось в первой заповеди, когда всемогущий Бог дал вам десять заповедей Моисея с самого начала Не поклоняйтесь никакому Богу, кроме меня, и не поклоняйтесь никакому идолу на небе или на земле Разве вы этого не сказали? Кого ты боишься? Если бы вы только отрицали и поклонялись Вы, наконец, сразились с ним, вы убили тех, кто веет в его имя, вы убили их, вы пролили их кровь, как груду Вы отдали дань уважения старому змею, дракону, лже-пророку Итак, ваш приговор пришел Постановление от Господа описано в обкровении Анаглавах 16, 18, 19, исходит от престола Бога Всемогущего, чтобы быть выполнено Позвольте мне рассказать вам о результате Вы будете смятены с лица земли в великом гневе и чуме, а ваши потомки будут истреблены Вы будете поглощены огнем Ваш знак не останется навсегда Вот правда Закончилось Закончилось Божий народ и семьи, верящие великую скорбь, дорого заплатили за вашу верность в Троице Все вы, кого убивали, морили голодом, заключали в тюрьму, убивали и преследовали за вашу веру Мой народ, который все еще страдает в то же время за вашей верой в Тевахеда Эфиопский православный Тевахеда, стоявший зеленым, желтым и красным флагом Поздравляем всех вас, кто столько проявил свою веру и кротость во всем мире Вы покорили мир своей верой и настойчивостью Поздравляем героев, очищенных огнем Вы стояли твердо и торжественно, уповая на своего Отца, Господа Иисуса Христа и Деву Марию, вашу Мать, не боясь темных времен дьявола Всемогущего Бога нужно называть вашим Богом Вы не должны смущаться, Он должен вознаграждать вас и любить вас больше Ибо вы, золотые дети, испытанные огнем Что означает Израиль их душой или эфиопство? Тех, кто входят в состав Эфиопии, кого считают гражданами во имя эфиопства, не называют Израилем по душе Они не считаются Так называемый Израиль душой это тот, кто утвердил православную веру Те, кто считает, что Эфиопия, удел Дева Мария Те, кто верит, что Эфиопия, это земля, где открывается и восхваляется слава Троице В будущем, согласно Божьему обетованию Все те, кто принимает и верит, что Эфиопия, это свет миру и правитель мира Израиль душой или получать Елизавета, будут детьми Эфиопия Это настоящие эфиопы Подобно тому, как Исов, отец язычников, был прообразом Израиля по плоти Иаков был прообразом Израиля под душе Потому что он был благословлен Исааком и любим своей матерью Ревекой Сегодня, если мы, эфиопы, отвечаем критериям, о которых я говорил выше То истинные эфиопы, невеста воскресенья Кто не встречает эфиопства? Давайте посмотрим на тех, кто является эфиопами во имя политики Но которые были отрезаны от духа эфиопства Завтра они будут высушены и съедены огнем Еретики, протестанты, эти люди унаследовали белую веру Находятся в полном противоречии с верой Тевахеда И не имеют эфиопских чувств или любви Они поклонники дьявола, антиэфиопии, антиэфиопского флага и антитевахеда Иностранные силы поталкивают их к разрушению страны Католики подобны еретикам Мусульмане, это те, кто не принимает эфиопства и измеряет свою веру мифами Именно они разрушают все и проливают невинную кровь во имя ислама Они недооценивают эфиопство по сравнению со своими арабскими коллегами в Мекке Рассисти и поклонники деревьев и рек также открыто ненавидят эфиопство Они ненавидят наш зелено-желто-красный флаг и даже сжигают его Они открыто заявили, что они не эфиопы Все ортодоксы, не являющиеся Тевахеда, в Эфиопии настроены против эфиопов В настоящий момент, для Эфиопии, кто отстаивает ее истинную славу Все политические игроки от лидера страны, любой, кто хочет знать, что они делают, чем они занимаются, кем они занимаются, мог узнать их потому, что они делают Наше правительство подотчетно не эфиопскому народу, а в первую очередь Соединенному Королевству и Соединенным Штатам, Объединенным Арабским Эмиратом и Саудовской Аравией, а также Китаю Это правительство, которое выполняет их желание остаться у власти Каждая страна в любой части мира, как страна, подчиняется власти сверхдержив Он также является исполнителем их воли Вы поняли следующий шаг выше Это неизбежное решение Как не раз говорили в Эфиопии, останутся только истинные эфиопские православные тевахиды Те, кто ненавидит Эфиопию, ненавидит флаг и презирают его и стремятся уничтожить его Те, кто в нашей церкви, среди людей и на вершине политической структуры Те, кто измеряет страну своим животом Все те, кто продает свою личность ради своего желудка Те, кого оседлали другие Те, кто несет план разрушения Кто не несут камни и преткновения Кто гоняют, как ослы Кто покоряет свой народ ради желудка проливают кровь своего народа А те, кто убивают, преследуют и сажают в тюрьмы, являются антиэфиопами Их суждение бесповоротно Они погибнут со всеми своими потомками Мой народ, вы рассеяны по всей Эфиопии, бедняга, которого убивает ваша эфиопская православная вера Тевахеда Прислушайтесь к моему совету Подумайте о своих отцах Понять их силу Ты их сын Крепко держитесь своей веры, не поступайтесь своей верой Организуйтесь и вооружитесь Никто не может вам помочь, кроме Бога, которому вы доверяете Правительство до вас не дошло Он даже не сделал заявление, когда вас зарезали Правительство, это правительство, которое защищает своих граждан Но это правительство настолько жестоко, что заботится только о своей власти Не существует, не отрицая тот факт, что все правительственные учреждения Адис, Абема заполнены только одна гонка из области Арома Он не оправдал это разрушением Он увольняет их с работы, говоря, что теперь наша очередь Он сел, промыв глаза солью, и ему не стыдно, он говорит, я работаю во имя развития, мира и равенства Но правительство, которое вы видите, ненавидит вас и ненавидит чистого эфиопца, потому что он не хочет вас, потому что его вера, ересь, а ислам ненавидит Бог Он мучает вас и вашей собственной стране, которую нужно удалить вашей стране и вашей стране Но все это твоя вина Вы у его ног умираете Что он может сделать для вас, кроме как убить вас? Так вооружитесь теми, кто искренне любит вашу страну, кто кажется вам верным, защите себя и свою страну Не давайте никому свое оружие Всегда готовьтесь Вдохните отвагу своих отцов Это не только потому, что в Рамхара, вы проводите кампанию в основном из вашей возлюбленной православной веры Тивахеда от Бога Примечание Весь мир борется против веры Тивахеда, чтобы уничтожить вас Причина этого, все убеждения, не относящиеся к Тивахеда, веры отступнические учения старого змея, дракона и уже пророка Все они поклоняются дьяволу и получают его знак Так что скоро они будут унесены великим гневом и чумой Итак, ребята Божий народ Вот почему я говорю вам укреплять свое единство Что в Откровении Атеана 20 говорится о Первом Воскресении О сообщении номер 5, отправленном 21 сентября 2004 года по календарю Эфиопия В нем ясно говорилось о судьбе бывшего змея, дракона, лже-пророка Мои люди, не тайны, которая не была бы открыта Иоанну Потому что апостол Иоанн любил Иисуса больше всего А наш Господь и Спаситель Иисус Христос любил его больше, чем любого другого апостола Иоанн, ясно показавший свою сердечную любовь, был глубоко опечален страданиями нашего Господа от начала до конца В апостоле целостности Джона никогда не изменялся Господь доверил свою мать быть нашей матерью Иоанну, сказав, вот твоя мать Мой народ, апостол Иоанн был сердечным другом Господа И когда он рассказывал о том, что он слышал и понимал своими словами Он объяснил, что он понимает многие тайны, которые невозможно объяснить в книге Этот апостол написал истину о будущем мира, открытую ему Господом В конце Библии, о заглавленном откровении Иоанна Фактически, если вы ходите верой, вы не должны колебаться вере, как это делал апостол Иоанн Таким же образом вы должны любить Троицу всем своим сердцем, разумом и душой Это не означает, что я умолил величие и мученичество других великих апостолов Все они славны в очах Бога и являются столпом нашей веры Мой народ, позвольте мне сказать вам еще раз сегодня Давайте посмотрим, что говорится в откровении Иоанна, глава 20 Потому что вы находитесь в процессе исполнения И я увидел ангела, спустившегося с неба, с ключом от бездны и большой цепью в руке И он схватил дракона, того старого змея, который есть дьявол и сатана И сковал его тысячу лет, и бросил его в бездонную пропасть И заключил его, и поставил на него печать, чтобы он не обманывал больше народы Пока не исполнится тысяча лет И после этого он должен быть отпущен на короткое время И я увидел престолы, и они сели на них, и был дан им суд И я увидел души тех, которые были обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божие И которые не поклонялись зверю, ни его изображения, ни на их лбу, ни на их руках Не было его знака, и они жили и царствовали со Христом тысячу лет Но остальные из мертвых не жили снова, пока не закончилось тысячи лет Это первое воскрешение Блажен и свят имеющие участие в воскресении первым Над ними смерть вторая не имеет власти Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет И когда пройдет тысяча лет, сатана будет освобожден из своей темницы и выйдет Чтобы обольстить народы, находящиеся в четырех сторонах земли Гога и Магога, чтобы собрать их на битву, число которых как песок морской И они взошли на широту земли, и окружили стан святых вокруг и любимый город И сошел огонь от Бога с неба и пожрал их И дьявол, обманувший их, был брошен в озеро огненное и серное Где находится зверь и лжепророк, и будут мочиться день и ночь во веки веков И я увидел великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежали земля и небо И не нашлось им места И я увидел мертвых, малых и больших, стоящих перед Богом И книги открылись, и открылась другая книга Книга жизни, и мертвые были судимы потому, что написано в книгах, по делам их И бросило море мертвых, бывших в нем И смерть и ад предали мертвых, бывших в них И были судимы каждый по делам своим И смерть и ад были брошены в озеро огненное Это вторая смерть И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное Откровение Иоанна, глава 20, в целой части В сообщении номер 5 от 21 сентября 2004 года, я попытался объяснить значение этого Откровение Иоанна 20 Многие ученые интерпретировали это откровение Иоанна по-разному В своей интерпретации почти все говорят, что не двух воскресений Это первое воскресение при крещении, второе, они говорят, воскресение после принятия окончательного решения Во-вторых, они заключают, что Христос будет царствовать с ними тысячу лет, что этого не произойдет, и что он будет царствовать с ними на последнем суде Так вот, бывший змей, дракон, лжепророк взял под контроль всех правителей Земли Поэтому они интерпретируют это с помощью этой линзы мудрости Поскольку работа лжепророка состоит в том, чтобы распространять ложь как истину Учение великих теологических колледжей, как я уже упоминал выше, потому что лжепророк исказил истину во всех своих теологических учениях Они пришли к выводу, что на Земле не будет воскресения, что воскресение будет только в конце мира Соответственно, воскресение Эфиопии стало для них мифом Истину Божью, открывшуюся в послании Эфиопии, свет миру, мы также повторим в этом девятом послании следующим образом Вот как мы понимаем тысячелетия через откровение Бога Духа Святого Когда мы буквально идем на это, первое слово говорит И я увидел ангела, спустившегося с небес, с ключом от бездны и большой цепью в руке Прежде чем мы увидим это слово, что мы подразумеваем по тысяче лет? Апостол Петр, открывший тайну Божьего времени, говорит нам, что один день считается Богом за тысячу лет, а тысячи лет считаются за один день Следовательно, измерение времени числом не ограничивает волю Бога в любое время и период, но для нас Таким образом, тысячелетия можно сократить, увеличить или частично завершить Бог сказал, что я приду как вор, но он не сказал, что я приду в этот день, в это время, в эту минуту Так что нечего спорить Когда Божья воля исполнена, ее можно сократить или удлинить, поскольку это может быть столько раз, сколько описано Очень важно сохранять свою веру И он схватил дракона, того старого змея, который есть дьявол и сатана, исковал его тысячу лет, и бросил его в бездонную пропасть, и заключил его, и поставил на него печать, чтобы он не должен больше обманывать народы, доколе не исполнится тысячи лет Так мой народ, куда сходят с неба ангел с большой цепью и ключом от бездны? Кого он арестовал для выполнения своего земного поручения? Кого он бросил в бездну? Это старый змей, дракон, дьявол и сатана Те, кто не поклонился и не поклонился зверю, дракону и лжепророку, а также те, кто не принял начертания, будут освобождены праведным судом и утешением Божьим в течение тысячи лет Старый змей, дракон и лжепророк проведут тысячу лет в плену, а после этого его нужно отпустить на небольшой сезон Это указывает на последний час суда Итак, что произойдет после того, как старый змей, дракон и лжепророк будут заключены в тюрьму? После этого я увидел раскинувшиеся троны и увидел человека, сидящего на них Говорит слово видение Человек, это Иисус Он говорит, что есть более чем один престол Это показывает, что все три тела троица существуют и что все будет сделано по их воле А потом Он судил души умерших праведным судом ради нашего Спасителя Иисуса и Слава Божьего Да, многие люди были убиты, замучены за Слово Божье, за истину, за Тевахеда Даже сегодня мы наблюдаем и слышим, что Эфиопская Православная Церковь, особенно Анхард Человек в настоящее время уничтожала план, что мир соглашается с и поддерживает То, что вы видите сегодня, является четким указанием на то, что старый змей, древний дракон и лжепророк, которые существуют сотни лет, являются теми, кто поклоняется символу лжепророка Кто поклонится зверю? Смешан верующий, который постоянно ворует, крадет, лжет, совершает прелюбодеяния, высокомерен, лукав, злой, жестокий и нечестивый Они пастыри, но они верны еретикам, католикам и мусульманам, своим ложным намерениям и инструментам политического режима и верующих И, они верны царству зверей и все, они кланяются зверю Те, кто поклоняются зверю и держат знак на лбу, ислам, ересь, католицизм, англиканство, пресвятерианский седьмой адвентист, геова, протестантизм, синтаизм, дэосизм, конфуцианство, буддизм, индоизм и сикхизм Мудрые, те, кто поклоняются своему знанию, своей мудрости и своей бумаге, те, кто поклоняются своему богатству, все они поклоняли зверю и несли знак Когда эти дети-звери, которых мы видим сегодня, будут уничтожены, остальные будут царствовать со Христом, потому что они не поклоняются зверю Они идут к воскресению Это правда Как будет править Христос? Да, Он будет править Бог воздвигнет свой Святой Дух на своих избранных слуг Его избранные слуги облекутся во Христа всем телом Он также возложил свой Святой Дух на остальных людей, и Он станет правителем Вот секрет Они делают то, что любят Бог, они ненавидят то, что Он ненавидит Ибо их лидер, их учитель, потому что в них обитал Бог Святой Дух Но остальные мертвые не жили снова, пока не закончилось тысячи лет С самого начала сотворения мира все, кто был сотворен и покрыт Адамом и Евой на земле, не воскреснут при этом первом воскресенье Они воскреснут только в конце света для окончательного суда Блажен и свят имеющие участие воскресенье первым Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет Слово ясное Послание света мира в Эфиопии было разъяснено Хозяин воскресения, Эфиопии, которая подтвердила свою веру в православных Тевахеда Она та, кто стойко противостоял всему миру Священниками Христа также будут православные патриоты Тевахеда Они будут царствовать над землей еще долго А что будет после этого? И когда пройдет тысяча лет, сатана будет выпущен из тюрьмы своей И выйдет обольстить народы, находящиеся в четырех сторонах земли, Гок и Макгок Чтобы собрать их на битву, число из которых как песок морской И они взошли на широту земли, и окружили стан святых вокруг и любимый город И сошел огонь от Бога с неба и пожрал их От начала и до конца первого воскресения заключенный в тюрьму дьявол будет освобожден на короткое время Он будет осадить город, который славил всемогущего Бога в первом воскресении Чтобы разрушить возлюбленный город Божий Божий суд будет явлен в происхождении этого деяния дьявола Огонь сойдет и поглотит дьявола и его демонов И дьявол, обманувший их, был брошен в озеро огненное и серное, где находятся зверь и лжепророк И будут мучиться день и ночь во веки веков Дьявол, проявив храбрость, погрузился в озеро огненное Они будут мучиться днем и ночью во веки веков Это заключение старого змея, лжепророка, зверя И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места И я увидел мертвых, малых и больших, стоящих перед Богом Это означает, что все люди, как живые, так и мертвые, предстанут перед Всевышним для окончательного суда Тот, кто войдет в ад, там попрощается Тот, кто войдет в Царство Небесное, войдет, получив благословение и прославление от всемогущего Бога И книги открылись, и открылась другая книга Книга жизни, и судимы были мертвы и потому, что написано в книгах, по делам их И бросило море мертвых, бывших в нем, и смерть и от предали мертвых, бывших в них И были судимы каждый человек по делам своим И смерть и от были брошены в озеро Огненное Это вторая смерть И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное Правые двойные английские кавычки Мой народ, народ Божий По правде говоря, я вам это объяснил Для тех, кто говорит, что нет воскресения Эфиопия, мы уже упоминали выше Говорят, мы слышим только Библию Все веритики говорят одно и то же Сегодня те, кто называют себя нашими проповедниками, утверждают, что окончили юридический колледж, наполненный гордостью, данным дьяволом, они прыгают на сцену и презирают духовную борьбу наших предков, они делают их легкими Те, кто всю свою жизнь боролся за свою веру, их избивали, преследовали, голодали, испытывали жажду, заключали в тюрьмы, пороли и мучили, они делают все это проще В то же время не разрушают православную границу Тевахеда Это зло наших дней, они отрицают ортодоксальных патриотов Тевахеда, которых даже нельзя называть их отступническим языком Мы видим, как они отвергают пророческое слово всемогущего Бога и подтверждают ересть Мы наблюдаем, когда они отрицают книгу мученика Фиккитора, которую он написал об эфиопском воскресении Мы слышим, как они стирают все, что ясно сказано Архангелом Святым Уриилом в его книге От белого они родились, сами бывшие змеи стали учениками лжепророка-дракона Мы видим, как они критикуют послание Эфиопии, свет миру, в котором раскрывается истина Это ученики дьявола, когда им приказывают говорить, они отсываются эхом, как попугая Тем не менее, они будут судимы, и наши решения будут приниматься по ним в будущем Давайте вернемся к вопросу, поднятому выше, и подведем итоги, как мы пытались подробно объяснить Я попытался подробно объяснить, что такое Откровение 16, 18, 19 и заключительные обязательные глава 20 Откровения, описанные апостолом Иоанном Мои народы! Божий народ! Чтобы понять и объяснить Слово Божье, мы должны жить жизнью, руководствуясь откровением тайны Святого Духа и верой, руководимой его волей Ни один еретик, выпускник колледжа, не может толковать Слово Бога так, как он считает нужным Уведомление! Он уже слеп для духовности Ибо он видел мир через призму знания, он не может этого понять Позвольте мне сказать вам сегодня, критики сегодняшнего дня Всем тем, кто смело говорит и учит, что воскресения Эфиопия нет, с тех пор, как появилось это сообщение, вы были наказаны за свою критику Наказание, вы были отданы Сатане и его армиям, мы рассудили, что дьявол господствует над вашей плотью Вас приговорили к смерти, не увидев воскресения Эфиопия Было решено, что это необратимо Посмотрим, можно ли избежать этого приговора Да спасет вас дьявол, который гонит вас критиковать Семьи Божьи, твердо державшиеся истины, спросившие Бога и получившие ответ, ты победитель Вы поймете, как было бы смешно, если бы слепой презирал человека, который видит, и просил бы его вести его Поэтому не позволяйте сердцу тревожиться и не бояться Вы скоро увидите это, когда все они развалятся Разве вы не видели исполнение Божье вести о суде в Эфиопии, свете мира? Разве вы не понимаете, что видите, что остальное человечество взвешивается на весах Божьим судом? Если у вас есть какие-то проблемы, спросите всемогущего Бога Н.Е. является величайшим свидетелем всех Спросите его, потому что это ваше право спросить его Приготовься Вот и все Все, что вы видите, это то, что когда все наемные ученики дракона, лжепророка, ложного дракона вскоре будут уничтожены несчастьем и страданиями Верование и учение предков В прошлом, во времена наших предков, вера была верой Это не подлежало обсуждению Вера давала жизнь Поклонение бывает воистине, в духе в доверии Сегодня этого не существует Он также сделал привычкой поклонения Он считает это правдой У него не было основания Как видите, подавляющее большинство молодых людей, вставших жертвами современных знаний, отказались от веры своих предков и унаследовали белую веру, которая привела к разрушению нашей страны и ее поколения Тот, кто был мертв, ослаблен, пьян, пьян и прелюбодействовал, но он презирал ортодоксальную веру своей семьи Он не спрашивает своих отцов о вере, он действительно пьет уксус еретика, помазанный медом Потому что он ушел однажды, когда вы позвоните ему, он не вернется Наши предки были настоящими людьми Были те, кто говорит правду-правду, а ложь-ложь Их поклонение было поистине сердечным Напротив, сегодняшнее поколение мертвы для своей плоти, эгостично Знания, мудрость, материалы, прогресс покрыли землю Все абстрагируется Нет ничего, что не создавала наука Все стало из узды в руки Есть так много видов оружия Самолет, истребители, человеческий транспорт, количество материала, которое корабль перевозит за землю Один раз, машина, фабрика, модернизированные здания, телефон связи, телевизор, спутник, больница, современная гостиница, сайт супружеской неверности, драмосексуалисты, пьянство, искусственное питание Изо всего этого наука и ее результаты стали его богом Он смеется, когда мы сегодня говорим о вере Его бог, это материалы, которые он видит Любой, кто видит что-либо, размещенное в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Emo, WhatsApp и D полностью теряется Послания, которые мы подготовили в письменной форме для нашего поколения Очень немногие из них читали это Но большинство молодых и старых нет Но, волей Божией через наших трудолюбивых детей Это было опробовано путем передачи голоса через Telegram, Facebook и так далее Таким образом, лучший человек мог это слушать Как я пытался объяснить с первой страницы выше Эти сообщения были переледены на многие языки и достигли всего мира Если вы скажете, что не слышали о семени Адама, вас не услышат Вы это проигнорировали Вы слышите учения ваших еретиков Вы слышите голоса католиков, идолопоклонников, синтаизма, доосизма, конфуцианства, индуизма, сиххизма и других Вы слышите обман, прелюбодеяние, танцы, политическую ложь, обман, предательство Население мира приближается к 8 миллиардам 99% населения следует путем дьявола В широком смысле, без проблем, комфортный, в отступничестве, в поклонении идолам Это путь, по которому вы пропали Дьявольские писания, которые кажутся христианскими Это еретики, католики и еретики Следовательно, вы не слышите голоса православных патриотов Тавахеда На самом деле вас даже вы смели Когда мы видим людей в отступничестве Можно сказать, что все они люди мира Вам еще нужно понять Добавьте еретиков, католицизм, ислам и религия Дальнего Востока Писание старого змея, лже-пророка дракона Добавьте отступника, добавьте гомосексуального астролога Сложите того, кто не знает Бога за пределами своего желудка Сложите все, что я не помню Сколько людей вы считаете действительно преданными Богу? Могу вас уверить, что никого нет Те, кто избежали великой скорби в Эфиопии по милости Божьей Уверяю, вы будете потрясены Если я назову вам количество тех Кого действительно любил и любил Бог Включая слабых, сильных и избранных Которые поклонялись Богу в истине в духе Правда заключается в том Что очевидно, что в Эфиопии ожидается спасение Не более 10 миллионов человек Я считаю победой для себя то, что Бог по своей милости просил некоторых И простил их недостатки и усилил свою волю В остальной части Африки выживает не более 3 миллионов человек Все их верования, идолопоклонство, ислам, католицизм и ересь И никто не выживает, потому что у них нет другой веры Европа в целом, особенно Великобритания, Франция, Германия, Северная Америка, Канада Австралия, Китай и те очень немногие Кто сдастся православной церкви и спасется бегством Все будут истреблены Кроме тех, кого судят в случае праведного суда раба Божьего Проживающие там эфиопские православные дети Эфиопские светлые семьи мира Те, у кого есть символ Члены прилежных советников Члены ассоциации Холикап Тех, кто также был зарегистрирован в первом туре И тех, кого они приютили Также те, кто зарегистрировался во втором туре Со своими семьями, приютившимися под ними Кроме них, остальные будут уничтожены всеми бедствиями Ближний Восток, Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Ирак, Иран, Йемен, Ливан, Израиль, Иордания, Сирия, Турция Многие другие арабские страны в этом регионе будут уничтожены Возможно, небольшое число, возможно, всего тысячи, может быть спасено Азии, Японии, Корея, Вьетнам, Филиппины, Индонезии, Непал, Мьянма, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Македония, Хорватия, Латвия, Эстония, Норвегия, Финляндия, Швеция, Ирландия, Шотландия, Гренландия За исключением нескольких милосердных-милосердных Бога, все они будут уничтожены Россия, Армения, Сербия, за редким исключением, милостью Божией, они все будут стерты Особенно Россия, в сообщении от Ириана знала, что она будет наказана чуть более низким наказанием Но поскольку она не использовала отведенное ей время, ее взвесили, как и других Латинская Америка, Южная Америка, все страны вокруг нее, включая Кубу, Никарагуа, Панаму и всех основных католиков будут уничтожены, и несколько кротких искренних людей могут быть спасены по милости Божьей В общем, все потомки Адама не могли избежать надвигающейся великой скорби, даже если их страна не была названа Со всеми этими казнями и наказаниями всех, кто поклоняется зверю, дракону и лже-пророку, посещает огонь Кто бы ты ни был Все потомки Адама, прелюбодеи, священника, шейха, ученого, вождя, солдата, купца, фермера, пастора, полицейского, ребенка, молодого человека, старухи, мужчины, все уволены согласно их суждениям Остальные одеты в белые одежды, потому что они заслуживают своей ортодоксальной религии, которая терпеливо ждала Божьего обещания праведного суда Они освящают свои свечи, которые их масло не кончатся, приглашенные на ужинагнца, все, отмеченные на лбу, будут спасены от всех этих бедствий Они будут благословлены и прославлены под светом царства мира в Эфиопии, они будут благословлены Троицей и Девой Марией, они будут царствовать в доброе время, для воскресенья Бог, в первой половине дня, в течение дня, вечером, ночью, с постоянным пением, литургией, гимнами, часы, заветки и дань, будет течь к Нему Его любимых детей Бог Святой Дух покоится на всех, кто посетит воскресенье И поскольку Христос царствует над ними, благословенные и возлюбленные будут полностью утешены Это будет время, когда они будут благословлены долгой жизнью, в десять раз больше, чем сегодня Это будет похоже на текущий поток милости, добра и благословения, который Бог никогда не делал раньше Это будет время, когда Пресвятая Дева Мария будет прославляться и восхваляться, святые мученики будут прославляться, славные архангелы будут прославляться, и все святые будут прославляться Это секрет, раскрытый в Откровении Иоанна 20. Первое воскресенье, тысячелетие, царствование Христа всегда будет жить в полноте со священниками. Но мой народ! И старый змей, и зверь знают, что это произойдет. Они знают, что будут брошены великие огонь, те, кто не преклонит колени перед ними, невеста воскресения, те, у кого есть символы, лучшие строятся и Девы Марии, где избранные, куда они пойдут и, что все будет выполнено праведным судом и силой Бога, дьявол все это хорошо знает. Удивительно, однако, все, кто отрицает эту истину, которую вы видите сегодня, почитаются дьяволом, дьявол наделил их интеллектуальными, патриархальными, священническими интеллектуальными способностями, красноречие создавало их, почетное место, богатство, собственность, данное им повсюду, все это нужно стереть. Я был поражен, когда увидел их чрезмерно гордыми, как толстые быки. Апостол Павел говорит нам, что те, кто не знают Бога и не почитают Его как Бога, наполнены великими словами, полагаются на свое собственное знание и преданы глупым умам. Именно они связали нашу церковь, путем носить плащ их называли, преподавателей и ученых Мэри Джиту, те, кто говорят, нет никого выше нас, полной гордости, кто продал истину Божью за свои желудки, подобно фарисеям, они отреклись и убили Христа. Те, кто говорят, что слово не будет сказано, кроме того, что мы говорим, те, кто говорят это, не будут услышаны, если мы не одобрим, те, кто отрицают воскресение Эфиопия, кто бросил саваны в различные общества в плащ, омрачающие надежду народу Божьего, пока суд становится свидетелем на их глазах, в то время как Бог совершает свою работу, как Ему было сказано в свете мира в Эфиопии, постоянно говорящий и засвидетельствованный компетентными отцами, имея тайный план, проведите ночь с дьяволом, те, кто укрепляется в учреждение, которое называется Ассоциацией Святых Элимах Берек и Дусануй, и в воскресной школе, те, кто пропагандируют ересь. Чем они отличаются от белых юритиков-католиков, которые это отрицают? Да, именно их наказывают в первую очередь. Короче, какая религия была у наших предков? Поскольку эта тема настолько обширна, мы попытаемся сравнить ее с несколькими недавними отцами и сравнить их с нынешними отцами. Апостолы, учившие истину о тайне Троица, двенадцать апостолов Дескелии, Павел, Иаков, которого называют братом господа нашего, семь диаконов, семьдесят два ученика, сказали, рабы Божьи, дети мира, мы, мы преподаем этот драгоценный урок тем, кто по-настоящему послушен. Хайман Атабью или из книги «Религия отцов наших» страница 8, глава 6. Часть первая. 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 Дионисий, сказал, да славим Троицу, что они дали знания всем ангелам. Потому что они оживили всех созданий небес и земли. Они огни знания. Именно они делают союз верующего с Богом совершенным. Они назначают всех ангелов. Именно они дарят абстрактную благодать тому, кто ее заслуживает. Так наши предки описывали тайну Троицы. Мы узнали это из книг, в которых говорится о божественности. И снова мы обнаружили, что верующие, возносящие хвалу всемогущему Богу, в речи божества назывались богами. А вы, боги, все дети Всевышнего. Как написано, так что характер Троицы заслуживает называться Богом. Поэтому те, кто говорят до божественности, восхваляют эти три тела. Они служат только Троице, провозглашая непостижимое и неописуемое единство Троицы. Он Всевышний над всеми существами, потому что они – одна сила. Поскольку Троица одна по характеру, они призваны в одно. Грани Троицы, хотя и уникальны по своим телам, живут в божественном единстве. Когда они едины, они становятся тремя людьми. Таким образом, воздайте хвалу откровением Отца, Сына и Святого Духа. Отец – Свет. Слово было порождено Отцом, а Сын – это Свет, полученный от Света. А Святой Дух, сошедший от Отца, есть Свет, полученный от Света. Мы просто верим, что рождение Сына происходит от Отца, так же что излияние Святого Духа происходит от Отца, но мы не можем исследовать это. Потому что это прежде всего совесть, ее нельзя исследовать. В этом мире, каждый так называемый правитель назначается им, потому что они – источник всего творения. Ведь все они созданы своей добротой. От их тел, они решили стать людьми, потому что их одно тело действительно было связано с нами. По воле Отца и Святого Духа, Сын Божий Иисус Христос стал человеком. Он спал в очаре и при Святой Деве Марии. Он родился так же с чудесной тайной. Тот, у кого нет начала, кто живет вечно, кто выше всех рангов и выше всех существ, он слился с нами благодаря нашему характеру. И время для него рассчитывало. Не меняясь и не смешиваясь, он действительно стал человеком. В его божественном характере нет недостатков. Мы, верующие в Троицу, Бог открыл нам его то, что он сделал. Мы узнали этот таинственный урок от назначенных Богом учителей. Они научили нас, это учение сокрыто от неверующих. Но это ясно тем, кто верит. Праведники знают его. Но нечестивые этого не знают. Мы усвоили этот урок. Как нас называют священниками, по титулу нашего священства, это открывается нам согласно тому, что наш разум может принять. Другой наш отец, во своем письме архиопископ антиохийский мученик Игнатий, который был назначен третьим преемником апостола Петра, сказал. Бог, сотворивший все, это тот, кто может назначить и дать титул всему своему творению, он выседает на троне его величества в трех телах, совершенных по внешнему виду, и правит всем. Одно из трех тел было зачато в очаре и при святой Девы Марии. Плоть слилась с божественностью, и здесь мы говорим о Сыне Божьем. Не об Отце и Святом Духе. Абсолютно. Мы не говорим, что Отец и Святой Дух были зачаты в очаре и Девы. Мы говорим, что только одно из трех тел, Сын, родился от нее. Мы верим, что Отец существует в Сыне и в Святом Духе, что Сын существует в Отце и в Святом Духе, и что Святой Дух существует в Отце и Сыне. Это троица, неразличимы и неизменны в трех телах и равны в одном божестве. Одно правительство, одна воля, одна власть, одно правительство, один поклонение инг, один похвала, одна очистящаяся, троица. Один совет, одна власть, одна честь, одна твердость, один образ жизни и одного воли Святой Троицы. И Отец, Отец, а не Сын и Святой Дух. Сын, это Сын, а не Отец и Святой Дух. Святой Дух, это Святой Дух, а не Отец и Сын. Отец не трансформируется в Сына или Святого Духа. Сын не трансформируется в Отца или Святого Духа. Святой Дух не трансформируется в Отца или Сына. Эти три тела совершенны величие и величие. Они едины в одном божественном единстве. Это Троица, это единственный свет, полученный от Него. Во всем мире полно. И Он светит тем, кто находится под землей. Как написано, Я полон на небесах и на земле. Взгляни также на Его светлость в аду. Ересь или протестантизм и ответ наших отцов. Вы, говорите, что Божество больно и умерло по своему характеру, слушайте нас и вам будет стыдно. Но мы верим, что Христос, Бог характера, был человеком, Он был болен физически, но не болен в своем божественном. Он умер во плоти, но не в божественном. Если вы слышите, что Слово Божье больно за нас, что Бог умер за нас. Мы говорим, что Божественность с плотью, это одно тело и один характер. И знайте, что мы правильно называем Христа этим одним именем Его Божественности. Снова, вы, кто стал одним из двух персонажей, вы, полученные души и тела, тебя назовут по имени человека. Даже ваша душа не умирает по своему характеру, не будучи Божественной. Мы хотим почтить нашу душу, потому что она бессмертна. Если да, почему бы вам не воздать честь Господу Иисусу Христу, когда Он уходит как Единая Троица? Если вы говорите, что Божественность мертва, разве вы не знаете, что кажется, будто вы сделали Трините мертвой? Разве вы не знаете, что вы сделали тело нашего Господа, как умершее тело в его могиле? И разве вы не знаете, что отделили его от Божественного? Потому что характер Троица один. Это Божество едино. Если да, то где тот, кто победил смерть и захватил ад? Вы сделали его бессильным. Вы причислили его к мертвым, не проявившим твердости. Вместо этого мы находим других еретиков по имени Таамаголис, что смысл – враги Бога. Поскольку он знал, что он – Творец, воплощенный плоти, созданный Богом из чистой Девы Марии, из ее тела и души, они думают, что у него нет тела и душа. Говорят, что Божественность взяла на себя боль души. Действительно, совершенна ли Божественность отделена от плоти? Неужели плоть остается гнить навсегда? Тот, кто говорит, что душа не воскресла, и тот, кто отвергает, да постыдится, когда он услышит слова Господа нашего Иисуса Христа, говорящие, «Смертельно скорби душа моя, мой Бог». Сказав это, на кого? Это для тех, кто проигрывает. В своем тринадцатом послании архиепископ Игнатий Мученик сказал, «Наш Господь Иисус Христос действительно родился. Он действительно вырос и он действительно ел и пил. Он действительно был распят. Он действительно заболел, умер, был похоронен и воскрес из мертвых. Кто верит в это, благословен. Тот, кто отрицает это, отличается от той благословенной жизни, на которую мы надеемся. Те, кто разделяют Сына Божьего Иисуса Христа после того, как одно тело становится одним персонажем, те, кто делают два тела двумя персонажами, их причисляют к евреям, которые распяли Бога за свою мятежную речь. Их речь была такой, «За доброе дело мы не забиваем тебя камнями, но за богохульство, и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». В слабости Сына Божьего те, кто говорят, что у него проблемы, те, кто делает из него два тела и двух персонажей, их судьба такая же, как и у евреев-отступников. Но тело Сына связано с нами. Из единой Божественности и плоти он стал одним из двух, потому что он объединил обоих. В Божественном, как четвертый элемент тела и как второй элемент символа не добавляется. Их трое в теле. Их троицким телам не предшествуют их имена, их имена не встречаются после их тел. Они, которые времени предшествуют им, но они были раньше мира. Однако никто на земле их не знал. Сын Божий, когда он был человеком, он сказал, «Отец, вот, я открыл Твое имя всем людям». Чтобы они знали, что я твой сын, открой меня через твою светлость. Это было десотворение мира. После объяснения этого мир начинает узнавать его. Бог-Отец, после того, как он дал показания на горе Девритабр, это мой любимый сын. Чтобы объяснить нам, что трое были первыми и равны, он послал Святого Духа в Иордан. Рождение сына от Бога Отца не следимо и невозможно рассказать другим. Потому что это не исследованный проект. Рассмотреть гигантский осадок невозможно. Он не может их исследовать. Потому что его рождение не похоже на человеческое. Его рождение – это загадка. Это невозможно изучить. Следовательно, семья Бога должна тщательно понять и понять основу вашей веры в Тевахеда, чтобы улучшить ваше понимание. Это небольшое свидетельство того, что я попытался помочь вам понять, как Святую Троицу и Тайну Троицы открыли наши предки. Я призываю вас прочитать Хайман и Табью или книгу «Религия наших отцов». Это поможет вам узнать больше об основах вашей веры, которые описывают, как наш древний патриархат заложил основы нашей веры Тевахеда. В тех же патриархальных книгах, наиболее почитаемых, возлюбленные, основы нашего единства и духовных борцов, вот некоторые из них, которые вы найдете в этой книге, Святой Афанасий, Василий, Григорий, Абулидис, Ефрем, Эраклис, Афродита, Иоанн, Феодот, Епифаний, Великий Иоанн, Феверк, Кирлос, Феодосий, Савирос, Кирок, Дионисий, Абвагавриил, Абвамахерс и другие, которых у меня нет упоминается из-за ограниченного пространства, вы найдете все в этом Хайман и Табью или в книге «Религия наших отцов». Мой народ, семьи Бога, когда вы поняли борьбу этих отцов, что сегодня делают руководители, пастыри, нашей эфиопской православной церкви со своими овцами, унаследовавшими имена патриархов, вы можете понять, что они делают. Это сообщение было отправлено сегодня, а не для советов. Божий суд и предупреждение, который был передан семь раз и достиг церкви, верующего и, прежде всего, всех потомков Адама, но они были не способны услышать и покаяться за приговор против них и за своего восстания, презрением, вместо этого они последовали за старым змеем, драконом, лжепророком-дьяволом. Наконец, это сообщение выпущено, чтобы описать приближение мощного пожара. Мало того, чтобы сказать, что терпение Бога исчерпано. Перекрытия и серии, которых земля не видела с момента своего создания, моровые язвы, землетрясения, извержения вулканов, массовые убийства, сильный снегопад, наводнение, это сообщение пришло, чтобы объявить, что все вышеперечисленное пришло, и они будут действовать на это потерянное поколение. Как выглядит истинное и духовное поклонение и духовное руководство в православной вере Тевахеда? Семьи Бога и дети Девы Марии, нам нужно понять, что значит быть ведомым и утешаться Святым Духом Божьим. Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, наш Отец, прежде, чем Он дал последнее повеление апостолов, Он дал великое повеление, чтобы они не покидали Иерусалим, пока не получат власть, Он сказал, «Я иду к Отцу Моему и пошлю вам Духа Святого Утешителя». Почему Он так сказал? Да, Его верные дети, Его верные дети, всех которых Он дорого заплатил за них, защитит их от врага дьявола. И Он ведет их по своей самой светлой дороге. Чтобы понять Слово, Он дает им понимание и духовное понимание по своей доброте. В конце концов, Бог может говорить разными способами. Сегодня для многих вопрос заключается в непонимании того, как соединиться с Богом и получить от Него духовное руководство. Таким образом, современные проповедники отвечают на вопросы верующих, говоря, что мы руководствуемся только Словом. Конечно, Его Слово – это основа, на которой основана наша вера, это центральный столб нашей веры. Но в повседневной жизни нам нужно искать голос Бога, голос Бога, чтобы услышать ответы на наши вопросы о хороших вещах, которые будут вести нас в течение нашей жизни. Только так мы сможем сохранить Слово Божье без порока. В Слове Божьем в книге Илова, глава 33, стихи 12-33 говорят нам, «Вот, в этом ты не прав, я отвечу тебе, что Бог больше человека. Почему ты ссоришься с Ним? Ибо Он не дает отчета ни в одном из своих дел. Ибо Бог говорит один раз, да два раза, а человек этого не замечает. Во сне, в ночном видении, когда на людей погружается глубокий сон, во сне на постели, затем Он открывает у людей уши и запечатывает их наставления, чтобы отвратить человека от его замысла и скрыть от человека гордость. Он удерживает свою душу от ямы и свою жизнь от гибели от меча. Его наказывают также болью на своей постели и множеством костей и его сильной болью, так что жизнь его отвращается от хлеба и душа его к сладкому. Его плоть сгорела, ее нельзя было увидеть, и его невидимые кости торчат. Да, его душа приближается к могиле, а его жизнь – к разрушителям. Если с ним будет посланник, истолкователь, один из тысячи, чтобы показать людям его правоту, тогда он милостив к нему и говорит, «Избавь его от могилы, я нашел выкуп. Его плод будет свежее, чем у ребенка, он возвратится в одни юности своей, он будет молиться Богу, и он будет благосклонен к нему, и он увидит лицо его с радостью, потому что он воздаст человеку правду. Он смотрит на людей, и если кто скажет, что я согрешил и исказил то, что было правдой, и это не принесло мне пользу, он избавит душу свою от могилы, и жизнь его увидит свет». Вот, все это часто совершает Бог с человеком, чтобы вывести его душу из могилы, чтобы она была просветлена светом живых. Хорошо заметь, Иов, послушай меня, молчи, я буду говорить. Если тебе есть что сказать, ответь мне, говори, я хочу оправдать тебя. Если нет, послушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости. Говорит слово всемогущего Бога, которое мы находим в книге Иова. Моя семья, Божья семья. Как вы понимаете, и слово Божьего выше, Бог откликнется на нас, если мы действительно хотим Его, Его слово учит нас тому, что Он отвечает, упрекает и учит нас. Мои люди. Враг, с которым мы сталкиваемся сегодня, самый изощренный, современный, потому что время полно великого зла, многим из народа Божьего нужно руководство от кого-то другого, когда Бог говорит с ними во сне и видениях. Они идут и советуются с проповедником, чтобы тот думал, что он хорош в своей вере и в своей искренности. Но он священник не к месту. Ничего положительного от него нет, потому что это он продал своего создателя за деньги и зарезал его овец. Говорят, мы не слышим видений или снов, мы не верим в это, они обманывают и вводят людей в заблуждение, говоря, что мы верим только в то, что написано в слове. Обратите внимание на это, они являются еретиками, протестанты, католики, реформации, помазники, грейс, убийцы верующих, которые скрыты в нашей церкви. Какое общение у Бога с разбойниками, отступниками и тружениками тьмы? Какая польза? Они это отрицали. Поменяли на крошку. Если они кричат сколько хотят, если говорят, «О, Бау! Услышь нас!» Как Акап и Эльзабель, как те, кто отверг Бога Израиля. Кто их слышал? Они очень хорошо знают, что Бог их не слышит, как пророки Ваала, казненные Лии, для всех проповедников Ваала сегодняшние сорняки, броши в нашей церкви, скоро их срубят и бросят в огонь. Говорят, «Не слушайте», как говорит Бог. «Слушайте только то, что написано, говорят, слушайте только то, что мы говорим. Вы увидите это завтра. Уменьшение и размытие слава Божьего для покупок, нарушение праведников, создание их для поклонения человека так, чтобы они не пришли близко к истине, за свои дела вы будете низвергнуты, как пророки Ваала, огонь съест тебя. Вы и ваши потомки будете уничтожены навсегда. Это значит, что дьявол и его образ жизни вас не спасут. Муж осланий спасает от Геены. Проповедник, утверждающий, что сегодня у него нет видений и снов, и который не знает слова Божьего должным образом, вы были осуждены за ваше мужество, за католицизм и за презрение к Святому Духу. Если вы говорите, что не руководствуетесь мечтой, если вы завидуете верующим, получившим ответ через видение, сон, понимание, молитву, пост на свой вопрос, если вы тот, кто выбирает способ речи Бога, тогда вы поставили себя выше Бога, Святого Духа. Как я понимаю из этого, знает ли об этом человек в этом положении или нет, он стал жертвой бывшего змея, лже-пророка, дракона, потому что он такой же, как дьявол смело называл себя Богом. Это исполнило волю дьявола. Как я уже упоминал выше, остерегайтесь все христиан от тех, кто не знает истины, торговцы верой, католики, еретики, реформации, помазания, живущие для своих желудков, губят больше, чем хрисея, распявшие господа. Осужденные не вернутся, так что будьте осторожны с ними. Сегодня он полон тех, кто до сих пор не раскаивается, кто больше совершает преступления, которых на самом деле не совершил дьявол. Будьте очень осторожны. Они покрыли весь путь. Потому что все, что говорит, что я учитель и получил высшее образование, он делает больше, чем дьявол. Хотя их собрание было распущено, они смогли прийти под прикрытием учреждения, которое называлось Ассоциацией Святых Элимах Берек и Дусон. Поэтому мы призываем молодых женщин быть особенно осторожными. В одном случае, Моисей пересекает Красное море с народом Божьим. Пока он давал советы и вел людей, его сестра Мария противится ему и говорит, «Мы тоже пророки, кто вы, что лучше нас?» Бог повелевает им обоим прийти в храм, в Скинию. Они подошли. И Господь сказал из храма, «Мария, ты как пророк, но я говорю с тобой во сне, это предел. Но мой слуга Моисей не такой, как ты. Бог засвидетельствовал, Моисей, раб мой, я буду говорить с тобой лицом к лицу». Затем он поразил сестру Моисея проказой, «Почему?» Потому что она его не уважала. Я поднял это, потому что Бог говорит во сне, словами, видениях и многими способами. Бог отверг Илья, первосвященника Израиля, за его многочисленные грехи и решил лишить его славы. Самуил, служивший в то время в храме, был очень молод и ничего не знал о нем, и его работа заключалась в том, чтобы служить священнику Илью. Когда он лежал в храме, ночью он услышал голос, кричащий, «Самуил!» Самуил потрясенный, он подумал, что его позвал священник Ильи. Илья сказал, «Я не звал тебя, но если он позвонит тебе снова, скажи, что твой слуга услышит тебя». Бог поговорил с Самуилом и сказал ему, что он собирается принять меры против Ильи и его последних сыновей. Самуил взял его и рассказал Илью. Как указано, сыновья Илья последовали за ковчегом Сиона в битве против Филистималин. Когда Илья слышит о гибели двух своих детей в битве, Илья шокированный, он упал со своего места, его шея подвернулась, и он умер. Как Бог сказал Самуилу? Бог говорит разными способами. Вот что говорит нам слово. Мои народы! Когда Иосиф был еще мальчиком, Бог сказал ему во сне, что он рикн и что он станет большим. Слово Бога сказало нам, что когда Иосиф говорил со своими братьями, братья возненавидели его. Его братья рассердились на него и сказали, «Ты собираешься править нами?» Он также сказал своему отцу, что видел, как луна и солнце склоняются перед ним. И его отец сердился на него, его отец сказал, «Твоя мать и я поклонимся тебе». Неужели Иосиф остался позади? Нет. Сказано из Белос. Записка Божьей семьи от Еноха, Ной, Авраам, Исаак, Яков, Моисей, Иисус Навин, Исаия, Иезекель, Иеремия, все пророки, в Новом Завете все апостолы, кроме Иуды, они руководствовали с откровением, с нами, Святым Духом Божьим. Поэтому мы говорим, держитесь подальше от неверующих и отступников. Сравнение Эфиопии и мира. Почему мир ненавидит Эфиопию? Почему мир борется с Эфиопией? Почему мир бросает вызов Эфиопия? Почему он пытается разрушить Эфиопию? Когда мы видим Эфиопию сегодня, она очень ослаблена, серьезно повреждена, разделена множеством вражеских заговоров, она стала страной, в которой поколения людей с разными умами и мыслями, выполняя план дьявола, сейт хаос в своей стране. Ее предки сжили своей сильной верой, единством и любовью, тысячелетиями они побеждали своих врагов, объединившись. Ее искренность и ее поиски Бога вызывают восстание против нее множество врагов. Бог возлюбил Эфиопию потому, что она искренне, абсолютно искренне искала своего Бога и стремилась жить по его воле. Прежде, чем мир узнал своего Создателя, она пыталась ходить согласно закону, которой мы думаем. Даже если мы упомянем недавнее доказательство этого, Моисея в пути, чтобы спасти Израиль, когда он получил вызовы и предательство от своего народа, когда Бог сказал Моисею, «Позволь мне убить тех, кто предал меня, и позволь сделать тебя лидером великого народа», а великим народом, призванным Богом, была Эфиопия. Сегодня в дни Евангелия, с самого начала, она приняла к господа, путем адаптации и объединения Нового Завета и Ветхого Завета, стоя с истиной со знаком, вырезав множество ковчегов, утвержден Тиваеду многими мучениками, долгое время ее подавляли, преследовали, она тоже была построена заново, она пришла сюда с помощью и любовью Бога, благодаря борьбе наших прилижных и стойких отцов. Остальной мир, вырос он или нет, отрицание Творца, сделал Эдова своим королем, несение и убеждение, которые являются сущностью дьявола, считая себя настоящим, Тивахеда и Эфиопия, истинный обладатель Божьей благодати, утром и ночью, но он замышляет заговор против Эфиопия, он проводит ночь, пытаясь уничтожить Эфиопию. Как свидетель этому, это поколение и весь мир видит это ясно и понимает для себя сюжет мира. Более того, Эфиопия, имеет завет. Таким образом, многие враги начали кампанию на Эфиопию, потому что, она обнимает людей, которые верят в Слово Божье, верят в единство веры. Удивительно, но все враги приходят со всех сторон из центров. Самые богатые страны мира, которые борются со своей экономикой, США, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Англия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Индия, Япония, Канада и так далее. Многие страны, еретики, протестанты, католики и язычники. Хотя, это ветви дьявола, но по сути это одни и те же верования. Они знают, что Эфиопия была любимым народом бога, потому что они узнали от своего отца дьявола, и эту же историю им рассказали от их отцов. Когда вы приедете в Эфиопию, их дети сегодня, они ведут скоординированную кампанию против Эфиопия. Сегодня вокруг Эфиопия, правительство, претендующее на власть во всем мире, уладит это, они контролируют Эфиопию. Что придумали страны, создавшие самую большую военную базу в Джибути. Очевидно, они пытаются бросить вызов этой святой земле. Эти одержимые бесами дети вокруг нас очень обеспокоены. Потому что родители демонов хорошо знают, что они дети дьявола и руководствуются им. Все эти команды исходят от дьявола, который ими управляет. Какие страны заселились вокруг Эфиопия? Соединенные Штаты, Франции, Китай, Германия, Япония, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Южного Судана, Англия в Северном Судане, Россия и Египет чуть дальше, поселились и другие страны Европы и Азии. Как видите, ни одна страна не может быть настолько мощной или экономически могущественной, как они. Существовала только Эфиопия, которая находится на очень низком уровне с точки зрения экономических и военных возможностей. Остальные, это подчиненные им страны и правительства. Все они белые спонсируемые арабами страны. Джибути, Судан, Сомалия и Литрея, это страны, которые живут за счет их поддержки. Они могут знать или не знать цель. Однако их использовали. Как я уже сказал, почему вы боитесь Эфиопия? Почему ты ее ненавидишь? Ответ один и тот же. Потому что дьявол точно знает, что троица Авраама приготовила для Эфиопия и его любовь к Эфиопия, не только это. Он знал, что помазаны рабы Бога, которые могут уничтожить их с лица земли, придут из Эфиопия. Они думают, что справятся с этим и делают это инстинктивно. Что им еще делать? Что они должны принести? Работает это или нет? Они выстроились в линию со своими самолетами, ракетами, кораблями, танками и орудиями. Вот что они сделали. Семь посланий во имя Эфиопии, свет миру, распространенных в мире и в нашей стране Эфиопия. Первым шагом мировых сверхдержав было предотвращение распространения послания среди людей и средств массовой информации. В частности, служба новостей BBC получила третье сообщение, написанное на английском языке, по электронной почте. Их немедленный ответ состоит в том, что они не могут объяснить это публике. Мне сказали, что есть члены правления, и они сказали мне послать им по электронной почте, и они прислали мне свой адрес электронной почты. Я немедленно отправил член правления, но ответа нет. Во-вторых, я также отправил его по электронной почте редактор закон Мист Интернешн О'Кел Медиа Кампани и они также объявили, что оно прибыло, но попросили отредактировать его, а затем опубликовать. Я сказал, что нет, уменьшать не будет, не добавиться. Если есть возможность, выньте его без редактирования или оставьте как есть. Потом они его оставили. Таким образом, Белый Мир знает о грядущем суде Бога, он очень хорошо знает. Лидеры, в частности, не относились к этому легкомысленно, поскольку они просили своего лидера, дьявола, сказать им правду и предпринять действия, которые, по их мнению, принесут им пользу, потому что они уже знали об отца, дьявола, они вели кампанию против народа и веры Тевахеда. Они ведут скоординированную кампанию уже 700 лет. Но наша христианская община продолжит жить нормальной жизнью, несмотря ни на что. Чтобы понять и быть осторожными, кто такая Эфиопия, и чтобы нечестивые могли покаяться и повернуться, и избежать гнева мира, как воскликнул наш отец Ной, их заставили услышать семь посланий света мира в Эфиопии. Кроме того, в соцсети под названием Откровение Иоанна 20 была запущена страница телеграммы, и все сообщения передавались не менее двух лет на этой странице телеграммы. Не только это, но и все счеты потомков Адама были широко распространены на разных языках в Facebook, YouTube, email, WhatsApp и других. Кто слышал? Это очень печально и замечательно. Человек самый непокорный, высокомерный, отступник, высокомерный и гордый своими знаниями. Мы видим 116 тысяч пользователей телеграмм в Эфиопии и по всему миру, вы будете удивлены, если мы сможем сказать вам, сколько людей исповедуют веру. Мы сохранили это для истории, это была возможность зарегистрироваться, так что зарегистрированные выиграли. Как мы видели, правительство мира не сидят сложа руки, они продолжают свою разрушительную кампанию против Эфиопии. Они сегодня не устали, но дьявол их гонит до конца. Вот почему они насаждают и меняют эфиопские марионеточные правительства, насколько это возможно, чтобы контролировать эфиопскую церковь Севахеда, а также верующих, они пытаются контролировать ее, улавливая свои различные темные убеждения. Распространение ереси, распространение протестантского, распространение ислама, распространение расизма, число муртадов, количество аджор, количество поклонников, и вся эта компания является многоэтупной этапой белыми. Мои люди, они знают, что эфиопия поднимется и возглавит мир в единстве, они прекрасно понимают, что правит всемирное светлое правительство эфиопия. Их единственная забота, как с этим справиться. Дьявол очень хорошо знает, что Бог будет делать то, что он говорит, что он будет делать. Но единственный способ, которым он может сделать, это ослабить эфиопию, уничтожить верующего, заставить верующих и предсать воскресение эфиопия и работать, чтобы быть неспособными выстоять как нации. Если он выскочит отсюда и столкнется с последней битвой, он заставил все великие нации, реактивные ракеты ВМФ окружить нас. Пользуясь случаем, хочу объявить, что их захоронения и могилы произойдут здесь, в эфиопии. Даже в эфиопии то, что ждет вас в стране происхождения, это просто превращение в пыль. Наша энергия исходит от божественности Троицы. Наша энергия и сила, всемогущий Бог и Дева Мария. Это Троица, которая создала вас, сила тьмы и все творение. Вы увидите, что произойдет, когда их воля исполнится и их праведный приговор явится. Захоронишься своим мусором. Сегодня эфиопия бедна в глазах плоти, но духовно она богата. Яков, наш отец, что произошло у Вифили на его пути веры. Мы объяснили вам это во время нашего урока. Он увидел лестницу, протянутую от земли до неба, по которой восходили и спускались святые ангелы, и увидел, что на ней сидит всемогущий Бог. Он был так впечатлен, это самое славное место Бога, сказал он, прежде чем переселиться в семью своей матери, он воздвиг каменный именно там Бог ясно дал понять, что сдержит обещание, данное Аврааму. Когда он вернулся, он провел двадцать лет в доме своего дяди, и Бог не оставил его. Когда пришло время, Бог сказал, вернись к своему отцу и своей матери. Когда он отправился туда в соответствие со своим словом, Бог снова явился ему в Вифили и подтвердил его слово. Обещание, которое он дал Аврааму Исааку он, заверил его, что сдержит слово. Где найти лестницу, открытую оков Вифиля? С кем Бог подтвердил свое слово в этот день и век? Как мы уже сказали, те, кого называют Израилем по своей плоти, и те, кого называют Израилем по своей душе, сегодня всемогущий Бог подтвердил свой завет с эфиопской православной верой Тивахеда. Страну, которую свою мать и нашу мать Деву Марию. Он также подтвердил, что Эфиопия это земля, где его слава раскрывается и прославляется. Лестница, описанная Вифили, сейчас он все еще стоит в Эфиопии. Многие из наших отцов, пребывающих в святости, наблюдают, как святые ангелы восходят и не исходят ли выполнения своей миссии. Теперь, в этом факте, мы не должны удивляться тому, что сегодня вокруг нашей бедной страны они сплачивают свои армии. Чем сегодня занимается наше правительство? Как многие из нас знают, это стало исполнением приказов бывшей ассоциации и ассоциации змея. Мы не должны соумневаться, что он первый солдат дьявола. Мой народ, народ Божий. Прочтите внимательно и поймите, как Соединенные Штаты, Вавилон, сегодня построили свое посольство в Эфиопии. Вы знаете, для чего это нужно? Вы не знаете. Строительство посольства США в Эфиопии обошлось в 250 миллионов долларов, с огромным подвалом, спускающимся к земле, господствуя над землями Восточной и Южной Африки, здесь есть военный командный пункт. Он имеет развитую сеть, охватывающую весь африканский регион. В любом месте в Эфиопии он отслеживает всю информацию, которые обмениваются по любому телефону, интернету или другим электронным средством массовой информации, также он отслеживает. Сам премьер контролирует все коммуникации. Вы должны знать, что в офисе ЦРУ есть полноценный филиал и орден. Как вы знаете, за пределами Эфиопии Великая битва ведется между сверхдержавами. Они борются экономно, Китай и Россия и США, они участвуют в холодной войне, как они ее называют. Соединенные Штаты экономически борются со своими европейскими союзниками. Они взимают тарифы на различные товары, другой отвечает. Военным строительствам всегда трудно превзойти друг друга, но в конфликте в Эфиопии они едины и выступают вместе. Они отложили свои ссоры, вместе они создают свои собственные военные базы в Джибутие, маленькой стране, и прислушиваются дыханию Эфиопия. Они не доверяют этой бедной стране, Эфиопия. Они боятся ее, что однажды она отключит нас. С какой ее энергии, они так ее боятся и боятся. Это правда, что у нас нет даже современного снаряжения одного соседского белого солдата. Как мы можем достичь вершинной ядерной трансграничной ракеты с цеплениями, пушками, танками за более чем 40 лет, МиГ-23, который Россия забыла, и 27 реактивным самолетом, который Россия теперь оставляет. Мои народы понимают. Дело не в энергии, модернизации вооружений и экономическом процветании. Это вопрос веры. Кто придерживается истинной веры? С кем стоял Бог? Это правда, которая движет миром и беспокоит дьявола. Он прекрасно это понимает и борется насмерть. Эфиопия бедная. Эфиопия кто она горловая кость врага. Эфиопия кто она крепкая гора для дьявола. Череп ее испугался. Фактически дьявольское письмо смерти есть у Эфиопия. Бог давно заявил, что он с этой бедной страной Эфиопии. Это правда. Поэтому я призываю вас, особенно эфиопского православного тевахеда, упорствовать в своей вере. Конечно, в Эфиопии проживает более ста миллионов человек, что он ценит. Только десять миллионов человек любимы Богом. Когда я называю Эфиопию теми, кого душа зовет Израилем, я не сказал, еретик, католик, расист, исламист, атеист, ведьма, астролог, грабитель, убийца, тиран. Не альман и выйтись. Не говори, что я Эфиоп. Ты не. Бог не считает вас Эфиопом. Вы не Эфиоп, потому что это ваш выбор. Вы поклонник старого змея, поклонник лжепророка и поклонник его сына, и вы получили начертание зверя. Бог есть правда. Он четко говорит вам, кто вы и что делаете. Да, он давно призывал вас к покаянию от ваших предков, точно так же, как ваши предки не слушали вас, вы, их детище и унаследовали их злые пути. Итак, кто бы ни был сыном дьявола, упорствующим в своих злых делах, он должен идти туда, куда идет дьявол. Итак, ты отступник, враг Тавахеда, враг истины, враг эфиопского флага, я скажу тебе сегодня, ты сойдешь в могилу великом гневе. Вот и все. Существующее правительство, правительство Абия Ахмеда, с этой целью они были одобрены Великобританией и Соединенными Штатами, чтобы уничтожить Эфиопию, уничтожить Тавахеда и сребить людей несущих эту истину Бога. Также они финансируются арабскими странными он, человек, который открыто выступал за уничтожение Амхара придерживающегося тех же убеждений, что и общество в основном следует ортодоксальным Тавахеда. Как говорится, овца, который доверяет своему хозяину, проведет ночью свой хвост на улице, опираясь на своих хозяев, они стали вдохновителями массовых убийств и расправ над людьми Амхара. Они возьмут на себя полную ответственность. Хотя было ясно, что они уже предстали перед судом, они ждали, когда чаша будет наполнена. Но теперь они будут пить гнев Божий, потому что чаша переполнилась. В общем, я попытался дать вам некоторое представление о том, кто такая Эфиопия. Обратите внимание, народ мой. Как только это сообщение появится, позвольте мне заранее сказать вам, что они будут делать, когда дело дойдет до всех противников дьявола. То, что сказано в этом сообщении, неверно, чужеземцы различных идеологий, держащие в руках всех лучших слуг дьявола, начинают распространять луживую пропаганду в СМИ. Затем, разрабатывая вводящий в заблуждение религиозный анализ и дьявольскую тактику, они работают над укреплением своих людей, как индивидуально, так и коллективно, а также правительство по всему миру. Наверное, они сговорились уничтожить больше, чем мы можем сейчас представить. Они делают это, потому что всегда мечтали сохранить нам жизнь. Вот что происходит. Но нет времени. Нет времени, нет времени говорить вам снова и снова, и все его суды постигли вас и наполнили землю и небо. Они только ждут приказа, и после того, как это сообщение выйдет, оно будет исходить от престола всемогущего Бога. Тогда начинается ваше окончательное разрушение. У дьявола все самое лучшее. Сегодняшняя США, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия, Израиль, Индия, Турция, Испания, Канада, Австралия и другие. Это лидеры и правители бедных стран. Главнокомандующий, дьявол, дает приказ заменить другую лошадь, когда его лошадь не выполняет его приказы. Иерархия, в свою очередь, заменяет уставшую лошадь другой. Они быстро выполняют поставленную задачу. Это процесс. До того, как НФОТ истощился, они поддерживали его в финансовом, политическом и военном отношении. Вернитесь и посмотрите, сколько времени он провел. Когда люди обременены и поднимаются, чтобы восстать, главный дьявол отдавал приказы Америке и Англии, эта лошадь устала, поэтому меняйте ее быстро, сказал он. Он сказал, что эфиопский вопрос представляет угрозу для моей и вашей жизни, и нам нужно немедленно сменить лошадей. Как видите, когда тигрейский конь Мелеса Зинария был слаб, его сменил конь Рома Абе Ахмед. Дьявол, не колеблясь, сменил коня. Но проблема сегодня в том, что нет времени. Закончилось. Тысячелетнее правление темного правителя, владыки тьмы, подошло к концу. Закончилось. Нет времени. Как и в шахматах, достаточно человеческой крови. Время правления дьявола прошло, и Господь всего творения допускал это на протяжении тысячелетий, что должен быть произведен по его делам. Нет времени. Бог, праведный судья, включает землю в свой праведный суд. Придет время утешения, и оно родится. Те, кого притесняют, подавляют, унижают на протяжении многих лет, будут вознаграждены. Мученики также решили всемогущим Богом, что это будет время их памяти. Некоторым потребовалось пятнадцать лет, чтобы покаяться, прежде чем она была реализована. Но теперь время пришло. Нет другого времени. Это просто вопрос осуждения к черту. Где сегодня находится Эфиопская Православная Церковь Тевахеда? Положение нашей Эфиопской Православной Церкви Тевахеда ужасно. Искушения, с которыми она столкнулась, были невыносимы. Она находится в состоянии разрушения. Хотя худшим периодом в истории Эфиопии была катастрофа имамом Мухаммада и Джудит Буддит, Йодит Буддит, церковь была серьезно повреждена и уничтожена, согласно вере, люди были сильны верой. Разрушение было организовано дьяволом, но длилось это недолго. Люди, верующие, взывали Творцу, и Бог быстро удалил их. Белые, англичане, турки, итальянцы и португальцы так или иначе вмешались непосредственно в Эфиопию. Исторически сложилось так, что они влияли на себя и причиняли себе вред. Однако сегодняшняя кампания уникальна. Текущее разрушение церкви усиливается внутренними и внешними силами. Кампания против церкви началась официально, особенно после прихода к власти Дергов. Хотя церковь не была снесена, ее служители не погибли. Дерг возглавлял коммунизм, из-за которого многие молодые люди и общество боялись ходить в церковь или мечеть. В данный момент это было время, когда Красный Террор был временем паники и беспокойства. Попытка спокойно пойти в церковь была припринята только после образования партии СПАКа и окончания внутренней борьбы Дерга при Хайли Марионе. Однако церковь была слаба в обучении. Это было особенно заметно в городских районах, потому что большая часть северной части нашей страны была набожной православной сектой, поскольку земля была конфискована, доходы церкви были резко сокращены, а все доходы исчерпаны. В частности, сильно пострадали церковные шаблоны и бнет-школы. Под влиянием режима Дерга школы и нета, школы духовных ученых вымерли. Процесс дошел до убийства патриарха нашей церкви, и многие отцы были эмигрированы. Хотя эта ситуация не утихала до падения Дерга, крестовый поход против церкви продолжался. Когда НФОТ пришла к власти после падения Дерга, ее первая кампания была против эфиопской православной церкви Тевахеда. Он напрямую вмешался в нашу церковь, изгнал тогдашнего патриарха Патриарха Меркурия и заменил его католическим отцом Паулосом, назначенным НФОП. Когда им пришлось защищать свою веру, 33 епископа согласились и подписали католический епископ Пава Паулос. Отец Паулос вскоре решил выполнить свои католические приказы, намереваясь не спровергнуть церковные обряды, они решили изменить закон, по которому Верховный Бог Церкви. Первым истинным законом был Верховный Синод Нашей Церкви, а Верховным лидером Синода был Бог Святой Дух. В начале заседания Синода все епископы рассаживаются по кругу, 81 объявляя будет быть размещена в высоком столике между ними. Когда конференция откроется, в молитве Бог Святой Дух захватит собрание. После этого состоится встреча. Патриарх, под руководством Святого Духа Божьего он выполняет решение Синода. Поскольку Патриарх подачетен Синоду, его работа регулируется решениями Синода. После всего этого канон нашей Церкви был изменен, предыдущий закон был отменен, и Абапоулос был назначен руководителем Синода. Это означало, что Синод стал подачетен на Абапоулосу. Этот сделал идола царем, церковь стала кумиром, потому что Абапоулос рукоположен себя на месте Синода. Закон еще не отменен, и он все еще действует у Абуни Матиаса. Никаких изменений в этот закон не вносилось. Наш отец, главный ученый Аялефтамиру, в своем аргументе в то время, они боролись, чтобы остановить Абапоулос, который изменил истинный порядок Церкви, сделал злых, но Пап сам не поддерживал его, и он был исключен из Церкви. Их славное священство они осудили в Церковь священник, все, министры, которые называют по имени Синода те, кто называет имя Бопия Аблоса и член Синода в его литургии служения. Они поступили правильно. Это осуждение может быть снято только тогда, когда Церковь признает причину, по которой главный ученый Аялефтамиру осуждает Церковь и раскаивается в своих проступках. Только так можно восстановить жизнь Церкви. Сегодня, вместо того, чтобы обратить вспять эту и подобные трагедии, она усиливает чувство вины. Сегодня Церковь стала центром реформы, помазания и благодати. Большинство проповедников Церкви стали миллионерами и превратили Церковь в коммерческий центр. Не только это, но и большинство низших министров-епископов стали шпионами правительства Абия-Ахмеда, то есть еретиков, протестантов, и исламского правительства. Они проиграли из-за старого змея, из-за дракона, из-за лжепророка. Они поклонились ему и приняли знак. Мой народ, правда всегда правда. При этом мы должны четко идентифицировать тех, кто разрушил нашу истинную Церковь. А вы, кто хочет пойти на компромисс в своей вере, сотрудничество с политическими отступническими убеждениями, вы не знаете своей веры. Вы предатель. Как видите, в Церкви нет пастыря. Практически все они работают не по найму. Они стали отступниками и еретиками. Таким образом, суд пришел, чтобы очистить тех, кто сидит в Церкви и разрушает веру Тевахеда. На словах они утверждают, что являются набожными верующими, но на деле они помазанники, еретики, реформаторы, шпионы. Если кто-то использует свой язык в своей пропаганде, он может их поддержать. Но с Богом не важно, кто они. Они дети дьявола, и их суд выйдет наружу. Православная церковь Севайда не только страдает от этого, белый мир долгое время проводил кампанию против этого Дома истины, но он никогда не был таким открытым, как сейчас. Основная причина этого в том, что правда, которая открывалась последние пятнадцать лет, подвергала их испытанию. Поэтому всех, кто скрывался, кто тайно нападал на церковь, начали открыто разрушать. Послания, пришедшие под названием Эфиопии, свет миру, мы донесли до общественности, используя воображение, данное нам всемогущим Богом, потому что им не хватало метода прикрытия, и так, мы слышим, как они слепо осуждают повсюду. Наш Творец всемогущий Бог по своему характеру является истиной. Поэтому он оправдывает только правду. Лжец, это дьявол, прежний змей, лжи пророк. Как мы можем сказать, что поклоняемся Богу, если мы молча наблюдаем за отступничеством нашей церкви, которое привело к ложному отступничеству и ереси? Как можно сказать, что мы царствовали истиной? Следовательно, мы можем сказать, что они разрушили нашу церковь из-за того, как они поступают, и того, что они делают. Учреждение под названием Ассоциации Святых Ильимах Берек и Дусан, которое когда-то было основано с добрыми целями, добрыми ортодоксальными детьми Тивахеда, в то время хорошо поработало, но постепенно правительственные шпионы проникли в этот район, в результате чего они потеряли свой характер. Мы слышали, что эта организация открыто выступает против посланий Эфиопии, Свет Миру, они сделали это в своей передаче Махибирки Дузан Телевизион двумя опрошенными гостями. Гости, проповедник Хайли Мариум Зевду и проповедник Гебри Медин Ильеву. Хотя программисты интервьюер не назвали своих имен, но мы узнали, что они были основными организаторами мероприятия. В этом случае два учителя утверждают, что являются экспертами, мы слышали, когда они говорят, что нет воскресения Эфиопия. На самом деле мы слышали, что когда они говорят, мы принимаем только Библию, а так называемые апокрифические святые тщеславны, тогда мы должны принять это к сведению. Мы слышали, как они говорили открыто, как протестанты. Мы понимаем, сколько ассоциаций церкви православные руководители церкви Тивахеда были проданы, чтобы разрушить нашу церковь и царство в ересе. Однако те, кто слаб, продает себя коалицией юридиков и ислам, они используют свои плащи и тюрбаны, чтобы прикрыть себя и потребовать, что каждый, кто носит плащ и тюрбан является образованным священником. Проповедник Хайли Мариам Зевду большую часть времени критиковал Фрейсбук, Телеграм и Ютьюб. С другой стороны, со стороны разных отцов, по его словам, отцы, которые говорят в городе, они критиковали их мало того, что не важно, что такое воскресение, это написано в Макфеи 24, сказал он. Этот человек сам сказал по телевидению, что бесполезно использовать все социальные сети также забыл, что телевидение они говорили о электронах. Это им подходит, для других это ложь. Они высокомерны. Затем они говорили о воскресении, Матфеи 24 говорит нам, что пришествие Бога и знамения происходит, когда Господь придет для окончательного суда. Давайте скажем учителю, что Матфеи 25 является очень четким заявлением об этом. Но их слова не имеют к нам никакого отношения. Мы говорим о воскресении Бога на земле в откровении Иоанна, и как мы собираемся туда попасть, выражая в этом видение слова Иоанна в откровении 16, 18, 19 и заявляя, что Эфиопия является лидером воскресения. А теперь, проповедник, позвольте мне добавить вам об императоре Теодроссия, прочтите 49 главу Исаия. Ой, извините, вы учитель Нового Завета, вы не знаете Ветхого Завета. Поэтому я не думаю, что вы знакомы с православным Тиваэда, которое основано на слиянии и согласовании Ветхого Завета с Новым. Это проясняет вашу ересь. Второй учитель, Гиблимейдин и Неву, они говорят о чем-то новом. Все их выступления были просто оскорблениями критикой. Все это не было подтверждено Словом Божьим. Они критикуют послание Эфиопии, свет миру, говоря это, они раздают удостоверение личности, говорят, войдите в ковчег, они считают нас преступником, демоническим духом. Богохольство, это наша одежда. Мы не запоминаем Слово. Мы живем верой. Откуда они нас знают? Какие сообщения от нас они прочитали? Они не знают? Отлично. Кроме того, они сказали, что из три типа пророчеств. Один, информационное пророчество, второе пророчество демонов, третье, пророчество Святого Духа, в любом случае, было бы хорошо, если бы они рассказали нам о Слове Божьем для слов первого и второго. Ни информации, ни демоны, оба они не пророчества, их называют кошмарами, потому что их общение со злым Духом. Что касается истины, которую Бог открывает через Святого Духа, в снах, видениях и во многих отношениях Троица дает духовное руководство своим детям. Учитель, ваш являются молодежь, как я могу видеть вас, вы не более тридцать, так ваши друзья. Когда вы рассмеливаетесь критиковать старших отцов, это показывает, кто вы и ваше прошлое. Сами апостолы составили Новый Завет, именно написанная Ими Евангелие побудило вас называться Учителем. Вы также упомянули Матфея 24, вот что он говорит, сидите в Иерусалиме, пока Господь не пошлет вам Святого Духа. Я пойду к моему Отцу, и после того, как я пошлю Бога Святого Духа, Он будет направлять вас, советовать вам и учить вас. Как Он их повел Небесное Основание Ветхого Завета, объявляя, что это способ объяснить, как время от времени судить, появляясь во сне видения, разве вы не знаете, что Он привел нас сюда? Во всяком случае, мы дали удостоверение Личности, с какой целью мы дали? Спросите у тех, кто взял удостоверение Личности, но что Он делает для вас? Даже если вы этого захотите, вы этого не получите. Корабль веры, Дева Мария, верные, жених воскресения, это не просто чтение слова, верой мы можем угодить Богу, все в порядке, вы учителя, мудрые фарисеи наших дней, куда ушел лорд, который сказал, не говори мастер мастер, я твой мастер, вы сегодняшние фарисеи, не передешь, огонь, который приходит первым, очистит тех, кто преграждает путь, пастыри и разрушителей, лучше не говорить о том, чего не знаешь, прочтите о себе все 34 главу из Иезекиели, потому что вы защищены от осуждения, но и мы отдали ваше плоть сатане, чтобы спасти вашу душу, потому что вы отрицали воскресение Эфиопия, и ты не приедешь накануне, позвольте этой истине дойти до вас, смерть настигнет тебя. В итоге, важно понимать, что нашей церкви грозит серьезная опасность. Все ее слуги осуждены за нарушение патриархального закона и за то, что не исправили закон и долопоклонство, наложенное Авбой Паулосом, епископом Хулиганом. Невозможно получить благословение и какую-либо услугу. Тот, кто так поступит, будет осужден, потому что он будет участвовать в их деятельности. Поэтому наш совет терпеливо жда действий Бога. По мере того, как церковь Эфиопии светит миру в будущем, все больше и больше, кто принял их осуждение и повиновался приказу, когда они отличаются тем, что не упоминают имя синода в каком-либо культе, который не позволяет ему исправиться, мы думаем, что их можно использовать. В общем, время близко, Божья семья. Советуем не беспокоить. Еще мы рекомендуем то, что церковь уже давно является проводником государственной политики, поэтому мы говорим, что вы не должны слушать, если это другой язык для правительства. Самый большой из них, ее сектанство и отступничество проистекают из, поскольку она была членом группы под названием Союз религии, которая практикуется со времен Амапулоса, после недавней вспышки Кавет-19, согласно совместной телевизионной молитве, направленной нашими церковными лидерами, они объявили месячный молитвенный пост с еретиками, католиками и мусульманами. Таким образом, они подтвердили свою верность зверю, верованием, который он создал, ересе, протестантам и исламу. Итак, они поклонились и получили начертания старого змея, дракона и уже пророка. Они применили волю и идею царства дьявола. Следовательно, сама церковь должна быть спасена, но она не может спасти другого верующего и выполнить свои пастырские обязанности, пока она впадет в такое предательство. В Семью Божью мы верим во истину и в Дух, всем сердцем, всей душой, в Троицу и Деву Марию, я призываю вас смотреть глазами веры и наблюдать с терпением и стойкостью. Основные операции, которые я описываю ниже, будут иметь место и будут реализованы в кратчайшие сроки по воле Бога. Выкорчевывание, посадка или пересадка, кто будет искоренен? Да, во всем мире, как вы упомянули во видении, все, кто поклоняется и принимает начертания старого змея, дракона, лже-пророка, вождя и всех людей со всех концов земли, будут смятены с этой земли в великом гневе, в великом огне и язве. Не важно, насколько сильна страна, не важно, насколько сильна она, он будет унесен пламенем своего высокомерия. Страны, которые претендуют на звание великих, босса дьявола, которые говорят, что у них есть ядерные ракеты и самолеты, во велика ярости, что ни земля, ни небо его никогда не видели. Они вспыхнут ярусным огнем и будут смятены вместе со своими гражданами. Кто будет спасен? Это будет сделано в соответствии с третьим, восьмым и пятым сообщениями. От развала и сожжения Эфиопской православной церкви Тевахеда возникает ситуация, в которой она свободна от ереси, католицизма, безопасности, шпионажи, кадрового духовенства и ее разрушителей. Все ее враги будут смятены Божьим судом и брошены в огонь. Слуги, которых Бог любит, выбирает и одобряет, возьмут вверх. Кто будет посажен? Да, все те, кого любит Бог, будут посажены по всему миру. Как вы все знаете, большинство городов на земле построено в нарушении субботы. Они созданы, чтобы тем или иным образом отражать дьявола, они будут полностью уничтожены. На их месте они будут чудесным образом перестроены теми, кто прославляет Бога, соблюдает свою святость, соблюдает субботу и соблюдает закон всемогущего Бога. Временные администрации со всех сторон земного шара будут сформированы под агидой мирового легкого правительства Эфиопия. Первая структура правительства будет создана в Эфиопии и в соседних странах, как описано в сообщении 8. Мир ясно увидит Эфиопию, где почитаются всемогущий Бог и Дева Мария, под светом мира под Эфиопией мир увидит, когда Эфиопия ярко засияет своими любимыми избранными воскрешими детьми. Неправославная религиозная организация, католики, еретики, исламисты, китайская и индийская дала поклонство и другие, те, кто долгое время был прикован к земле дьяволом и сожгли человечество до дьявола, в великой ярости они будут сметены земли вместе со своими последователями и слугами. Как мы видим сегодня, организации объединенных наций, Европейский Союз, Африканский Союз, Азиатский Союз, Латиноамериканский Союз и Лигу Арабских государств, все исчезнут. Невозможно собраться, решить или поговорить, не дает вздохнуть. Есть поток неудержимого огня. Невозможно исправить, вылечить, убежать, помочь кому-либо. Поднимая скрытое, позвольте мне провести это скрытое время, этого нельзя сказать. Повсюду, это будет только мучительная смерть. Невидимый, невысказанный гнев снизу идет. На этой точке, кто будет стоять с их миром, кто может двигаться. Да, избранный Богом народ может перемещать только тех людей и страны, которые были признаны мировым светлым правительством Эфиопия. Те, кто умоляют и сдаются, будут жить в мире, насколько позволяет всемогущий Бог. Выжившие после гнева будут восстановлены под властью мирового правительства света Эфиопия в соответствии с законом Троицы. Посадка и выкорчевывание будут происходить во время разрушения. Мир будет оставаться в состоянии постоянного пожара до тех пор, пока мировое светлое правительство Эфиопия не будет установлено во всех уголках земного шара. Все слуги дьявола, которые тысячелетиями уничтожали землю, будут уничтожены. Те, кто говорят, что нет воскрешения Эфиопия, они идут на смерть, они увидят, как Эфиопия восстанет в великой славе, похоронив землю и богатых людей в благоговение и славе. Они идут на смерть, в виде и слыша. Для народа Божьего, для эфиопского православного верующего Тевахеда, страдания, которые они планировали, будут для них сотни раз, они спускаются в могилы, в виде славы народа Божьего в его смерти. Событие, которое я только что описал, сейчас состоится. Не смейтесь над этим долго. Для этого нет ни времени, ни места. Действие вступит в силу, как только сообщение будет выпущено, как указано в решении и приказе. Некоторые шокированы, когда действие начинается и сметает их прочь, или когда огонь движется, чтобы поглотить их, некоторые из них скажут, это правда. Куда нам спастись? Конечно, много. Это не имеет значения. Когда им дают советы, делают выговор, наказывают патриархальным наказанием, кто вынужден не возвращаться. Тогда расскажи им о своей мудрости, дьявольской хватке и идолах которых ты разместил в чудесных зданиях, чтобы спасти тебя. Как фараон бы поражен гневом Божьим, он обнимал идола, которому поклонялся, того, кто сказал, спаси меня. Вы закрыли уши, когда вы услышали послание Эфиопии, свет мира, текущий 15 лет. Поколение, которое проводит утрофейсбук, телеграм, ютуб, миллиардное поколение, бывает ли время, когда сообщения не были перед вами. Разве вы не смеялись над ними и не смеялись над ними? Они доступны на всех основных языках и в аудиоформате. Они вас умоляли. Они кричали безустали. Итак, кто спасет вас, когда вас будут судить сегодня? Никто не может вас спасти, потому что вы против троицы. В этом великом гневе, женщины, которые носят брюки, потому что вы делаете что-то ненавистное, ты не спасешься. Все наказания, которые все еще применяются на земле, являются первыми наказаниями, как описано в третьем послании. И сейчас, признаки начала второй меры наказания, беспрецедентные ураганы, наводнения, оползни, дорожно-транспортные происшествия, геноцид, религиозные войны, пограничные войны, гражданские и гражданские неповиновения были заказаны в первую очередь. Заболевания, которые вы сегодня называете COVID-19 и Эбола, в частности, болезнь, которую вы называете вирусом короны, а мы, чумой, вы видели и видите, насколько это потрясло вас. Это не более чем первый шаг на показания. После выхода этого сообщения, истребления всех грядущих язв, он будет полностью функциональным. Его сила, это сила, которую Земля или небо никогда раньше не видели, семь раз по семь, сорок девять раз, тогда вы увидите большие разрушения. По всему миру, когда приходит корона, вы запираетесь в доме, мойте руки дезинфицирующим средством и обезопасите себя. Это легко. Как сильно тебе больно. Ты его знаешь. Как мы можем видеть, вместо того, чтобы в шоке вернуться к своему Создателю, сказать, что я доставил вам вакцину, вместо того, чтобы человек вернулся к Создателю, вы по-прежнему делаете его похожим на Спасителя. Вы изо всех сил пытаетесь удержать людей от покаяния и обращения к своему Создателю. По вашей предыдущей работе, сегодня вы говорите, поклоняетесь мне, вы говорите, что я ваше решение. Итак, как фараон, вы возгордились. Подобно тому, как смерть охватила весь Египет, фараон ожесточил свое сердце перед лицом многих бедствий, когда смерть царствовала в его доме по всей земле Египетской, куда он может тогда пойти? А как насчет высокомерия и презрения? А как насчет критики? Высокомерный фараон пал к ногам и сей сказал, пожалуйста, иди, это произойдет сегодня. Вы увидите, что в каждой стране мира смерть царит в каждом доме, никто не может ее остановить. В вашем доме будет трагедия. Хуже, если ты выйдешь. Куда ты идешь? Вот что произойдет. Примечание. Мы народ Божий, эфиопские светлые семьи мира, мы празднуем День независимости без забот и мыслей. Потому что нас окружает огонь. Мы доверяем Троице Авраама и Деве Марии, и мы благодарим их. Мы поим от радости. Умолять нас, как вы пересекаете море смерти, которое царит в вашем доме, у вашей двери, везде. Вы увидите, как радуется жених воскресения, которого Бог любит, спасает и прославляет, но до них нельзя дотянуться. Посреди всех вами правит смерть. Вот что произойдет. Сегодняшнее поколение, что для вас хорошего? Ваше серебро не спасет вас, ваше здание, вашу пещеру, вашу башню, вашу сражу, вашу пушку, ваш танк, ваш реактивный самолет и ваш корабль, все это будет пылью. Кто тебя спасет? Я рассказываю вам все, что будет. Время пришло. Поколение, которого вы не слышите. Пока готовится это послание сегодня, разве мы уже не консультировали вас нашими различными утверждениями и учениями? Разве мы тебе не говорили? Когда мы даем совет нашим детям, нашим слушателям, ты, высокомерный, доверял своему отцу, дэвилю, старому змею, лжепророку и насмехался над нами. От лидера к лидеру, от религиозного лидера к верующему, разве вы не все смеетесь. Когда мы видим, как смерть покрывает вас, беспокоясь о том, чтобы забрать вашу душу, это результат вашей работы, а не сюрприз, знайте, что мы не понимаем вас, кроме как девица праведному суду Божьему. Итак, те, кто были сегодня до вас, мы можем заверить вас, что они будут делать быстро. Пусть он даст вам стойкость, что останется на земле, то, что полезно для жизни человека, останется, но оно не должно быть вредным для духовной жизни. Но ты умрешь, оставив все свое накопленное богатство людям воскресенье. Кто такой император Теодрос? С какой целью он думает всемогущий Бог? Где это находится? Что он выполнит? Где он правит? Каким государством он будет править? Кто открыл эту правду? Что отцы говорили об этом царе? В Крайсас, в книге Джедалфикатер, в книге Дарьерс и Мюрил, в пророчестве Сабелы, в книге Шеноудо и в других книгах упоминается император Теодрос. Это раскрывается в Слове Божьем, которое многие еще не поняли. Сегодня на Ютуб, Фрейсбук и других социальных сетях есть много людей, которые по-разному говорят об императоре Теодроссе. Также есть люди, которые смело возражают против того, чтобы такой царь не приходил, они часто женаты на эретиках. Сначала мы посмотрим на Слова Всемогущего Бога в 49 главе Иса и перейдем к остальной части идеи. Слова Всемогущего Бога говорят. Послушайте меня, острова, и слушайте, люди, издалека, Господь призвал меня из чрева, из недо моей матери он упомянул мое имя. И он сделал мою уста острым мечом, в тени своей руки он спрятал меня и сделал меня полированным древком, в своем колчании он спрятал меня, и сказал мне, ты раб мой, Израиль, в котором я прославлюсь. Тогда я сказал, напрасно потрудился я, напрасно и напрасно потратил силы мои, однако суд мой у господа, и дело мое у Бога. И ныне, говорит Господь, сотворивший меня из чрева, чтобы быть его рабом, чтобы снова привести к нему Иакова, хотя Израиль не будет собран, но я буду славен в очах господа, и Бог мой будет моей силой. И он сказал, не трудно быть мне рабом, восставшим колено Иакова и восстановившим сохранность Израиля, и я дам тебя в свет язычникам, дабы ты был моим спасением для конец земли. Так говорит Господь, искупитель Израилев и святой его, тому, кого люди презирают, кого ненавидит народ, рабу правителей, увидят царя восстанут, и князя поклоняться ради Господа, который верен и святый Израилев, и он изберет тебя. Так говорит Господь, в благоприятное время я услышал тебя и в день спасения помог тебе, и сохраню тебя, и дам тебе заведли народа, чтобы утвердить землю, дать в наследство пустынное наследие, чтобы ты сказал узникам, выходите, тем, кто во тьме, явитесь. Они будут пастись на путях, и пастбищах будут на всяких высотах. Они не будут ни голодать, ни жаждать, ни зной, ни солнцем, ни поразятых, ибо милующий их будет вестих, даже по источникам вот ведет их. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут высокими. Вот, они придут издалека, вот, они севера и запада, а они из земли синим. Пой, небеса, веселись, земля и воспевайте, горы, ибо Господь утешил народ свой и помилует страждущих своих. Но Сион сказал, Господь оставил меня, и мой Господь забыл меня. Может ли женщина забыть своего грудного ребенка, чтобы она не жалилась над сыном своего чрева? Да, они могут забыть, но я не забуду тебя. Вот, я вырезал тебя на ладонях моих, стены твои постоянно переданы. Дети твои поспешат, истребители твои опустошившие тебя, выйдут из тебя. Подними глаза твои кругом и посмотри, все они собираются вместе и идут к тебе. «Живу я», говорит Господь, «ты должен надеть себя всеми ими, как в украшения, и свяжи их на себе, как невеста. Ибо пустошь твоя и пустыня твоя и земля гибели твоей будут уже сейчас слишком узкие зажителей, и поглотившие тебя будут далеко. Дети, которые у тебя будут после того, как ты потеряешь другого, скажут тебе в уши, место тесновато для меня, дай мне место, и я буду жить». «Тогда скажешь в сердце твоем, кто родил мне этих детей, когда я потерял детей своих и остался в плену и бродил взад и вперед и кто их воспитал? Вот, я остался один, эти, где они были. Так говорит Господь Бог, вот, я подниму руку мою к язычникам и поставлю мою знамя к народу, и они приведут сыновей твоих на руках, и дочерей твоих будут нести на плечах, и короли будут твоими кормилицами, и их царицы будут твоими кормилицами, и они будут кланяться тебе лицом к земле и лизать пыль с ног твоих, и ты узнаешь, что я Господь, ибо не постыдятся ожидающие меня. Отнимется ли добыча у сильных или освобожден законный плен? Но так говорит Господь, пленники сильных будут взяты, и добыча ужасных будет освобождена, ибо я буду бороться с противником тебя, и спас угнетающих тебя своей плотью, и напьются они собственной кровью, как сладким вином, и узнает всякая плоть, что я, Господь, твой спаситель и твой искупитель, сильный Яков. Вся 49-я глава Исаии посвящена эфиопскому императору Теодросу, о воскресении Эфиопии, это также говорит нам о мыслях тех, кого Бог назвал Израилем по своей плоти. Разберем слово подробно. В этом непонимании будет решена. Их вина, их предательство, их искажение истины, вам будет стыдно за отступничество прежнего змея, учеников уже пророка Дракона и миллиардов людей в мире. Вы, сказавшие, вчера я не следил за апокрифической книгой, вы, которые сказали, что нет воскресения Эфиопия, как сказал пророк Даниил, в последние дни конца будет много знания. Человек восстанет, чтобы исследовать истину Божью своей мудростью. Давайте, слуги Троица, расскажем вам, какие у вас плохие новости, потому что у вас нет веры, чтобы раскрыть истину всемогущего Бога. Один из ваших обманчивых языков говорит, что мы не верим в не Библия. Поскольку вы, создание лжепророка, я дал вам ясное и недвусмысленное пророческое слово из Библии, в которое вы верите. Пророчество патриархов, которые вы отвергли, остаются в силе. Давайте посмотрим на последствия и слово гласит, послушайте меня, острова и слушайте издалека, люди. Его значение, острова означают страны и правительства. Бог велит вам слушать всех потомков Адама, которые были разбросаны по земле. Слово гласит, Господь призвал меня из чрева, из не до моей матери он упомянул мое имя. И он сделал мои уста острым ничем. Подразумевается, что Бог сотворил каждое создание для своей славы, его характера из жизни по своему желанию, и он сотворил его повсюду согласно своей судьбе. Он также будет ходить по земле, как определена судьба всемогущего Бога. Когда мы созданы, когда он позволяет нам подчиниться его воле жить на его земле, он поставил перед нами тьму и свет, чтобы мы могли идти, куда хотим. Когда мы делаем правильный выбор, нам дается добрый ангел, который направляет нас. Это позволяет нам учиться так, как хочет нас Бог, потому что мы выбрали добро. Тот, кто ходит по воле Божьей, научен Богом. В соответствии со своими целями и желаниями Бог избирает людей из человечества для своего служения. Царь Давид был избран Богом и призван служить своей цели, царь Давид, который понимал, в чем заключалась Божья воля цель, сказал, когда я был еще в утрове матери, я стал известен тебе, прежде чем я стал смешанным из костей и крови. Бог вызвал его из чрева с определенной целью. Таким образом, выбор Бога был сделан еще до создания царя Давида. Прежде чем все пророки и апостолы объединились в утрове матери, он избрал их для исполнения своего плана. Он сделал свою избранницу острым мечом. Они потрясли мир своими словами, потому что Бог это Святой Дух, действующий в их телах, на их языках. Слово гласит, он скрыл меня в тени руки своей и сделал меня полированным древком, в своем колчании он спрятал меня, подразумевается, что сегодня вы слышите Божье слово суда, его упрек в посланиях Эфиопии свет миру. Но вы не видели меня, раба Божьего, лично, почему? Потому что он скрывал меня до часа. Он скрывал меня более пятнадцать лет. В этом вам нужно знать способы работы Бога. Слово говорит, и сказал мне, ты раб мой, Израиль, в котором я прославлюсь. Тогда я сказал, напрасно я трудился, напрасно и напрасно израсходовал силы мои, однако суд мой у господа и дело мое у Бога. Подразумевается, что Бог ясно говорит, кого он избрал, он говорит, ты мой слуга. Всемогущего Бога почитают за все добрые дела, которые он сделал в этом избранном сосуде. Мои люди, я действительно удивлен, когда говорю это слово, слово было в моем сердце, это слово, которое я использовал, чтобы передать в моем уме, я трудился напрасно, я потратил силы мои напрасно и напрасно, но, несомненно, мой суд с Господом и мои дела с моим Богом. Когда я выразил эту истину, у меня было ощущение, что я написал слово. В этом сообщении я не хочу говорить о своей жизни и страданиях, кто хочет знать, он может спросить всемогущего Бога, если не торопиться, все откроется, вы это услышите, потому что от выхода на свет ничего не останется. Лично я не хочу думать о том, откуда я. Когда я думаю об этом, я так нервничаю, что не могу с этим справиться, поэтому мне приходится прыгать. Моя награда и суд все еще в руках Бога. Как вы все знаете, битва с лже-пророком, старым змеем, который провел миром и провел миром, как ему заблагорассудиться, началась в моем детстве. Не осознавая своей души, дьявол пытался уничтожить меня множеством способов. Я не страдала своим желанием. Оставьте все остальное, с того момента, как не было приказано доставить вам сообщение, было непросто получить сообщение во время каждого сообщения. За это пришлось заплатить высокую цену, которую я не буду описывать сегодня. У дьявола много атакующих стратегий. Хотя мы прошли силы Божьей, нам было очень больно. Я как человек и как семья заплатил за это самую высокую цену. Я дал этому всю свою жизнь. Многие ищут славы, богатства и похвалы, это желание плоти. Но для тех, кто понимает истину и любит Бога, это не имеет смысла. Все их желания успокаиваются, когда зло этого мира скоро уходит, и они уходят к своим предкам в раю. Что касается боли и страданий, которые я видел в своей жизни, он сделал мне очень грустно жить на этой земле. Даже если я останусь, я смогу сделать это только по воле Бога, для Его славы, для Его славного имени, для моего служения Ему. Сегодня я, раб Троицы, живу, чтобы служить Ему, подчиняться Ему, исполнять Его волю, исполнять волю моей Матери Девы, Мария. Кроме этого, мои желания ничто не удовлетворяет. Я закончу свой забег, когда я заставлял другие народы поклоняться моему Богу, когда я увижу, когда воля Божья исполнилась, и всемогущий Бог прославился всеми людьми, это вся моя компенсация. У меня нет желания от этого мира, мне не о чем заботиться о своем теле. Конечно, вы можете быть шокированы тем, что слышите. Я буду править всем миром, я зря, просто фигня. Я меньше всех вас. Но он милостиво покрыл меня своей милостью, он покрыл мои постребные грехи, он заплатил за меня высокую цену, опять же, он решил поместить меня в место, которое находится за пределами воображения мозга, так как я это слышал, во течение многих лет я убедительно спорил со всемогущим Богом Иисусом. Я сказал ему, что это не для меня и что я не годен для этого, он сказал нет. Я также спросил свою мать, деву Марию. Она сказала нет. Но поскольку время показывает все, перейдем к следующему слову. В этом слове сказано и ныне говорит Господь сотворивший меня из чрева, чтобы быть его рабом, чтобы снова привести к нему Якова, хотя Израиль не будет собран, но я буду славен в очах господа, и мой Бог будет моей силой. И он сказал, не трудно быть мне рабом, восставшим колено Якова и восстановившим сохранность Израиля, я дам тебя в свет язычником, дабы ты был моим спасением для конец земли. Так говорит Господь, искупитель Израиля и его святейший, его значение, как вы можете видеть, слово всемогущего Бога, сегодня вы не знаете, кто такой король Теодрос. Также это правда для тех, кто говорит нет. Узнай, почему его позвали, кто его позвал, кто его назначил. Все вы слышите, когда наш Господь Иисус ободряет его, что для Бога это очень легко, что для него трудно и смертельно опасно. Слово продолжается, тому, кого ненавидит народ, рабу правителей, увидят царя восстанут, и князья поклонятся ради Господа, который верен и святаго Израилева, и он будет выбереть тебя. Смысл этого, во всем мире для тех, кто правителей, Божий праведный суд, истинно, которую открывает Бог, все королевства, которые они шокируют, в процессе их уничтожения все будут кланяться императору Теодросу, вольно или невольно. Это то, что говорит вам слово. В этом слове сказано, так говорит Господь, в благоприятное время я услышал тебя и в день спасения помог тебе, и сохраню тебя, и дам тебе завет народа, чтобы утвердить землю, чтобы наследовать заброшенное наследие, чтобы ты сказал узникам, выходите, тем, кто во тьме, явитесь. Подразумевается, что Бог заверил его, что он защитил, выслушал и защитил своего слугу посреди великой скорби. Примечание. Он говорит, утвердить землю, он приказал своему слуге восстановить то, что было потеряно и что было потеряно. Затем это слово снова говорит, скажи пленникам, выйдите, тем, кто во тьме, явитесь. Точка запятой первой задачей царя было разоблачить и заключить в тюрьму тех, кто был заключен в тюрьму, преследовался, преследовался дьяволом и преследовался за их ортодоксальную веру Тевахеда. Затем Бог говорит, дай тебе завет народа, и так, Бог дал царя своему народу, как и обещал. В этом слове сказано, они будут пасти на всяких высотах. Они не будут ни голодать, ни жаждать, ни зной, ни солнце и ни поразятых, ибо милующий их будет вести их, даже по источникам вот ведет их. И все мои горы сделаю путем подразумевается, что Он говорит нам, что в грядущие хорошие времена, в воскресенье, Он будет вести свой народ через своих слуг, и Он будет с ними и устранить препятствия. Нет никого больше горы, всемогущий Бог побещал, что Он устранит все это и проложит свой путь. Ложные убеждения сил сегодняшних горных правительств будут искоренены. Это правда. Слово гласит, и дороги мои возвысятся. Его значение, все праведные суды Бога для всех тех, кто был призван к Его воскресенью в то время, все дороги ведут к миру, благословением, любви, радости, Богу буду поклоняться всем сердцем, всем разумом, всей душой. Это будет славное, возвышенное время света. Слово говорит, вот, они придут издалека, вот, они севера и запада, а они с земли синим. Пой, небеса, веселись, земля и воспевайте, горы, ибо Господь утешил народ свой и помилует страждущих своих. Его значение таково, в грядущие дни, воскресенье, они придут в Эфиопию за утешением со всех концов земли. Бог утешает всех, кто спасен от гнева Божьего, потому что он помиловал свой народ, небо и земля, и царство воскликнуто от радости о праведном суде Божьем. Вот что произойдет. Слово гласит, но Сион сказал, Господь оставил меня, и мой Господь забыл меня. Может ли женщина забыть своего грудного ребенка, чтобы она не жалилась над сыном своего чрева и да, они могут забыть, но я не забуду тебя. Вот, я вырезал тебя на ладонях моих, стены твои постоянно передо мной. Дети твои поспешат, разрушители твои и те, кто опустошили тебя, выйдут из тебя. Подразумевается, что это слово обращается к тем, кого по плоти называют Израилем. В грядущем воскресенье Израиль, как описано в третьем сообщении, ей дается право на самоуправление под мировым светлым правительством Эфиопия. По захвату ее людей, которые не сбежали его гнева, как младшую эфиопскую сестру, ее утешает духовное руководство духовного управления Эфиопской православной церкви Тевахеда. Бог о ранних пророках, апостолах и за их жизнь, которую они заплатили за него, они были рождены и любимы Богом, как его народ. Даже если они ему откажут, несмотря на то, что они предали его смерти в великом отступничестве, они все еще не раскаиваются, но когда всемогущий Бог посетил мир в последний час, ему стал жаль свой народ. Он вспомнил первые дни Авраама, Исаака, Иакова, отцы-основателей Моисея, Илья Давида. Вот как Израиль получил свой шанс. Слово гласит, подними глаза твои кругом и посмотри, все они собираются вместе и приходят к тебе. Живу я, говорит Господь, ты должен одеть себя всеми ими, как в украшения, и свяжи их на себе, как невеста. Ибо пустошь твоя и пустыня твоя и земля гибели твоей будут уже сейчас слишком узкие зажителей, и поглотившие тебя будут далеко. Дети, которые у тебя будут после того, как ты потеряешь другого, скажут тебе в уши, место тесновато для меня, дай мне место, и я буду жить. Тогда скажешь ли ты в сердце твоем, кто родил мне этих людей, когда я потерял детей своих и нахожусь в одиночестве, пленом и бегающим взад и вперед? И кто их воспитал? Вот, я остался один, эти, где они были? Подразумевается, что Бог тверд и доверяет своему слову. Когда Бог помнит Эфиопию, он отремонтирован полностью, когда всемогучий Бог вспомнит Эфиопию, он восстановит все ее вещи, которые потеряли, все отчаялись, что она подверглась гонениям. Всякое запустение будет процветать, Эфиопия станет утешением для всей земли. Таким образом, насколько полна ее земля, она будет полна женихов его территории будет огромной. Отчевшаяся Эфиопия, люди со всего мира снова родятся из-за ортодоксальной веры Тевахеда, они будут как украшение для нее славной. В этом слове говорится, так говорит Господь Бог, вот, я подниму руку мою к язычникам и поставлю знамя мою народу, и они приведут сыновей твоих на руках, и дочери твоей будут несли на своих плечах. И короли будут кормилицами они, будут кланяться тебе лицом к земле и лизать полис ног твоих и, ты узнаешь что, я Господь. Подразумевается, что когда Бог говорит, я подниму руку мою на народы, я поставлю свой замысел против моего народа, в хороший период, в период ремонта, это указывает на том, что язычники будут призваны к истине, и что Бог призовет их в землю, где будет почитаться его откровение, в Эфиопию. Слово гласит, ибо не постыдятся ждущие меня. Его смысл таков, те, кто ждут меня, не постыдятся. Вы действительно понимаете значение этого слова? Да. Я верю, что человек с чистой совестью заметит. Эфиопия, земля православной веры Тевахеда, страна, любимая Богом. Земля, где живут люди сильной веры. Длительное время, она с надеждой ждала своего Спасителя, Иисуса, и свою Мать, как завет, данный ей. Отцы и матери, они унаследовали эту истину для своих детей, и они встретили ее с надеждой и отправились на небеса. Семья Божья, дети Девы Марии, великий пророк Исаии жил до рождения нашего господа. Великое обещание Эфиопия, великая надежда на будущее было открыто ему всемогущим Богом, записавшим этот завет в своей пророческой книге. Когда пришло время, Бог явил свое слово и тайну, что Эфиопия, многообещающая земля, очень немногие люди, которые верили и понимали эту истину, не ждали безотчаяния, они стояли с полной верой в то, что Бог однажды сделает это. Мы, посланники, тоже этого ждали. Бог всемогущий не разочаровывает тех, кто доверяет ему. Это правда. Это надежда, которую я говорю вам сегодня, вы дошли до этого. Те, кто не веруют и презирают Бога, те, кто говорят, что Бог не может судить и спасти, они увидят его, когда он унесет их своим праведным судом. Потому что они издевались над словом, они превратили правду в ложь, они верили в ложные убеждения, они уничтожили тех, кто действительно стоит, они поклонились дьяволу, дракону и уже пророку. Они отвергли истину, открытую в 20 главе Откровения Иоанна. Они бросили вызов истинным людям и преследовали их. Они смело выступили против идеи Эфиопии, свет миру, которая выражает надежду Эфиопия. Сегодня, полная глава Исаи 49, как описано выше, как ты можешь это отрицать? Потому что вы всегда дети ложного дьявола и можете попытаться совершить грех, потому что вы лжец. Но хочу вас заверить в одном, некогда. Закончилось. Ты опоздал. Теперь все загружено перед вами. Входа нет. Укрытия нет. Закончилось. Слово гласит, отнимается ли добыча у сильных, или законный плен освобожден. Но так говорит Господь, пленники сильных будут взяты, и добыча ужасных будет освобождена, ибо я буду бороться с противником тебя, и спас у детей твоих. И накормлю гнетающих тебя своей плотью, и напьются они своей кровью, как сладким вином, и вся плоть узнает, что я, Господь, твой спаситель и твой искупитель, сильный Яков. Его смысл таков, поскольку мир сегодня полон гордости, он не слушает. Даже если кто-то из нас будет говорить лучше, они не станут слушать, потому что они сильны. Будет ли бедная страна брать то, что она хочет, от США, России или Великобритания? Немыслимо. Мы не можем представить себе страну третьего мира, африканскую страну, которая заявляет, что я буду сражаться против Европы и против всех сверхдержив. Но ясно, что в эту истину верят все современные люди. Будьте удивлены, эта правда изменится. Как это может быть? Да, оно может. Для тех, кто говорит, что это невозможно, потому что это возможно с Богом. Заметьте, пленники сильных будут увезены. Они будут свободны от рук сверхдержив. Заключенные, которых будут им пленницы от тех тиранов этого возраста убежит. Это правда. Народ мой, обратите внимание. Вы увидите правду перед собой в действии. Все лидеры дня, которые шутят над Словом Божьим, будут сожжены огнем. Мировые сверхдержавы, вы освободите тех, кого мучаете на земле, неохотно. Когда вы охвачены огнем, когда вы просите смерти, вы делаете больше, чем от вас требуется. Перед возлюбленной Богом Эфиопии ты будешь обсыпан пылью, вас будут презирать и унижать. На что бы вы не рассчитывали, все, что является источником вашей гордости, мгновенно станет дымом перед вами. Потому что вы вылезете с Эфиопии. Этот поступок конфликт с Богом. Слово суда, описывающее тяжесть ваших страданий, съест вашу плоть и выпьет вашу кровь, как вино. Так это увидит вся плоть. Тогда вы знаете, что Эфиопская медицина всемогущий Бог. Мои люди, в пророчестве Исаии очень ясно говорится об императоре Теодросе, как будет выглядеть воскресенье Эфиопии и как оно произойдет. И он стоит у вашей двери, чтобы выступить. После того, как это сообщение будет выпущено, всемогущий Бог повелевает предпринять все действия. В это время, когда мы сегодня, когда ложь сотрясает землю утром и вечером, в то время, когда молодые старые были зависимы от телевидения, одна из текущих проблем, связанных социальными сетями, YouTube, Facebook и в то же время проблема отъезда и прибытия императора Теодроса была серьезной проблемой. Некоторые выступают против воскрешения в Эфиопии, учитывая нынешнюю ситуацию и глобальное потрясение, некоторые идут против слова пророчества и пытаются угодить правителям дня. Некоторые даже пытаются заработать на YouTube много денег, предлагая что-то новое. Большинство из них послушны дьяволу, потому что они услышали от своего господа, что их исполнение приближается, они очень стараются не дать людям услышать правду и вести в заблуждение. Как говорится, король здесь, цитирование различных книг пророчеств, есть так много страниц, на которых рассказывается о его стране происхождения, его пункте назначения, его месте рождения. По их словам, многие срываются на книгу Фикар Исас, найденную в Англии, они избивают людей с толку, интерпретируя это как угодно. Потому что разговоры, пищи для современного человека, он слушает ложь, смешанную с несколькими истинами, и слышит, не выбирая всего. Таким образом, он запутался. Отступники современных правителей и правительств, а также отступнические верования лжепророка дьявола, они пытаются исказить эту истину, преувеличивать и искажать ее. Боялись мира, а также водители их дьявол, бывший змей, дракон, и лжепророк, хорошо знают об этом факте. Они понимают правду. Примечание. Они являются правители и правители, которых дьявол уже установлено на земле, которые дьявол отвергли Бога, которые дьявол хочет свергнуть царство всемогущего Бога, и кто боролся, чтобы сделать эту мечту в реальность. Так что они все еще борются. Для них нет места в небе. Их побеждают, заворачивают и бросают на землю. Сегодня земная крепость вот-вот рухнет. Бог будет прославлен на земле его веренными служителями. Здесь мы видим, как он ведет ожесточенную битву, потому что истина вот-вот будет поглощена. Это должно быть. Но они не хотят, чтобы это произошло, потому что это конец их существованию. Не только это, ибо неверующие борются против Бога, который сотворил нас их. Неудивительно, если они поражены шоком, ибо Бог будет прославлен на их земле. Это истинно осветит землю, которая была во тьме. Господь всего творения должен быть прославлен в его праведном суде на земле и на небе. Бог-бог, судья праведный. Итак, когда император Теодор спомазан силой Бога, как правитель этой тьмы приметы его, император также знает, что они не примут его со счастливой церемонией. Какое общение между тьмой и светом? Царь пришел, чтобы исполнить волю Бога, создавшего его, чтобы стоять на страже всего на земле во славное имя Бога. Так что, если они хотят его уничтожить, они должны это сделать. Так или иначе, их борьба нелегкая. Мудрость дьявола не забрала, видное, что он придумал множество схем, чтобы ее уничтожить. Так что не удивляйтесь хаосу. Когда открывается истина Божья, всем силам тьмы нет места и конца, и враг сильно обеспокоен. Мои люди, что знает человек в темноте, если другие делают с ним то, что хотят. Он ничего не знает. Они делают все, что хотят. Это правда. Как вы можете видеть сегодня, дьявол полностью омрачил мир и погрузил его в море греха. Геноцид, война, пограничная война, сектанство, война в религии. Как всем известно, мир воюет друг с другом, разделившись на две части по замыслу дьявола. Поскольку они подчиняются его воле, они подчиняются его командам. Все правительство желает, чтобы я принесла лучший мир и процветание демократии, справедливость сатаны. Ваш метод лучше, нет, так лучше, потому что они организованы дьяволом таким образом, они пришли сюда, сражаясь друг с другом на протяжении тысяч лет. Мечта дьявола украшена, когда он сделал мир мрачным. Его мечта сбылась и управляет миллиардами. Если человек знает своего Создателя, если он ходит по своей воле, если он любит и соблюдает его заповеди, тогда он вошел в мир света. Если он понял волю Бога, если он знает, чего он добьется, живя в нем, он искренне счастлив, что будет достигнут светом будущего, и он утешится, он будет наследником царства и принесет благословение С дьяволом приходится усерднее бороться, чтобы этого не произошло, так же он делает это сейчас. Восстание свирепствует, сегодня человечество умирает, как лист. По плану дьявола человеческая кровь течет потоком. Нет никаких перерывов. Сколько невинной крови пролито в нашей стране. Сколько бедных погибло. Сколько домов было разрушено. Сколько умерло от голода и воины. Сколько было убито их семенем. Сколько из его верований Тиваэда было разрушено. Разве вы не видите это ясно? Разве вы не видите, что делает эфиопское правительство, которым правит старый змей, дракон, лжепророк, чтобы удовлетворить желание дьявола, разрушить путь истины. Бесстыдное правительство. Он принял мошенничество, обман и тактику, вроде хорошей знания. Его масло для это, его нож для сердца такой лидер, дьявола, который стремится уничтожить нас, посадил к нам. Сколько бедных эфиопов умерло из-за своей расы? Сколько верований Тиваэда было разрушено? Сколько наших церквей было разрушено и сожжено? Сколько было преследовано? Сколько арабских игрушек стало? Сколько усилий было приложено, чтобы разрушить нашу страну? Это понятно и недвусмысленно. Старый змей, дракон, лжепророк, мошенники, ускоряющие свои мечты и дыбушие, это потому, что рабы Троицы, которую наделил Бог силой, восстанут из Эфиопии, которая является уделом Девы Марии. О смерти нашего врага также объявили из ненавистной Эфиопии. Эфиопия любимая избрана Богом. Всю свою жизнь она почитала своего Бога, людей, которые искренне практикуют это поклонение, он все еще там. Это правда, этот свет, он заставил дьявола привести свой смертный приговор. Эфиопия, земля, где открывается и восхваляется слава Троицы. Что мы имеем ввиду? Да. Три единый Бог, Творец всего творения, Творец всего сущего, Творец видимого и невидимого, Творец земли и небес, Господь, возлюбивший нас и сотворивший нас по своему образу, все творения на небесах постоянно восхваляют его, и днем, и ночью земля должна хвалить его. Когда все существа выше хвалят его, только человек восстал. Это потому, что дьявол, бросивший свою славу на небо, был низвергнут на землю, вместо того, чтобы отрицать и осуждать этого мятежного врага, он отверг Творца и стал поданным дьявола. Точка запятой к его двери пришел суровый приговор, потому, что он не послушал совета или упрека. После того, как это будет сделано, наша вера Тевахеда возобладает и сияет, как солнце, мир, в котором будут восхваляться Троица Авраама, наша Богородица, наши святые отцы, наши матери, мученики. Бог Святой Дух будет его проводником. Как нескончаемый поток, имя всемогущего Бога Слава Троице покроет землю. Все его слуги, которых он любил, будут облачены в белой одежде и прославятся вместе с ним. Это произойдет. Поэтому сначала мы упоминаем это слово много раз. Эфиопия, наследие Девы Марии. Да, святая мать, и ее слава высоко в небесах, мать нашего спасителя Иисуса, королева, и царица земли, также Бог дал своей возлюбленной Эфиопию как выражение наследства, Эфиопия также является страной, где открываются и восхваляются славы Девы Марии. Это убедительно доказывает, что весь мир не может быть спасен без заступничества и материнства Девы Марии. Что Троица дала благословение, милость, здоровье и долголетие через любовное заступничество Девы Марии, поколение, которое это знало, это победившее поколение также является патриотом Тевахеда, и он называет ее Моя Мать, он хорошо знает ее достоинства, приведенное выше утверждения нас в этом убеждает. Эфиопия, свет миру, да она, весь мир ее презирал. Вы презирали православного Тевахеда. Надежная вера в своего Бога, апостолы и пророки сокрушали свои кости и проливали за нее свою кровь, вера, что всемогучий Бог любил и уважал, вы ненавидели Тевахеда и боролись с ней. Даже если наш враг, дьявол, контролирует весь мир, вы не сможете уничтожить Эфиопию. Итак, она твердо стояла в дверях того, что вы сожгли, уповала на своего Бога и все это время побеждала. Весь мир родан в плен. В моем понимании прошло 15 лет с тех пор, как всемогущий Бог избрал Эфиопию светом миру. Поэтому мы всегда заявляем Эфиопия, властительница мира, дана. Победителем стала Эфиопская Православная Церковь Тевахеда. Мой народ, Бог создал эту землю, чтобы мы жили в качестве гостей. Эфиопия жила, доверяя таинствам и законам Бога. Она прошла в тени смерти, из-за этого она стала любимой, почитаемой и вознагражденной всемогущим Богом. Таким образом, весь мир уже дал ей в качестве пленника. Эфиопия будет править миром через мировое светлое правительство Эфиопия, сделав Эфиопию своим центром. Вышеописанная правда сбудется над могилами дьявола и его рабов. Из-за этого дьявол был взволнован, потому что подтвердил, что это правда. Это обязательно. Это должно быть сделано. Это будет сделано, потому что это истинно Божье. Итак, должно быть так, что дьявол и его прелюбодейка пойдут в могилу, а народ Божий победоносно войдет в мир воскресения, чтобы избежать этого, дьявол, то убеждение, которое он создал в отступничестве, еретики, католики, мусульмане, ученые, азиатские язычники и т.д. Он заставил их всех отрицать и использовал множество других методов. На земле нет никого, кто не продал бы свою душу ради пищи, ради дьявола. Большая часть мира продана. Он повиновался дьяволу, потому что его жизнь полна, и он должен это сделать. Таким образом, Бог избрал, почтил и помазал своих слуг на земле, чтобы они выполняли его волю и заповеди. Лучшие предметы, выбранные для этой цели, знают об этом и селены свои места. Ждут его команды. Как вы все знаете, наш спаситель Иисус сказал апостолам, пока вы не примете силу, вы не должны покидать Иерусалим, вы должны носить силу. Я пошлю вам Святого Духа, Утешители. Все вы должны знать, что помазанные рукоположенные служители Бога все еще ждут этой команды. Вы должны знать, что при императоре Тиадросе было тридцать девять королей. Вы должны знать, что помимо них иерархически есть еще те, кто назначен в ранг князей и князей. По меньшей мере триста отцов были избраны, чтобы возглавить Эфиопскую Православную Церковь Тавахеда. Их возглавит Первый Отец. Они приготовились и сидели на своих местах, пока они не получили славное священство и не обрели силу как апостолы. Мир должен знать. Тех, кто перейдет на Воскресение, вы должны понять, обращать внимание. По правде говоря, это возлюбленное перейти ко времени Воскресения. Везет вам. Так что наберитесь терпения. Не заблуждайтесь, слушая постоянные сплетни дьявола. И не упускайте предоставленную вам возможность. Пролитую воду собрать нельзя, так что еще раз советую быть осторожным. После того, как вы перейдете к Воскрешению, земля будет исцелена, наши замученные отцы и матери будут править через своих раю, они видят все, что происходит. Они будут радоваться справедливости своего Бога, верного Судья, и восхвалять Его. Всевышний будет честь, Он будет царствовать, и Его слуги оденут Его. Они несут это в своих сердцах и умах. Бог направляет их, потому что Святой Дух в сердцах. Он ведет их к истине. Ни в одной из нор земли не будет никаких дьявольских действий, она будет вырвана с корнем и выброшена. В каждом аспекте земли Бог будет постоянно прославляться. Ему будут поклоняться. Он будет удостоен чести. Всегда будут восхвалять Деву Марию, святых архангелов, святых мучеников, материю благородных отцов. Мои люди, это правда пришла, так куда же дьявол? Куда он идет, когда слышит эту худшую новость? Семьи Божьи, мой народ, твердо стоявший за ваш завет. Было задано много вопросов о личности императора Теодроса. Историю искажают многие писатели. Это будет достигнуто с помощью инструментов врага, дьявола. Его работа, разрушать доверие, вызывать сомнения в сердцах людей. Таким образом, кроме случаев, описанных в этой статье в настоящее время, никто не может с уверенностью сказать, что здесь император Теодрос, разве что один из наших братьев Тикликидон, который про него сказал. Тикликидон сказал, что лично видел царя Теодроса накануне праздника Сион-Марием 21 ноября в церкви Аксум Сион-Марием, в 2003 году эфиопский календарь, да, он единственный, кто меня видел. Многие преувеличенно отзываются о нем из-за своей искренности или из любопытства. Помимо людей, есть те, кто сделал его похожим на ангелов. Мои народы. Моисей, Илия, Давид и другие были людьми. Но Бог правил в их жизнях, вы все знаете, что он с ними сделал. Сегодняшний день по-прежнему означает, что те, кого Бог любит и назначает, будут исполнять его волю. Бог воспитывал своих верных слуг на протяжении веков. Апостолы, пророки, мученики с уважением стоят за истину и прошли со славой. Они сражались с врагом своей духовной силой, они оставили нам след своей борьбы. Сегодня, как выглядит этот возраст? Да, Земля за эти годы сильно изменилась. Она прогрессировала в своей цивилизации. Земля превратилась в деревню. Так много знаний. Наша планета заполнена зданиями, машинами и самолетами. Она растет в сети связи. Она также модернизируется своим лечением. Земля сузилась, поэтому она исследует космическую вселенную. Источником знаний и мудрости, которые она использовала для всей этой деятельности, был Бог, который ожидал их человечеству. Троица не обижается на добрые дела, которые сделал человек, но, хотя создатель всего и заслуживает похвалы и прославления, человек, создавший его по его образу, отверг его. Он поклонялся существу, дьяволу. Он упрекнул его и дал ему совет. Когда всемогущий Бог дал закон с самого начала, он предупредил человека, сказав, не забывай меня и не ходи к идолам, я ремнивый Бог, я огонь пожирающий. Осторожно! Не сбывайся с пути. Он имел. Чтобы не забыть этого и не потерять, Бог всегда упрекал человека своими верными слугами, которые любят и слушаются его. Эти верные слуги избираются всемогущим Богом в разные века. Он призывал к покаянию, но, как видите, никто не слушал. Человеческая гордость стала отступничеством. Благодаря его знаниям, его богатству, его технологическим достижениям, его современному оборудованию, его дому, его компьютеру, его машине, удобством, которые он создал для своего тела, спутнику, который он повесил в небе, реактивному двигателю, кораблю, пушке, танк, самолет, потому что все это сделало мир деревни, он просто сказал, Бога нет. Я его не знаю. Земля разрушена. Они совершили поступок, не относящийся к человечности, каждое действие, которое Бог осуждает, садомие, гомосексуализм, прелюбодеяние наполнили мир. Все это складывается, дьявольский сон, отвергавший Бога, занял место людей. Бог был забыт. Вместо этого дьявол, властитель тьмы, провел в сердцах и умах людей. Бога стали презирать, отвергать и ненавидеть. Тот, кто называет имя Бога, почти вымер. На протяжении всей человеческой жизни дракон, старый змей, лжепророк любили, слушали и поклонялись. Их след будет нанесен каждому. Троица Авраама, который все это видит, все должны знать, что его божественность, это огонь, ревность и что земля и небеса для него ничего не стоят. Это необходимо подтвердить, и сегодня приговор притворяется в жизнь. Прежде чем мир достиг этой стадии, Господь сказал ему, что до нынешнего века человечество будет полностью уничтожено и отвергнет Бога. Это произошло. Гордость мужчины переполнилась. Отцы, они жили и выступали как свидетели истины, сказанной имени Богом. Они все еще наблюдают это. Путь истины, путь праведности очень узок, всемогущий Бог сказал, изо всех сил, чтобы попасть на этот узкий путь. Широкая дорога очень широкая, за ним последует большая толпа, это путь дьявола во тьму. Неужели этого не произошло? Да, это сделал мой народ. Итак, сегодня чаша наполнена, и лагерь врага находится в смятении. Земля встревожена, и нет мира. Буйствуют болезни воины. Стихийные бедствия стали обычным явлением. Но все эти приметы никого не шокировали. Напротив, он ведет к разрушению. Послание Эфиопии, свет миру прояснили ситуацию на протяжении 15 лет, возвещая о прибытии оператора Теодроса и победе Эфиоты над миром через свою веру. Послание призывали мир покаяться, подчиниться просвещенному мировому правительству в Эфиопии и попросить у создателя прощения. Никто не слышал. Он продолжает и раздвигает свою гордость. Итак, что делать? Поскольку вещей есть начало и конец, сегодня мы должны объяснить начало конца. По сей день дьявол изо всех сил пытается исказить доброго, сделать истину Бога неприемлемой для всего человечества и превратить ее в миф. Он действительно сделал это успешно. Сильные и слабые стороны человека это его плоть. Он пытается все, чтобы удовлетворить это желание. Используя эту слабость, дьявол смог увести его во тьму и нарушить закон и порядок Бога. Многолетняя пропагандистская фантастика, нереалистичная надежда, ложная история проповедовалась как истина. Большинство потомков Адама, закутанные в маску знания, пошли в могилу, не зная истины. Борьба врага, он преуспел, потому что создал нечестивое поколение, которое не верило, не искало Божьей истины и было связано его плотскими желаниями. Бог создал человека по своему образу. Человек, создавший это, он творил, давая разуму думать, взвешивать, понимать, объяснять. Он не создавал его как животных. Вместо этого он создал его достойно. Он наделил его умом, который может отличать добро от зла, тьму от света и различать. Он создал его по своему образу. Когда он приказал, все существа земли подчинились ему. И он это приказал. Это сказал всемогущий Бог, приложите руку к своему решению, что ваш разум подумал о хорошем и плохом, о тьме и свете, тому, кто вам нравится. Она имеет. В результате вы берете на себя ответственность. По вашему выбору. Там вас будут судить по вашим решениям и действиям. В том случае, если вы поймете свою ошибку и покаетесь, я вас прощу. Другими словами, ты будешь ходить в свете бояться меня, потому что ты поверил мне. Вы твердо утвердили истину, вы поклонялись мне, вы отвернулись от зла, вы отвергли того, кто отверг меня, вы осудили того, кто не слушался меня, и поэтому вы мой верный слуга. Так что я люблю тебя. Я награжу вас, я оправдаю вас, я буду уважать вас. Он сказал ему, если ты стоишь в противоположном направлении, если вы ненавидите мой совет, если вы отвергаете меня и преисполнены гордости, если вы заставляете царить тьму, если вы делаете своего бога правителем этого мира, если вы стоите за разрушение, если вы делаете свой живот богом, если вы поклонились за вашу мудрость, если вы не обращаете внимания на того, кто вас создал, если вы игнорируете мои заповеди, если вы поступаете согласно своим собственным желаниям, суждение последует за вами, потому что вы ненавидели раскаяние и остаетесь привязанным к дьяволу. Суд прикончит вас. Я судья праведный. Я буду судить тебя по твоему пути. Это правда. Эта истина была открыта всем потомкам Адама через послание, озаглавленную Эфиопии, свет миру, за последние 15 лет этого злого века. Вам сказали. Вы не слышали, вы презирали, вы не хотели спастись. Что еще можно сделать? Население мира приближается к 8 миллиардам. Из этих, я считаю, считается, что менее 100 миллионов человек подчиняются воле Создателя. Все люди, покрывавшие землю, цеплялись за дьявола и погибли. У них нет возможности вернуться. Как ясно сказано в Слове Божьем, путь спасения, путь истинный и очень узок, он говорит, сражайтесь, чтобы войти в этот узкий путь. Но путь мы широк, и многие пойдут по нему, но они погибнут. Они потерпят неудачу. Вот правда. Итак, мои люди, Бог пунктуален. Он тот, кто сдерживает и выполняет свои обещания. Сегодня, спустя тысячи лет терпения, он посетил Землю и целые потомки Адама, вместе со своей матерью, Девой Мария, и уже взвесили прогресс и уничтожение человеческой расы. Как я уже упоминал выше, он подтвердил свое суждение в соответствии силы человеческого сердца, его искренностью и крутостью, и, соответственно, раскаялся он или нет. Потому что это факт, что человек поступил по своему выбору. Соответственно, он отдал приказ об исполнении святым архангелом. После этого решения и команды вы увидите ситуацию в мире вокруг вас. Вы обязательно увидите, какие разрушения произойдут в мире. Он запечатывает все, что предсказано, все, что он запечатал, все, что он любит, и все, что он одобряет. Для тех, кто находится в авангарде служения, тех, кто будет служить по закону света, он посвятил, помазал и дал власть величиям. Он возложил свою корону на всех тех, кто был посвящен и помазан, иерархически начиная с первого слуги, императора Теандроса. Их сила также была подготовлена. Их могучая сила, которая раскроется, когда они явятся, приготовлена. Закончилась. Над. Этот, резюмирует тему личности и положения императора Теандроса, 12 лет назад, 19 марта 2001 года по эфиопскому календарю, описывается в послании 3, странице 87-88. Но сегодня я повторяю это для тех, кто не понимает и не читает. Даже об императоре Теандроса вся система правления четко описана в этом сообщении 3. Я хотел бы заверить вас сегодня, что в мире будет 21 королевство, 21 король, 1 император и 18 королей на различных высоких должностях. Все правительство, все первые отцы-пасты имеют свой центр, свое место здесь, в Эфиопии. Их центр будет построен здесь. Ведущая в мире Эфиопия, это будет любимая благословенная земля, земля комфорта. Миром будет править Эфиопия. Весь мир обложит Эфиопию налогом. Они покоятся в тени ее славной системы управления. Эфиопство будет большим и дорогим подарком, которого вы сможете достичь в великой духовной борьбе. Император Теодрос, сын эфиопского православного Теуахида. Как он сказал во всех своих письмах, он был бедным, жалким, необразованным, никчемным человеком. Есть те, кто смущен его избранием, очевидно, что некоторым трудно принять. По ряду причин есть много людей, которые верят в себя как в Теодрос. Это ничего в будущем не осталось от обнародования, все выйдет на свет. За это время вы объясните, как вы думаете и верите таким образом, было бы не время говорить больше. Император и другие отцы здесь в Эфиопии. Начиная со столицы, они следят за ситуацией, переезжая во все уголки страны с разными целями. Во время откровения те, кто слева и справа от Теодроса, которые являются первым и вторым заместителями, имеющими титул короля, все еще помогают ему и работают с ним во всей его работе. Есть 37 других титуле царя, в общении и единстве Бога Духа Святого, они помогают во всем. Если есть что-то, что каждый должен знать, пока есть современное общение, на Телеграм, странице Откровения Гоана 20, будут транслироваться все события. Здесь слышен и раскрывается голос Императора и Королей. Кроме того, очевидно послание Эфиопия, в котором светит мир. Телеграмма действительно до тех пор, пока есть в наличии. Больше ничего из этого не выйдет. Это единственный способ публично признать воскресение Эфиопия, императора Теодроса и его придворных, а также великих патриархов Эфиопской Православной Церкви. Если у вас есть какая-либо другая правда, мы призываем вас продолжить. Суд и порядок будут явлены вместе, как судья на небесах, наблюдающие за всем. С другой стороны, у меня нет претензий к тем, кто мне противостоит. То, что я говорю сегодня-завтра, это только для того, чтобы выразить истину, истину которым научил меня мой Бог. Так что я меньше всех. Я думаю, вы все лучше меня во всех отношениях. Но так как я не понимаю, по каким критериям он меня выбрал, всем огорченным следует спросить всемогущего Бога и Деву Марию. Вы найдете ответ. Я говорю это для того, чтобы вы не споткнулись. Когда царь Давид был избран всемогущим Богом, Самуил сбил его с толку, так же как он не угодил своим старшим братьям. Но Господь ответил Самуилу, заверив его, что Бог видит сердце, а не смотрит на внешний вид. Хорошо известно, что Господь избрал пророков, особенно апостолов, из презренного места. Я ничего не сделал для Бога в своей работе. У меня нет работы, чтобы угодить Богу своим поведением. Думаю, он просто подумал обо мне по одной причине. Я люблю Бога, который создал меня, Бога, который спас меня от моего худшего греха, Бога, который считал меня человеком, и я люблю свою Мадеву Марию всем своим сердцем. Еще я знаю, что не сделал ничего, чтобы доставить ему удовольствие. Это правда. Так, для тех, кто спрашивает, кто это император Теодрос, для тех, кого путают с другом и врагом, я немного постарался, чтобы вы узнали о вышезложенном. Когда придет время, вы ясно увидите личность его и других, вы просто должны набраться терпения. В одном я хочу убедиться в тебе, возможно, вы также сможете услышать всю правду в телеграм Кенелдж, открытым нашим сыном, под названием Откровение Атеана 20. Все сообщения являются частью нашего описания. Если все это закроется бременем страданий, мы будем искать другой путь. В то время нас не побеспокоит, но поколение отступников будет потревожено и не сможет спрятаться. Другой вопрос. Многие утверждают, что они император Теодрос. Они слишком много говорят. Я тоже слышал, что сказать, кроме удивления. Конечно, я считаю, что хорошо быть терпеливым и ждать, пока всемогучий Бог и Дева Мария откроет, что это такое, когда все выходят на свет. Вот правда для тех из вас, кто жаждет истины. Поскольку мы объявили об этом, вы должны зарегистрироваться у нас, потому что мы верим в это, мы зарегистрировали того, кто хотел. Те, кто личности, тоже хорошо поработали. Поскольку вы взяли его в сервис, вы будете использовать его вовремя. Хочу вас заверить, что подпись на удостоверение личности моя. Помимо моей подписи, которую вы знаете, в этом девятом сообщении вы найдете подпись от двух моих братьев. Это потому, что я хочу, чтобы вы знали и заверили вас в том, что это послание было распространено во время правления мирового светлого правительства Эфиопия. Оба моих брата в адвам и трим разрядах королевского титула, уверяю в вас, что согласие настроить из одобрения и повеления Бога Святого Духа оно вышло. Так, мы раскрыли вопрос познания истины, которая находится в умах людей сегодня. Для тех, кто ищет личность императора, мы попытались объяснить ответ, потому что пора. Мы ясно дали понять. Ведь мы живем во время тьмы. Когда вы рассказываете ему о свете, это поколение, которое проповедует величие его жизни во тьме, это поколение, покрывшее землю. Мы пытались сказать ему правду. Однако того, кто казался спящим, не будет слышно, если вы попытаетесь его разбудить. Поэтому нас не волнует вопрос, по которому вынесено окончательное решение. Если он не заметит, пока не умрет, мы выберем тишину. Потому что впереди день и час, где он стоит, когда огонь накрывает его, куда он пойдет со своей гордостью. Сообщите ему об этом. Наконец, в этом случае, по идентичности или поверят ступничеству, только невериям или преувеличением, в дополнение к тому, что мы объяснили вам сегодня, все, кто утверждает, что они правдивы, могут продолжать делать это. Конечно, когда вы видите истину, вы должны понимать, что так же, как вы ослушались Бога, будет справедливый суд и со стороны всемогущего Бога, и со стороны Девы Марии. Хорошее понимание. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и делает мясо своей мышью, а сердце которого отступает от Господа. И время 17 из числа 5. Но будь ты в страхе Господнем весь день. Конечно, есть конец, и надежды твои не исчезнут. Причи 23, 17 по 18. Откройте врата, и войдет праведный народ, хранящий истину. Ты сохранишь в совершенном мире того, чьи мысли сосредоточены на тебе, потому что надейтесь на Господа вовеки, ибо в Господе Голи вечная сила, Исайя 26, с 2 по 4, прочитайте всю 26 углову Исайя. Поскольку эти люди приближаются ко мне своими устами и устами своими, чтят меня, но отдалили сердце свое от меня, их страх передо мной мучится наставлением человеческим Исайя, 29 из числа 13. Как вы можете видеть во всех словах, если вы скажете сегодня, они не будут слушать, вместо слова мне сказали отец, епископ, учитель, ученые, отцы церкви, которые утверждали, что они повелели. Те, кто делают это стало препятствием для хороших людей. Некоторые из тех, кто утверждает, что они отцы, ничего не зная нас и не читая посланий, прикрываются собственной виной и осуждают нас за то, что мы говорим правду. Мы понимаем, что они осудили молодых людей, которые что-то неправильно поняли, и отвергли их от истины. Они даже зашли так далеко, что вернули тех, кто зарегистрировался у нас, чтобы получить удостоверение и личности, которые позволили бы им служить под агидой мирового легкого правительства Эфиопия в будущем. Тех, кто это сделал, мы решили передать Сатане и его армии. У нас нет терпения. Было решено не возвращать удостоверение личности молодым людям, вернувшим удостоверение личности. Поскольку они зарегистрированы у нас, они могут быть удалены из реестра в течение месяца, поэтому они должны знать, что мы отменим его, если они не обратятся к всемогущему Богу в течение одного месяца с просьбой покаяния. Вы, которую смешали для вас политика и вера, фальшивые верующие, вы, которые меняют свет на тьму и тьму на свет, заметьте, Бога нельзя поругать, он не политическая авантюра. Для бедных веры, не знающих истины, вы не знаете воли Бога, вы только знаете, что это имя. Веры нет переговоров. Главный ученый Аялефтамиру, который безупречно хранил свое священство, был последним председателем конференции ученых Эфиопской Православной Церкви Тевахеда. Все мы это знаем. Он хорошо разбирался в учении их и догмах нашей веры. Абопаулас, нашедший в то время пустой дом, сверх синод и утвердил закон, который ставил бы себя выше Святого Духа, главный ученый Аялефтамиру, который в то время стал свидетелем краха церкви, осудил патриарха и членов синода епископов, подписавших закон, они связали свое священство. Почему? Они стали отдалопоклонниками. В результате они свои обязательства выполнили. Так как же наша церковь может исцелиться, не нарушая закона и не принимая никаких мер против осуждения? В данный момент, в действие патриарха было изгнать и приостановить главные ученые Аялефтамиру. Фактически, запретить должны были патриарха Абуна-Полоса. Они уволили настоящего отца, потому что они были политическими деятелями. Это разрушение все еще действует без изменений. В результате все служители нашей церкви осуждены в тюрьме, они не осознавали своей вины и не исправляли ее. Так что вы не можете никого благословить. Для тех, кто знает эту истину и говорит, что это не проблема, они увидят результаты в будущем. Из верований, созданных дьяволом, католицизм, ересь, ислам, вакефета, синтаизм, даосизм, конфуцианство, индуизм, сикхизм, колдовство, колдовство, все это поклонство, благодать, помазание, все это осуждено. Нет возможности подойти к ним. Все они отрицали Бога. Смешивать веру с политикой, серьезное преступление. Согласно этому девятому сообщению, во следующих решениях, приказах, директивах, условиях, те, кто пребывает в первую очередь как народ, как правительство и как личности, второе, это те, кто отдыхает как люди, как правительство и как личности, третье место, это те, кто покоится как люди, как правительство и как личности в суровом наказании, мы перечислим страны по трем категориям. Страны, включенные в первую ступень США, Вавилон, Великобритания, Франция, Китай, Египет, Германия, Индия, Иран, Саудовская Аравия, Италия, Обе-Корея, Израиль, Россия, Пакистан, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия, Испания, Запятая Турции, Японии, Индонезии, Дубы, а также тех, кто быстро очищается и очищается в первую очередь, как указано в Восьмом Послании, Джеботи, Оба-Суданцы, Эритрея, Кении, Самойли, Руанда, Бурунди, Уганда, Уганда, Танзания, Центральная Африка, Чад, Камерун, Египет, Гарбон, Гвинеи, Заммия, Ангола, Это страны, которые первыми очистились от упомянутых выше стран. Страны, включенные во вторую ступень, Бразилия, Южная Африка, Аргентина, Ливан, Ирак, Афганистан, Бирма, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Непал, Сингапур, Малайзия, Тайвань, Шри-Ланка, Нигерия, Нигер, Куба, Никарагуа, Блатимала, Запятая Сальвадор, Коста-Рика, 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 Панама, Гайти, Хамас, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн, Венесуэла, Колумбия, Суматра, Французская Глиана, Эквадор, Перу, Парабай, Урубай, Чили, Боливия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Грузии, Грузии, Азербайджан, Армения, Сирии, Филиппины, Алжир и вся Западная Африка. Страны, включенные в третий этап, страны, включенные в этот список, не указаны в первой и второй категориях выше, они видят разрушение других и в конечном итоге будут включены и сметены. Примечания. Страны, упомянутые в Послании 3, Послании 5 и Послании 8, а также весь остальной мир будут включены в решение. Подобно тому, как вирус коронно распространился по всему миру, нет земли, которая не была бы сметена огнем гнева и гнева. Конечно, те, кто утверждает, что они сильны в экономике и в армии, в первую очередь будут поглощены худшими. Некоторые из них полностью исчезнут, не оставив следов для истории. Когда вы поймете это сообщение, вы можете почувствовать, что все повторяется. Но это не так. Его повторяли, чтобы вы могли избежать опасности, потому что в нем было много новых суждений. Это из-за твоих ужасов разрушения. Как вы слышали в истории, погибшие во время Первой мировой войны люди и имущество не стали уроком для других. Когда пришла Вторая мировая война, мир не хотел ее прихода. Это была война, которую развязал дьявол Гитлер. В то время не все страны могли избежать войны. Они вошли в него. Сотни миллионов людей погибли, было разрушено много имущества. Однако с тех пор войн стало меньше. Все это неспроста. Это была возможность для человека покаяться и спастись до того, как проявится гнев Бога, потому что человечество испортило его отношение с Создателем. Но потерянное поколение считало все его послания мифами. Если терпение и совет приводят к отрицанию, если любовь и терпение не приносят плодов, почему трудно разрушить? Как только вы созданы, вы развалитесь. Вы презирали хозяина и пытались сдвинуть его забор. Так вы будете вырваны с корнем, очищены и обращены в пыль. Это правда. Если тебе это нравится, послушай, а если не понравишься, неизбежно отправишься на вечную смерть. Во-вторых, некоторые люди пытаются ввести в заблуждение Божий народ, искажая наши слова и придавая им политический смысл. Из этих заявлений и утверждения Бог не нуждается в физической поддержке, безусловно, было открыто нами. С другой стороны, в наших аудиоуроках мы посоветовали ему защитить себя и свою страну от угрозы и разрушения, исходящих от веры Тивахейда в его стране. Сегодня мы еще раз заявляем об этом в этом сообщении. Почему? Что мы имеем в виду, когда говорим, что Всевышнему не нужна физическая поддержка? Обратите внимание, когда человек вооружен оружием, он не может помочь Богу в своей физической подготовке к исполнению Божьего обещания своему народу. Давайте возьмем пример этого, когда израильтяне восстали, они взяли ковчег Бога Сионом и воевали против филистимлин, не примирив Бога. Во время битвы они шли с ковчегом Сиона. Бог поможет вам, если вы доверитесь Ему, сохраните свою святость, покаетесь и попросите Его волю в вашей битве. И ты победишь своего врага. Израильтяне, которые знали это, они взяли с собой ковчег Завета, но не вернулись. Они недалеко от своего стыда. Они вышли высокомерно. Они были поражены филистимлинами. Ковчег Сиона был захвачен. Куда пошел Сион, там не было израильтян, филистимлине увидели, как их идолы поклонились ковчегу Сиона. Более того, Бог поразил землю Палестину великой болезнью и чумой. Филистимлине встревожились и решили вернуть ковчег Сиона. Они поставили колесницу с дойными коровами, поставили на нее ковчег и отправили в землю израильскую. Когда ковчег достиг земли Израиля, весть дошла до царя Давида того времени. Пока коровы тащили его по дороге, кажется, ковчег бросали. Именно в это время фермер по имени Оза протянул руку, чтобы подержать ковчег, немедленно Дух Божий поразил его и умер. Мой народ, мы должны понять, что Богу не нужна плотская поддержка. Нам нужна помощь, нам нужна Его помощь, но Господу не нужна наша физическая поддержка. Но Он нам поможет, если мы попросим Его о помощи с искренностью, покаянием, праведной жизнью и доверчивым сердцем. У нас есть право защищать нашу страну и наш флаг, чтобы защитить нашу веру. Когда на нас нападают захватчики, подобные Талия, вторгающийся враг, который противостоит нашей вере и грабит нашу страну, мы должны встать, чтобы защитить нашу страну и нашу веру, прося помощи у всемогущего Бога. Даже если у нас сегодня нет белого врага, мы должны бороться против зла, которое он навлек на нас, как это сделал Абум Петрос. Абум Петрос дрался с ружьем. Когда их арестовали, своей властью священство они осуждали. Они были замучены за свою правдивость. Это наша вера. Это поколение сегодня, продавшее свою страну, веру и флаг, он еретики, католики, мусульмане, носители дьявольских замыслов, трусы, лжецы, обманщики, расисты, ведьмаки, белые поклонники, поэтому он стал резнее для сегодняшнего суда. Удивительно, но он пытался нас критиковать, сегодня поколение, потерявшее веру, свою страну, свой флаг, по каким стандартам оно выпустит язык против нас? Тот, кто разрушил церковь и продал ее дьяволу, вы увидите свое суждение. Тебя не спасет твой язык. Бог знает твое сердце. Следовательно, каждый истинный ребенок Тивахеда должен стоять на страже истинной веры Тивахеда и флага своей страны. Белый, черный, гражданин он или нет, если он враждебен вашей вере, вашей стране и вашему флагу, вы можете защитить его, потому что это ваше естественное право. В прошлом, когда мы ходили в школу, наш спортивный учитель давал нам забег, в котором нет победителей. Конкурс заключается в том, чтобы положить яйцо на суповую ложку и прикусить ручку суповой ложки зубом, и никто не может мирно доставить яйцо даже на четверть. Никто не может удержаться. Как только он уходит, яйцо падает, он будет сломан. Я не зря привел этот пример. Как всем известно, наш эфиопский лидер сегодня, кто такие еретики, как ислам, не имеющий эфиопской идентичности, лучший актер, самозванец, у которого нет реалистичных мечтаний, как имелись зинауи, которые следуют только тем средствам, которые стремятся сохранить свой авторитет. Мы видим, как они прикладывают свою силу к ложке, держат ложку зубами и бегут. Не трати время зря. Далеко видящий будет рядом. Вы скоро это увидите. Как говорится, послушай сам, когда один говорит, а другой тоже говорит, НФОТ пало и распадалось, да, так судит Бог. Вы не присоединились к борьбе добровольно. Твоя мысль заключалась в том, чтобы сохранить свою власть притворством. Но они насильно довели бой до вас. Несчастный Амхара, которого вы ненавидите только за то, что он стойкий гражданин из-за его веры и патриотизма, он временно сохранил вашу силу. Завтра возникнет другая проблема. Любой, кто выступает против эфиопии, тивахеда, веры и флага, без сомнения, будет унижен и будет прощаться. И это, если вы не презираете его, вы знаете, что Бог знает, что у вас на сердце. Как всем известно, никакое решение не принимается на основании вашего языка. Вы заплатите цену в зависимости от того, что у вас на уме и во что вы верите. Гордость и злоба, отступничество и презрение, расизм и заговор в сочетании с властью, мы верим, что тот, кто идет этим путем, тотчас погибнет. Это праведный суд Бога. Мы хотели бы затронуть некоторые вопросы, которые сейчас обсуждаются. 1988 год по эфиопскому календарю, в эфиопской православной церкви Тивахеда произошло что-то новое вместе с политическими изменениями того времени. В то время патриарх церкви Авамикариас был изгнан НФОТО. Они заставили их быть изгнанными, чтобы они покинули свою страну. Заказными угрозами, Авапиавис был вызван из-за границы и захватили патриархальную власть. Укрепив свою власть, нарушив границы предков, нарушение закона Синода Церкви и назначение себя вместо Бога Духа Святого, они отвергли утверждение Синода о том, что они подотчетны Богу и Святому Духу, и сделали Синод подотчетным патриарху. Этот закон действует и сегодня. Главный ученый Айалиф Томира был председателем Совета Церковных Ученых. Их работа заключалась в том, чтобы предотвратить такие злоупотребления и не дать церкви отклониться от границ, установленных верой Тиваэда. В то время он много боролся, но их никто не слушал, поэтому они осудили патриарха и его Синод, Синод, которые находились внутри страны Эфиопия. Абапаулос уволил главного ученого Айлию Томира с работой в должности председателя Совета Ученых. Когда мы смотрим на слово осуждения, оно говорит, возможно, вы не читали или не понимали текст закона, те, кем манипулируют их различные сторонники, и дальше, опираясь на их авторитет, они говорят, что мы не будем слушать вопрос церкви, патриарха Ибопиавлос, совершившие это преступление, Абадерима, который ходит во имя трех встреч, и всех, кто их поддерживает. По словам господа моего Бога, кого ты съезал на земле, тот будет связан на небе, я осуждаю властью Отца, Сына и Святого Духа Святых Петра и Павла, С.В. Марка и Авокерлоса, Авы Василия и Авофеофила, а также словами праведного Авунтиклихаймена Дзидебрилибанас. Хотя я грешен и слаб, я тоже, священник Вэлд Джайорджес, осудил своим словом. Все, кто принял и применил этот закон, как Арии, Македония, Нисторий, Флабониан, Халкидон и его последователя, станьте осужденным. Я связал тебя нерушимой силой Бога. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Говорит, я выполнил приказ, который мне велел от моего Бога. Я закончил свой бег. Теперь ответственность за вас и правительство ложится на вас. Мой свидетель, Бог и святые ангелы, небо и земля. Это осуждение еще не высказано. Церковь не исправляла патриархальные границы, которые она нарушила. Сегодня она продолжает следовать закону Павла Уэс. Купите и прочитайте книгу об осуждении, изданную братом, под названием «Нерешенное осуждение». Наш долг – сказать правду. Мы не скрываем правду. Мы не скрываем правду для миллионов обидчиков. Вместо этого мы говорим правду и свет. Числа не имеют значения для Бога. Но Бог заботится о тех, кто стоит за истину. Обратите внимание, что нас называют по имени, Эфиопии, свет миру. Не спешите вспомнить и пророка Илью. Он один стоял за истину. Лидеры народа Израиля, этот Иал забыл. Все священники поклоняются Буял за Буял, они не избежали Божьего суда, и их было так много. Так или иначе, семье Троицы и Дева Мария, вопросы по осуждению и другие вопросы, просите Бога постом и сердечной молитвой. Путь разрушения широк, и многие идут по нему. Путь истинный узок, и немногие идут по нему. Стремитесь войти узким путем, сказано в слове. Мы, семья Бога, все мы, собравшиеся в Эфиопе для света миру, не руководствуемся эмоциями. Бог направляет нас святым духом. Это слово ведет нас. Это наша православная вера Тиваэда, в которой наши предки утвердились и действительно приняли моченическую смерть. Поэтому для тех, кто следует стратегии смешивания тьмы со светом, исследуя себя, мы говорим вам, спросите своего Создателя. Правду о том, что мы сказали об учреждении, которое называется Ассоциацией Святых или Махберек и Дусан, нам никто не говорит, ожидается, что истинные верующие будут говорить другим, чтобы они исправляли свои темные дела. Ни в одном из наших заявлений и сообщений мы не говорим без доказательств. В них может быть хорошие, мы не говорили, что нет. Предыдущие много работали. Мы это знаем. Сегодня, они действительно на своем месте. Бог их знает. Мы знаем их поистине, которую понимаем. Другой, их знают только Бог и Его слуги. Это те, кто будут избраны Богом, где они теперь и кто ждет хороший день. Сейчас это не повод для беспокойства. Поскольку Великий Огонь предстал перед нами, и все выходят на свет, тогда мы видим судьбу всех, кого связывает осуждение. Ясно, это те, кто упоминают имя Отца Павла и Отца Мутиаса в миссии на всей литургии, и Синод, который в настоящее время применяет закон, осуждающий его, также осужден, поэтому священник и диакон, чьи имена упоминаются в каждой молитве, их священство ограничено. Нам нужно говорить правду. Это наша пастырская работа. Разве сегодня мы не христиане, занимающиеся этими делами? Возникает вопрос. Мы это понимаем, мы не говорим о том, кто не знал и не понимал этого осуждения, мы не говорим, почему вы не знаете. Суд при его незнанию принадлежит Богу. Сегодня мы открыли истину. Как только он это узнает, он возьмет на себя ответственность. Сегодня мы не можем разрешить это осуждение. Мы не находимся в положении пасты и в церкви. Когда мы приехали, не было сомнений, что патриархальный закон будет восстановлен. Мы не только вернемся, но и единство наших предков, которые подчиняются совету, наставлению и наставлению Бога, будет совершенным, все слуги Божьи будут руководить Святым Духом, не отступит от Его воли. Мы слышим много комментариев об усердных советах и духовных чашах. Они могут быть искренними, нережественными и неопытными. Потому что Господь увидел их сердце, когда избрал апостолов, все презирали апостолов. Наш Господь Иисус знает, что Он выбрал. Конечно, есть слуги дьявола. Мы знаем, что есть. Даже если они останутся, это для их уничтожения. Даже если они уйдут, это их судьба. Но из-за своей смелости они заплатят цену. Что касается праведников, нет сомнений в том, что со временем они станут полностью людьми через учения и руководство Святого Духа Бога. Мой народ, народ Божий. Я думаю, вы поймете, если прочтете сообщение на вопрос, почему сегодня пришло девятое сообщение. Что отличает его от других посланий, так это то, что в нем широко распространено послание и содержится самое сильное решение, предварительное условие, направление и приказ. Слушайте сообщение снова и снова. Трудно понять, прочитав его только один раз. Понять это можно, только прочитав. Семья Бога, тех, кто не знаком с этим сообщением, тех, кто еще не слышал его, нам жаль, что вы опоздали, приблизьтесь к Создателю от всего сердца, покайтесь в своем сердце и отдайте все свои силы Богу, потому что никто не знает Божьего призвания. С помощью Девы Марии святые мученики, архангелы, в слезах, быстро покидают мир. Я считаю, что еретики, католики, еретики, кадуны, мусульмане, восточные язычники, помазники, милостивые, грамосексуалисты и все расисты, все они не будут спасены от приближающихся массовых действий. Вы можете быть спасены благодатью и волей Бога, я не знаю. Те, кто верят в мировое светлое правительство Эфиопия, либо зарегистрированы или нет, собраны добросовестным советником, собирается Ассоциацией Духовного Кубка, и зарегистрированные, и не зарегистрированные, приготовьте знамения Завета, которые вы должны сделать во время разрушения. Покайтесь и будьте готовы, как можете. Если у вас есть деньги, делайте с ними хорошие дела. Тем, у кого нет денег, просто будьте готовы как можно больше, Бог и Дева Мария восполнит ваши недостатки. Мои отцы, матери, братья, сестры и дети, живущие в пустыне, готовьтесь согласно совету Бога. Не думайте, что есть другой способ выразить правду. Мы сообщили вам основную истину, если не всю. Цеплялся себя Богу в любви с Девой, Архангелов, Святых и Мучеников. Мэй Гоуди дать вам понимание во всех вещах. Вы увидите объявление о срочном вызвании в следующей главе. Мы хотим, чтобы вы знали, что это провозглашение является провозглашением, изданным по приказу Троицы и под властью мирового правительства света Эфиопия. Потому что все потомки Адама увидят это впереди себя, хорошо, что они это читают или слушают. Его хорошо перевести на любой язык, ибо каждый может это услышать. Переведите, если есть возможность. Но когда вы это делаете, вы отправляете нашему сыну, администратору Телеграм-канала Revelation of John 20, мы это увидим, тогда вы сможете это вынуть. Поскольку времени мало, те, у кого есть возможность, сделайте это как можно скорее. Ограничений на раздачу нет. Ниже вы найдете прокламацию. Слово всемогущего Бога говорит нам, блажен человек, который не ходит в совете нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит на месте презренных. Но его радость, в законе господа, и в своем законе он размышляет днем и ночью. И он будет подобен дереву, посаженному рек вод, который приносит плоды свои в свое время, его лист тоже не засохнет, и все, что он делает, будет успешным. Нечестивые не таковы, они подобны соли, развеиваемой ветром. Посему нечестивые не устоят на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 1, глава. Хвала Дебу Троицы Авраама, пусть их имена прославятся. Хвала Дебе Мария, нашей Матери, да будут прославлены ее имена. Сообщение 9 здесь закончилось. Раб Троицы и Дева Мария. Номер 4, 20, 13, 21 декабрь 2013 года Эфиопский календарь. 30 декабря 2020 года по европейскому календарю. Срочное воззвание всего человечества. От Всемирного Светлого Правительства Эфиопия. Абадж. 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 На Амхарском означает правозглашение, пришло время всему человечеству посетить и принять Божий праведный суд. Тех, кто готов и раскаялся. А тех, кто остался непоколебим в своей православной вере Тивада и что они защищены от скверны этого мира, сегодня помнит Всемогущий Бог. Ценой своих отцов на этой земле их будут вознаграждать, любить, утешать. Также они будут приглашены на обед, так что слушайте. Всемогущий Бог помнит Эфиопию. Она победила своей великой борьбой. Послушай. Все потомки Адамма. Слушай внимательно. Вступление, тысячи лет правителей этой земли, которые правили миром, народы, народы, защищали свою власть и тех, кого они называют моим государством. Большую часть времени они подчинялись идеям и планам дьявола, и они сражались, убивали так много людей, а также воевали друг с другом. Пока все это происходит, мы сегодня здесь. На протяжении всего этого процесса все правительство, за исключением нескольких служителей Всемогущего Бога, вошли в историю, сражаясь, убивая и истребляя Божий народ, истинную веру Церкви. Святые мученики на небесах всегда и до сих пор просят Божьего праведного суда за свою пролитую кровь. Господь сказал им остаться, чтобы чаша была наполнена. Но сегодня чаша полная. Сегодня в этом послании Господь выразил свой праведный суд. В соответствии с этим, мир, который мы видим, и содержание в нем главным актером человеческой расы, из-за злого и нечистого непоправимого разрушения полностью изменится, ухудшить положение, особенно посев греха, зла, гордости и отступничества, земля была разрушена, поэтому было решено, что она будет уничтожена огнем. Вместо этого было решено, что весь мир должен править под световым царством Эфиопия и что время утешения для народа Божьего, как предсказано в 20 главе Откровения, должно настать на земле. То, что мы наблюдаем сегодня, является одной из причин, почему резня Божьего народа беспрецедентным образом наполняет чашу. Послушай Человечество Послушай Потом и Кадамма Послушай Правительство, покрывавшее всю землю Послушай Крупнейшие религиозные учреждения мира Послушай Идолы поклонства Расизм Послушай Ведьмы, привлекающие демонов и занимающиеся колдовством Послушай Поклонники деревьев и рек Послушай Хозяева погромов и погромов Послушай Те торговцы веры, которые облачаются в плащ веры и называют друг друга мастером и мастером Послушай Вы, изменившие слово Божие для бизнеса и своего желудка Послушай Вы, поклоняющиеся своему знанию и презирающие других верующих Послушай Вы, говорите, что никто не может говорить о Боге, кроме нас Послушай Вы, все еще атакующие раны господа И говорите, что Бог не может дышать без нас Послушай Вы, кто из всех сил пытается закрыть человеческий язык так же смело, как вы повелеваете Богу Послушай Лжицы, обманщики, высокомерные, жестокие вы все Послушай Ислам, протестанты, католицизм, реформации, ты, который сделал идолопоклонство царям в своем сердце Послушай Громосексуалисты Громосексуалисты Послушай Без апелляции, все ваши шансы полностью исчерпаны День дьявола и его тысячелетнее правление закончилось Было решено, что все потомки Адама Жившие под его правлением Будут осуждены праведным судом Бога Итак, вся тьма, покрывавшая землю, которую нужно было уничтожить, и землю, чтобы покрыть светом, повиновалась Это то, что приходит к вам Земля должна быть исцелена, истинный народ Бога переживший, это великое бедствие получит утешение Наши предки и матери находятся на небесах, чтобы насладиться праведным судом Бога И дети должны прославлять их в овенстве Духа Единая вера, любимая и терпимая, ортодоксальная вера Тевахеда, которую мир пытался разрушить Она стойко сохраняла, она выиграла, и посадил Православной религии суждено править миром Она собирается покрыть землю своим служением сияющего света, обнимая воскреших, которым суждено воскреснуть Послушай Продолжайте слушать Слушай внимательно Отправляйтесь в ад со своим отцом, дьяволом, старым змеем, лжепророком и своими друзьями, покрывшими землю Дьявол отправится в свою тюрьму или в ад Решено, что вы тоже отправитесь в ад, где вас будут судить Послушай меня Слушай, ты, покоривший дьявола До свидания После утешения, в конце судного дня, вы увидите нас по правую сторону судилища Божьего с нашими предками, с нашим отцом Иисусом, с нашей матерью Девой Марией и с нашими возлюбленными святыми архангелами Послушай Поскольку вы находитесь на последнем пути в ад, позвольте мне сказать вам в последний раз Вы увидите себя стоящим по левую сторону от судилища Господа, чтобы бросить его в огонь Этот день будет последним днем для прощания, после этого мы больше никогда вас не увидим Вы должны оправиться в великий адский огонь, в эти вечные муки И мы также войдем в Царство Небесное, приготовленное для нас троицы Авраама Мы сияем как звезды во веки веков Мы будем как ангелы, вечно восхваляющие его славу Тем не менее вы не будете слушать, потому что никогда не верите, потому что ваше сердце полно сомнений Конечно, когда мы вам это скажем, вы рассмеетесь и приготовитесь к новой катастрофе Но послушайте Вы закончили свое время Вы сделали Итак, это провозглашение положило конец вам и вашему отцу дьяволу Что мы подразумеваем под срочным воззванием Сегодня в мире насчитывается около 205 стран, которые твердо стоят на ногах Все они правят своим народом в соответствии со своей конституцией Мы, эфиопский народ, уже 30 лет правим по странной конституции Закон, пришедший из издевательств Мы страдаем от сатанинских режимов, которые они установили, согласно командованию Соединенных Штатов и Соединенного Королевства Чтобы заставить нас править и Пи-Эл-Эф или Ви-Эйн, лошади, выбранные дьяволом в то время Как всем известно, наша страна находится в смятении из-за этой конституции Весь мир согласен с тем, что нынешняя конституция отвечает интересам всех Однако, если есть народные восстания или различные враги, они хотят свергнуть правительство Последний шаг, который правительство припримет для защиты и восстановления порядка Это объявление чрезвычайного положения, срочное объявление Следовательно, правительство, своими вооруженными силами, полиция и силами безопасности Будет контролировать или уничтожать все противостоящие силы Также привлечет к ответственности арестованных Но сегодня то, что вы видите в этом срочном воззвании Отличается от того, к чему вы привыкли Послушай Потом и Кадамма Скажите, что изменилось? Чрезвычайное положение, о котором вы знаете Это акт спасения страны и ее режима Объявленный правительством, которое вот-вот рухнет Когда страна находится в смятении или не способна справиться со стихийными бедствиями Тогда защиты нет Нет движения Это будет жизнь сдержанности и сдержанности Это насущное провозглашение в своих знаниях Но наше провозглашение сегодня иное Провозглашение исходит от всемогущего Бога, о котором вы забыли Или провозглашается Богом, которого нельзя увидеть и потрогать Он создал вас Он создал землю и небо Он создал видимое и невидимое Он создал потомка Адама на земле Как и в образ И после вашего пребывания на этой земле Чтобы сиять, как звезды вокруг его славы Чтобы прославлять его имя Он любил вас Поэтому он насадил вас Что ты ответил? Как вы ответили на призыв его любви? Из-за его спасения для вас И о цене жизни, которую он заплатил за вас Что вы заплатили за это? Как вы ответили Богу Который тысячи лет ждал вас Чтобы собрать вас в своей совершенной любви к тому Кто спас вас и спас от всех ваших бед? Да Вы полностью отрицали его Вы знаете, за что боретесь и как живете Ваше презрение Ваше предательство Ваше раскаяние Ваш бунт В конце концов Вы знаете, что сделали дьявола Своим создателем Своим Богом Вы устали от последнего Божьего терпения Итак, хотя мы не видели его Мы видели его с верой и жили в его любви Мы знаем, что суд будет явлен И что мы будем спасены нашей верой Он нам не чужой Но мы пришли к убеждению Что это возможно Потому что он верный Бог Сегодня это произошло Даже если это воззвание дошло до ваших ушей Вы все равно не верите в него Конечно, это послание будет услышано во всем мире Вы, потерянное поколение Все равно не послушаете Вы видели, как сильно вы пострадали за болезнь COVID-19 Вы по-прежнему говорите Что мне сделают вакцину Помните, что написано в пятом сообщении Там сказано, что будет много вирусов Не только COVID-19 Так как даже пришли твои страдания Это только что показало вам начало вашего разрушения Как упоминалось выше Это провозглашение полностью отличается от того, что делают ваши земные правители Чем он отличается? Во-первых, тот, кто санкционировал провозглашение Всемогущий Бог, сотворивший небеса и землю Кому было приказано объявить воззвание Да, его верные слуги, утвердив это своими подписями и кровью Скоро вы увидите, что первый раб от Троицы Возглавляющий мировое правительство Эфиопии Светит, когда они встают и сияют, как утреннее солнце Наше воззвание иное Вот почему мы говорим, что это не то же самое Что вы привыкли, в условиях чрезвычайного положения Что вы и ваши коллеги знают Объявлены правительствами Это то, что они делают в армии Или каким-либо другим способом для удовлетворения своих потребностей Как я уже упоминал выше, наши разные, потому что Это от Бога, который создал вас Опять повторю Это воззвание, изданное Богом Которое имеет власть над всем, включая смерть Бог пришел, как и обещал Освободить израильтян из земли египетской тех Кто находился под тираническим правлением фараона Бог, сдержавший свое слово Послал своих верных рабов Моисея и Аарона освободить Израиль Однако, когда на египетский народ обрушились десять казней Фараон ожесточил свое сердце и не слушал Когда он произнес слово Божье через Моисея Было сказано Отпусти мой народ, и они могут служить мне Упрямый фараон, несмотря на свое неоднократное высокомерие Подошел к концу своего последнего ужасного гнева Земля египетская была покрыта смертью старшего сына от всех людей и животных И дом фараона наполнился смертью Не в силах справиться с ситуацией Фараон так испугался израильтян Что дал им золото и жемчуг и отпустил их Сегодня Бог повторяет свои различные наказания Никто не слушал, когда он оставлял и упрекал мир В течение пятнадцать лет Бог предупреждал все человечество Через своего раба отнять свои руки от его любимого народа Ортодоксального Тевахеда Но во всем мире они не слушали, потому что дьявол управлял всем миром Всеми потомками Адама Они заявили, что не откажутся от своей вины за эфиопскую веру Тевахеда Они заставили ее страдать еще больше Итак, пришло страдание, которого мир никогда не видел, не слышал и не ожидал Соответственно, приказы исходили от Всевышнего Что исполняется во звание? Откуда это взялось? Кто его выполняет? Какова его цель? Один что выполняет прокламации Это во звание для всех восставших поколений мира Он подействует на те народы, которые являются атеистами, нечестивым поколением Вместо этого он будет насаждать ортодоксальную веру Тевахеда по всему миру Ее верующие наследуют землю Потому что они веками заплатили столько страданий за свою веру на этой земле Эфиопия станет светом мира Земля будет покрыта славными словами Завета и зелено-желто-красным флагом Завета Слова, заслуживающие уважение Следующая, Эфиопия, страна, где открывается и восхваляется слава Троицы Эфиопия, наследие Девы Марии Эфиопия, свет миру Эфиопия, властительница мира Эти фразы во всех аспектах земли будут превознесены и прославлены Имя Бога будет постоянно восхваляться по всей земле Девы Марии, святые ангелы, святые мученики, наши отцы и матери также будут гордиться Два откуда исходит прокламации Источник – воли всемогущего Бога Это провозглашение открывается верными слугами и рабами Бога Теми, кого Бог избрал, чтобы они рассказали и провозгласили свою волю Это раскрывается через мировое правительство света Эфиопия Решение Бога направить своих слуг править всей землей через него Три, кто исполняет прокламацию Этого звания исполнит Святейший Архангел Иль Они следующие А. Архангел Святой Майкл Б. Архангел Святой Габриэль С. Архангел Святой Рафаэль Д. Архангел Святой Фанул Е. Архангел Святой Рагуль Ф. Архангел Святой Урил Г. Архангел Святой Сакуль Х. Архангел Святой Афимиль Ай. Архангел Святой Зедокиль Я. Архангел Святой Сьюра Ёлка. Архангел Святой Силатил, со всеми своими армиями Эти святые архангелы волей уничтожают всех Кто утонул в море греха, кто ослушался Бога, был исполнен гордости, для тех, кто полнится перед дьяволом или зверем. Царь и правители со своими людьми, которые полагаются на старой змеи, дракона и ложного пророка, будет иметь свят пяти прочь, святыми ангелами. Цари со своим народом, которые полагаются на старого змея, дракона и лже-пророка, сметут правящих ими святых ангелов. 4. Какова его цель? Хотя цель уже была заявлена, ясно, что Бог веками наблюдал за своим верным народом и хранил их в своем сердце. Он любил православные Тиваеды и его стойкий народ, перенесшие большие испытания, он выбрал их, одобрил и почитал. В результате он отдал весь мир этой презираемой Эфиопии, славной эфиопской православной церкви Тивахеда. Так что это должно было случиться. Это его цель. Мировое светлое правительство Эфиопия, которое правит миром. 5. Отделить пшеницу от плевел, избранных для воскресения. Мякоть отдаст огню, чтобы отправить в ад всех тех, кто поклонялся, поклонялся и получил начертание прежнего змея, дракона, лже-пророка. 6. Эфиопия в срочном провозглашении. Наша страна, Эфиопия, будет первой страной, которая будет освобождена. Следовательно, действие, которое необходимо предпринять, быстрое-быстрое. 7. Нынешнее правительство Эфиопия было отправлено в отставку в соответствии с этим заявлением. По нему будут исполнены все наказания, указанные в предыдущих письмах. 7. Африка будет очищена так же, как Эфиопия. Прежде всего, необходимо обеспечить, чтобы Африка была частью Эфиопии. Ближний Восток тоже будет очищен. Частично он войдет в состав Эфиопии. Прокламации, которая будет принята во всем мире, будут действовать в Эфиопии, а также в других африканских странах. Если у вас нет сертификационного документа от Мирового Легкого Правительства Эфиопия, любая деятельность запрещена и наказывается немедленно. Единственный способ переехать – получить подтверждение от правительства Мирового Легкого Правительства Эфиопия. Он будет казнен народом Эфиопия, Африки и всего мира. Во всем мире, а также в Эфиопии Духовные Прилежные Советы и Ассоциация Святейшего Чаши, находящиеся под управлением Мирового Правительства Света Эфиопия, предоставляют духовные услуги в соответствии с руководящими принципами правительства просвещения Эфиопия, как это понималось ранее, и с их удостоверениями личности. Запятая 8 остальной мир, Англия, Соединенные Штаты, вся Европа, вся Азия, вся Африка, вся Латинская Америка, вся Австралия и окружающие страны, они будут сметены великой чумой и великим огнем. Некоторые так называемые сверхдержавы будут полностью стерты с лица земли. Каковы будут результаты гнева Божьего, текущего на землю? Один во всех странах мира сегодня над всем человечеством будет царить в сотни раз больше смертей фараона и народа Египта. Не дома или места, где бы не царствовала смерть. Если у вас есть отметина на лбу, и вы используете ее в соответствии с инструкциями Всемирного Правительства Света Эфиопия, если вы зарегистрированы у нас, хотя мы не регистрируем их, если они зарегистрированы Святым Духом Божьим, у кого было взято удостоверение личности для обслуживания. В общем, нет никого, кто бы не ассоциировался со смертью, если его не соберут рядом с нами. Два от великого гнева, с начала потока по всему миру, смерть будет царствовать над домом, и воротами, и внешним миром, и землей, и лесом, и убитыми, и горами, и пещерами, и воздухом, и небом. Он уничтожит все силы Земли, которые стремились к разрушению. Смерть не найти легко, ее будут мучить, угнетать и просеять. Все это произойдет, если человечество не поощадит. Он не вредит животным или растениям. Как я уже говорил выше, смиренный, кроткий человек будет спасен. Три никому не будет разрешено двигаться, кроме человека, который предназначен для милосердия. Разрешающие лица, это правители, находящиеся под властью мирового светлого правительства Эфиопия, только тот, у кого есть удостоверение личности или письмо с подписью, может свободно передвигаться. Как получить разрешение и амнистию, капитуляцию и по другим вопросам о том, как связаться с лидерами мирового правительства света Эфиопия, можно найти и спросить у духовных прилежных советов со всего мира, а также у членов Ассоциации Святой Чаша. Это решение, потому что они соединяют нас мостами. Четыре. Любая семья Бога, ли вы зарегистрированы или нет, вы все, кого мы знаем вас. И те, кого Бог скрыл от мира. Вы должны повесить эфиопский флаг, зеленый, желтый, красный, у своей двери. И под флагом вы запишите славные слова завета, вы также впишите свое время регистрационный номер. Для незарегистрированных, которые искренне верят во все послание Эфиопии, свет миру, которые являются истинно православными детьми Тевахеда, которые покаялись и защитили себя от скверной мира. Итак, поступайте так, как записано верой. Кто знает, Бог может дать вам милосердие за вашу веру, искренность, кротость и послушание. Слова являются, Эфиопия, страна, где открывается и восхваляется слава Троицы. Эфиопия, наследие Девы Марии. Эфиопия, свет миру. Эфиопия, властительница мира. Пять во время великого излияния Божьего наказания весь транспорт, воздушный, корабельный, автомобильный, транспорт для животных, будет остановлен по всему миру. Если он двинется, он будет немедленно уничтожен. Все заводы, поставщики услуг, медицинские учреждения, частные, общественные организации, офисы, международные учреждения, организации все сдаются в аренду. И погибающие погибнут. Двигаться и работать можно только тогда, когда снят с недвижимого имущества для всего мира. Работать можно только с временной или постоянной лицензией, выданной мировым легким правительством Эфиопия. Шест-губернатор, который будет править в Эфиопии, мировое правительство света Эфиопия, здесь, в Эфиопии, в своей собственной хижине или в любом небольшом доме, руководит, принимает решения, приказы и суждения. Дворцу не нужно красивое здание. В глаза Бога вы знаете и свидетельствуете, что вы прав и пепел. Мы дети нашего Спасителя Иисуса и Девы Мария. А мы бедные, презираемые, ненавидимые и необразованные. Но вы получите приговор перед нами. Вы будете выполнять свои обязанности добровольно или добровольно. Вы будете только тем, кем вам велят быть. 7. Поскольку мы живем в Эфиопии, только Эфиопия Нейрлайнс сможет работать по всему миру, как и любой, кому придется путешествовать в страну и выезжать из нее, чтобы встретить нас или путешествовать по личным причинам. Когда авиакомпания летит, символ завета, флаг, зеленый, желтый, красный, слова завета должны быть прикреплены и видны снаружи. Мало того, он должен содержать подписанное нами письмо. Авиакомпания всех других стран не могут работать, летать, со своими собственными флагами и логотипами. Они не могут переехать даже в свою страну. Даже если они хотят получить обслуживание, вы можете сделать это только в Эфиопии Нейрлайнс. Их авиакомпания может работать под угидой Эфиопии Нейрлайнс. Это будет разрешено только в том случае, если Эфиопия Нейрлайнс передаст им, другим авиакомпаниям, письмо и символ соглашения и если авиакомпания других стран приняли это. Это произойдет только тогда, когда им поверят и разрешат. И лицензию дает только мировое светлое правительство Эфиопия. Восемь по всему миру, прекратится весь воздух, земля, море и коммуникации. Никто из них не может двигаться по-своему. Все международные компании, отрасли и электронные коммуникации будут закрыты. Как мы неоднократно заявляли, никому нельзя передвигаться без нашего разрешения. Они не помогают друг другу. Смерть повсюду. Как мы неоднократно заявляли, смерть царит во всех потомках Адама, где бы они ни находились. Если только не тот, у которого на лбу отметено. И те, у кого отметено на лбу, они могут использовать материалы только для себя. 9. Ни одно правительство в любой части мира не может двигаться. Это не может быть похожей на правительство. В общем, не все люди могут участвовать в какой-либо экономической, социальной или военной деятельности. В любом случае, у себя дома или за рубежом, это невозможно двигаться без удостоверения личности или документа, которые имеют подпись, из императора Тутадрмоса или лица, которые он представляет, на нем. Только по воле Бога могут быть спасены все потомки Адама. Если так, он должен искренне признать, что Эфиопия – свет мира, что лидеры – рабы Троицы, и что Эфиопская православная церковь Стивахеда – единственная истинная и победоносная вера. Он должен искренне покаяться. Он должен покаяться и исправить себя. Кроме того, он должен восхвалять Троицу и Деву Марию, потому что он был спасен милостью Бога. 10. Никакие действия не разрешены, когда прокламация осуществляется в Эфиопии и во всех соседних странах. Для переезда необходим документ Мирового Легкого Правительства Эфиопия. Мы повторяли это много раз, потому что хотим, чтобы все знали, что это необходимо. 11. Без разрешения Мирового Правительства Света Эфиопия – наземный транспорт по всему миру, такой как поезда, тяжелые грузовики, крупный общественный транспорт, любые учреждения, транспортные средства, обслуживающие транспортные средства, частные коммерческие автомобили и все транспортные средства, никогда не может эксплуатироваться никакими средствами. 12. Морской транспорт не сможет полноценно работать. Он будет удален, как только его переместят. Все, кто находится на море и в море, кто занят военной деятельностью, будут уничтожены. 12. Будут удалены все спутники, которые работают в космосе для военной разведки, для шпионажа, агрессии и других разрушительных действий. 13 страны, обладающие ядерным, химическим, нейтронным и биологическим оружием, станут мишенями для первого сильного уничтожения. К странам, претендующим на могущество, относятся США, Великобритания, Франция, Китай, Россия, Индия, Пакистан, Северная Корея, Иран и Израиль. Они не получат возраста, времени, отдыха. 14. Предпосылка, готова ли какая-либо страна капитуляции, когда на ней началась зачистка, он должен посоветоваться с людьми, которых он возглавляет, и принять решение в соответствии с законом своей страны, которая ими управляет, вместе с документом, который, как они решили, он должен подготовить письмо и сообщить усердным советам, чтобы они протянули ему руку. 15. Затем, после этого, он получит лицензию на переезд или работу. 16. Первое прибытие в Эфиопию возможно только в соседних Кении и Джибуте, находясь там, он должен ждать, пока не будет отдан приказ. 17. Или им ответь и делегация, представленная правительством Эфиопия World of Light. 18. Когда он выполняет свои обязанности в соответствии с ответом данным, он будет проинформирован, что его следующий шаг будет. 18. Таким образом осуществляется деятельность переходного правительства. 18. Для невольной страны и народа он будет полностью стёрт с лица земли. 19. Любой гражданин этой страны, который хочет сдаться лично или получить решение, должен будет пойти в посольство Эфиопия, которое существует в его стране, которая представлена нами, и написать заявление и ждать в очереди. 20. Если посольства не обращаются с ними должным образом, он может подать заявление и ждать в очереди, чтобы получить решение в прилежные советы, которые имеют эфиопское или иностранное гражданство в своих странах. 21. Это также можно сделать, подготовившись в качестве представителя как организации, так и сообщества. 21. Слава имени Троицы Авраама. 22. Слава имени Девы Мария. Объявлены Эфиопии World Light Government 21 декабря 2013 года по эфиопскому календарю или 30 декабря 2020 года по европейскому календарю. После 21 февраля 2013 года по эфиопскому календарю или 28 февраля 2021 года по европейскому календарю, в любое время и в любом месте, когда Троица только знает, начнется широкомасштабное действие – разрушение. Это может быть остановлено только мольбами и молитвами рабов Троицу или первыми серверами мирового правительства света Эфиопия. Другого решения нет. Провозглашено мировым правительством света Эфиопия в соответствии с полномочиями, данными нам о Троице, 21 декабря 2013 года по эфиопскому календарю или 30 декабря 2020 года по европейскому календарю. Первые рабы и слуги Троицы. 1. Имя – Гембреметхин, подпись – отпечаток пальца. 2. Имя – Сэйфис и Ласи, подпись – отпечаток пальца. 3. Имя – Херсенбит, подпись – отпечаток пальца. И он говорит мне, не запечатывай высказывание пророчества этой книги, ибо время близко. 4. Несправедливый да будет еще неправеден, и нечистый пусть еще сквернится, и праведник да будет праведником еще, и святой пусть еще светится. 5. И вот, я приду быстро, и моя награда со мною, чтобы дать каждому при его труду. 6. Я – Альфа и Омега, начало и конец, первое и последнее. 7. Блаженно соблюдающие заповеди его, чтобы иметь право на древу жизни войти в город воротами. 8. Ибо вне – собаки, чародеи, блудницы, убийцы, идолопоклонники и всякие любящие и делающие ложь. 9. Я – Иисус, послал моего ангела засвидетельствовать вам об этом в церквях. 10. Я – корень и потомок Давида, и звезда яркая и утренняя, и дух и невеста говорят – приди. 11. И пусть слышащий говорит – приди. 12. И пусть приходит жаждущий. 12. И кто хочет, пусть берет воду жизни и даром. 12. Откровение от Иоанна глава 22, от 10 до 17 лет. 13. Наконец, это мое предупреждение и совет всем потомкам Адамма. 14. Как вы видели выше, ваше окончательное решение пришло, чтобы прикончить вас. 15. Независимо от того, кто вы, смерти не избежать. 15. Это все, что я могу сказать, если вы немного поняли, послушайте меня. 16. Вы не можете никого обмануть, как вы привыкли. 17. Даже дьявол, ведущий вас, не сбежит. 18. Поэтому я лично советую вам получить пользу, когда вы отдадите себя в руки Бога, смиритесь, покайтесь от всего сердца и скажите Ему спасти вас. 18. Побещай Ему, что ты будешь только слушать Его правду, ты будешь подчиняться Ему и будешь Его искренним слугой. 19. Усердно молитесь Богу о милости ради Пресвятой Девы Марии и славных ангелов-архангелов. 20. Его гнев и огненная печь перед вами. 21. Это мой вам совет. 22. Мои люди, я бы хотел, чтобы вы пересекались, как мы. 23. Мы, слуги Божьи, служители Девы Марии и православные патриоты, и сегодня желаем вам всего наилучшего. 23. Если вы сообразительны, воспользуйтесь этим коротким временем, отведенным для распространения сообщения по всему миру. 24. Еретики, протестанты, католики, помазанники, милости, расисты, вы не имеете пощады. 24. Уверяю вас еще раз, у вас нет пощады. 25. Ожидалось, что мусульмане покаются, пока это послание не будет опубликовано. 25. Мало кто им пользовался. 25. Но в то же время уверяю вас, что после 21 февраля 2013 года по эфиопскому календарю или после 28 февраля 2021 года по европейскому календарю те мусульмане, которые все еще верят в свои ложные истории, будут полностью подобны еретикам, протестантам и католикам. 26. Их судьба будет также за мусульманами. 27. Дай Бог понять всем честным, кротким и добрым людям. 28. Аминь. Благословенно имя Бога Авраама, Исаака Иакова. 29. Аминь. 29. Благословенно имя Дева Мария. 30. Аминь. 30. Аминь. 30. Аминь. 31. Аминь. 32. Аминь. 31. Аминь. 32. Аминь. 33. 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 Аминь.